Барон Бутберг. Дневник 1918-1919 годы. Москва. Молодая гвардия. 1990 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. 1918 год. 5-9 апреля. Вернулся в Харбин. В конце пути вновь почувствовал русские порядки в виде невероятно грязного вагона. Здесь узнал, что 5 апреля японцы высадили во Владивостоке десант, как ответ на ограбление конторы Исида и убийство трех японцев. Японцам очень везет на такие подходящие случаи. За японцами высадили десант американцы и англичане. Прибывшие из Благовещенской беженцы делали сообщения о бывшем там погроме буржуазии. Погибло до 1500 человек офицеров, служащих и коммерсантов. Хулиганам помогла, как всегда, полная неорганизованность и растерянность обывателей. Ведь одни молокани, будь они только соорганизованы, могли раздавить всю местную красноту. 11 апреля. Сформировавшиеся здесь под негласным покровительством и на денежные субсидии Хорвата отряды спасителей Родины под фирмами Семенова и Орлова, по моему мнению, самые анархические организации, так как для них не существует никаких законов. И слушаются они только тех, кто дает им деньги, и до тех пор, пока дает, и пока имеет возможность так или иначе наступить им на хвост. Последние случаи очень редки, так как ни власти, ни силы у дающих нет, и условное повиновение приобретается только подачками и уступками. По внешности власть как будто принадлежит Хорвату. Но тот совершенно заблудился в разных комбинациях и компромиссах, вплоть до желания, весьма реакционные желания осуществить и демократический капитал невинность сохранить. Он продолжает свою дряблую компромиссную политику, стараясь всех примирить и все уладить без углов обострений и взрывов, при помощи уговоров, убеждений и прочих словесных тонкостей. Но то, что было очень подходящее в сложных отношениях с китайцами, с Преамурским начальством и с Петербургским правлением, никуда не годится при современном положении. Получается какое-то микроскопическое и столь же ничтожное повторение Керениады, только по другому меридиану. Организации распустились, признают только право силы и очень хотят сами стать этой силой и поступать так, как им приятно и выгодно. Первым делом всем хочется господствовать над Хорбином и над самим Хорватом, долженствующим быть только курицы, несущие им золотые яйца. А при характере и решительности Хорват мог стать действительной властью и скоро привести все здесь в порядок. Но рожден кто ползать, летать не может. Уходить из Хорбина никто не хочет и не собирается, предпочитая ничего не делать и весело жить. Семенова всячески поддерживают японцы и французы, или вернее их местные представители, капитаны Куроки и Пеллио. Попав в таких чинах в вершители местных судеб и в своего рода американские, богатые всякими возможностями дядюшки, эти иностранцы умело угощаемые и умело чествуемые видят только внешний порядок, козыряние и внешнюю дисциплину и не способны разобраться в духовной, идейной стороне всего происходящего. Внутренней гнили они не видят или не хотят видеть и не в состоянии трезво, спокойно, проникновенно заглянуть в русское будущее. Для возглавления всех отрядов сюда выписали Плешкова, но ничего путного от этого не получилось. Была одна дряблая бесхарактерность, а теперь стало их две. Схоже еще и в том, что у обоих экстерьер великолепный и внушительный, и что оба в обхождении милые, обворожительные. Не слушали Хорвата, так же не слушают и Плешкова, и их обоих вместе. Совсем то же, что на фронте, только что не дерутся и не убивают. Вчера организация полковника Орлова арестовала подполковников Никитина и Сулавка. Хорват и Плешков приказали их освободить, а Орлов и его банда приказа не слушают, совсем как большевики под царским соусом. Разве при такой закваске возможно какие-нибудь прочные и благодеятельные последствия? Внутренняя дисциплина всегда была у нас не особенно крепка и сохранялась только в виде корпоративного духа в лучших частях нашей армии. Революция же с ее экспериментами рассосала последние остатки этого драгоценного качества. И в этом-то весь ужас нашего положения. Нужны решительные крепительные средства, а их нет. Семеновцы бросили Даурский фронт и отошли на станцию Манчжурия. А офицеры, ушедшие из Семеновского отряда по невозможности мириться с происходящими там безобразиями, рассказывают, что стоя на Даурии, члены отряда пьянствовали, а охранения и разведки не было. Когда услыхали, что большевики обходят их с юга, то удрали, бросив целый поезд с запасами продовольствия и снаряжения. В общем, однако, Шила лезет из мешка. И в Хорбине начинает разбирать, каких беспокойных утят высидела здесь хорватская курица. Усидчивость спасителей по части кабаков, швыряние денег, скандалы заставляют задумываться даже коммерсантов, подкармливающих организации, насчет того, куда идут их деньги и правильно ли они помещают свой капитал. Нельзя спорить против того, что офицерам надо помочь, надо дать средства существования. Но все это в минимальном размере. Здесь же зеленые, неустойчивые и уже хватившие революционного развала и хмеля молодежи дают по 200 рублей в месяц на всем готовом. Рассказывает даже, что во избежание скандалов дежурные по отрядам офицера получают авансы, чтобы расплачиваться с извозчиками, привозящими в казармы господ офицеров. Занятий в отрядах нет, молодежь бесится, никто ее не сдерживает, и развал неудержимо прогрессирует. Многие командиры сознают это, но бессильно что-либо сделать. На замечание, не говоря уже о попытке наложить взыскание, получается обыкновенно доклад подчиненного о переходе в другую организацию. Сейчас здесь налицо следующие власти. Первое. Хорват, считающийся наследником всех русских законных властей по званию главноначальствующего в полосе отчуждения Китайской Восточной Железной Дороги. Сейчас в Хорбине идет тайная кампания, чтобы выдвинуть Хорвата на пост диктатора русского Дальнего Востока, причем уверяет, что эта идея поддерживается японцами. Не все ли равно, какая вывеска будет на Хорвате? Ведь он останется тем же бессильным, главное, уговаривающим, неспособным даже справиться с образовавшимися здесь офицерскими организациями, барахтающимися среди разных компромиссов и танцующими какой-то чрезвычайно пестрый танец. Говорят, что диктаторская махинация строится теми, кому выгодно вытолкнуть длиннобородого Хорбинского улиса на высоту власти, тесно к ней примазаться и снять сколько удастся пенок. Второе. Далее идет Дальневосточный комитет защиты Родины и учредительного собрания. Какая-то полуанонимная организация, сложившаяся из смеси авантюристов, спекулянтов, перепуганных коммерсантов и очень свойственных Дальнему Востоку темных дельцов и ловителей рыбки в мутной воде. Сначала эта организация очень гремела, но теперь киснет и обещает скоро заглохнуть. В громком названии под Родиной надо понимать потерянные и угрожаемые капиталы предприятия и привилегии. Учредительное собрание пристегнуто для демократичности и в качестве фигового листа. Большинство этих господ желает его как черт ладана. Третье. Имеется начальник российских войск полосы отчуждения, добродушный и безобидный генерал Плешков, безропотно несущий все наряды по разным представительным случаям и блистающий там свежестью, превосходным настроением духа и целым иконостасом всевозможных орденов. Его никто и ни в чем не слушает, но, судя по его настроению, сие мало его беспокоит. Он вообще принадлежит к разряду людей, не любящих беспокоиться. При нем учрежден штаб отдельного корпуса с большими штатами, но с малым числом настоящих работников. Четвертое. Разные вольные атаманы Семенов, Орлов, Калмыков, своего рода винегрет из тенек разиных 20-го столетия под белым соусом. После революционной прыщи Дальнего Востока. Внутреннее содержание их разбойничье, большевистское, с теми же лозунгами, побольше свободы, денег и наслаждений, поменьше стеснений, работы и обязанностей. Мне кажется, что большинство из них лишь случайно не на красной стороне. Кому не пришлось по случайно сложившейся обстановке, а кто по привычке шарахнулся на свою оказавшуюся белой сторону. У многих все это случилось, конечно, невольно, и обвинять их самих было бы даже несправедливо. Среди этого многовластия, а в сущности настоящей анархии, идет общая грызня, ссоры, слежка за другими, сплетни, провокация и интриги. Офицерская вольница беззаботно живет, ничего не делает, бесконечно много хвастается, особенно по части разгрома большевиков и спасения России. Актив же весь пока человек 700 у Семенова на станции Манчжурия, человек 400 у Орлова в Харбине и кучка у Калмыкова на станции Пограничной. Есть несколько старых японских орудий системы Арисака. С этими силами нельзя дойти даже до О-Нона, так как не хватит, чем обеспечить тыл и железную дорогу на 100 верст назад. Но это мало кого здесь тревожит. Ибо никто в наступление не собирается. Достаточно шуметь и от шума этого кормиться. Кому не охота и без драки попасть в большие забияки. Глубоко жаль ту молодежь, которая в большинстве бросилась в эти организации совершенно искренне, завертелась в этом омуте и обречена на сгноение. Имеется здесь еще какое-то сибирское правительство, состоящее из нескольких членов разогнанной Сибирской областной думы, считающей себя законной властью и очень охочее ею на самом деле фактически сделаться. Единственное реальное, проявляющееся время от времени властью, являются только китайцы, постепенно сбрасывающие из себя старые путы и показывающие иногда свои зубы. Издалека надвигается влияние японское, пока еще торговое, но за которым уже виднеется раскосые лица японских солдат. Среди этих влияний и призрачных и реальных властей мечется разношерстная, больная нервами русская беженская толпа и варится в каком-то котле, где красными и черными ведьмами намешаны эгоизм, глупость, жадность, легковерие, бесшабашный авантюризм, острая тоска по всему потерянному с примесью Дон-Кихотского благородства, искреннего порыва верности старым традициям и готовности на подвиг и жертву. Но невелики эти благородные примеси и тонут они в массе низменных похотей, густоразведенных на людской подлости. Немногочисленные глубоко симпатичные Дон-Кихоты, которые искренне и самопожертвованно пытаются что-то сделать, не замечают, как бессильны их потуги зажечь это эгоистическое, жадное и равнодушное море огнем их высоких и благородных лозунгов. Сейчас пришло царство того, у кого глотка позычнее, кулак поувесистее, но зато совесть поменьше и все задерживающие центры порассосались основательнее. 13 апреля вечер провел в компании в лице трех беженских полковников, которые очень много говорили, жаждали мести, вторжения в Россию и истребления всех серых шинелей, бахвалились, что сами берутся уничтожать по нескольку десятков товарищей за прием, собственноручно пуская им пули в живот. Пока же сидят в Харбине, живут на Шермака, на фронт не собираются, а двое, по моему убеждению, никогда туда не поедут. К сожалению, столь свирепые угрозы красным товарищам не страшны, печально только то, что такие глупые бахвальные излияния показывают чайнее глубину понимания уже не зеленой молодежи, а трех штаб-офицеров, имеющих за собой побольше десятка лет кадровой службы. Какое-то помешательство на идее реванша скорого и жестокого, отождествляемого со спасением России. Такие уроды не способны понять того, что стряслось с Россией в прошлом году. Им не дано сообразить, что многого уже не вернуть и многое надо забыть. Харбин начинает наполняться тянущимися с запада семеновцами. Говорят, что у атамана иссякли все деньги и поэтому наиболее пронырливые ловкачи стараются заблаговременно поискать более хлебных организаций. Сейчас ведь это просто, не понравилось в одном отряде, перекочевывая в другой, появились даже особые антрепренеры по переманиванию при помощи разных посулов. Начинает напоминать времена ланцкнехтов, но только в российской раскраске. гремевший здесь горе генералы Потапов и Доманевский навастривает уже лыжи, но требует на дорогу денег. 14 апреля куда не пойдешь, наслушаешься такой гнили и дряни, что потом не спишь целую ночь. Хорош я был, когда в Петрограде уговаривал всех пробираться в полосу отчуждения, считая, что там только и можно организовать здоровое сопротивление большевизму. В городе ожидает какого-то выступления со стороны семеновцев и орловцев, так как иссякли средства на их содержание. У Семенова сбежали некоторые хозяйственные чины, прихватив бывшие у них на руках авансы. Хорват вертится, лавирует, обещает и уговаривает. Орлов и его вольница распустились и угрожают. Доссоримся до того, что вмешаются опять китайцы и займутся разоружением. Будь Хорват порешительнее, он мог бы при своей дружбе с китайцами ликвидировать все существующие организации и начать формирование новых в виде офицерских, юнкерских, унтерофицерских и специальных школ. 16 апреля Истощение местных кошельков заставляет атаманов распускать слухи, что японцы просят их идти на Владивосток и там соединиться с их десантом. Очевидно, хотят напугать местных буржуев, что оставит их на съедение большевика. Ведь только с перепугу можно поверить тому, что японцам на что-либо нужны несколько сот разболтанных русских офицеров, да еще и во Владивостоке, где положение самих японцев довольно сложное и деликатное. Первый этап движения на восток станция пограничная, где сидит Калмыков, самый обыкновенный разбойник и грабит поезда по способности. Не понимаю Хорвата, его советников и сотрудников. Разве в багаже их жизненного опыта нет данных о том, что такое распущенная, растерявшая все сдерживающие стимулы и дерзкая вооруженная толпа, чувствующая свое значение и понимающая, что ее некому одернуть. Нужно во что бы то ни стало остановить развал и покончить с этими белыми большевиками. Промедление времени смерти подобно. Чем дальше, тем больше потребуется решительности железа и крови, чтобы ввести все это в рамки долга, порядка, обязанностей, беспрекословного повиновения, здоровой дисциплины и тяжелой работы подвига. При такой реорганизации не надо жалеть никаких средств. Взять и отдать все, обеспечить семьи, но при современном положении надо зажать кошелек и хоть этим путем потребовать подчинения. 17 апреля весь город полон разговорами о предстоящем походе отрядов на Никольск, как об уже решенном деле. Молодежь, покорившая немало харбинских сердец, довольно откровенно прощается с побежденными. Первыми этапами для отрядов назначены станции Эхо и Пограничная. Как бы хотелось, чтобы они сделались местами полной реорганизации и внутреннего обновления этих отрядов. В частности, успех похода рассчитан на переход на нашу сторону уссурийских казаков, то есть на то, чего никогда быть не может, так как уссурийцы совсем обольшевичились и никогда к офицерским организациям не примкнут. Если этот нелепый поход осуществится, то кровь жертв должна пасть на голову инициаторов и распорядителей. Большому начальству не впервой посылать подчиненных на убой. Трудно разобрать, какую роль играет здесь Япония. Японских офицеров здесь очень много и, по-видимому, они играют роль возбудителей агрессивной энергии, исполняя какие-то определенные махинации, предначертанные им руководящей ими военной партии японского генерального штаба. Сегодня в отрядах выдали жалование по вновь утвержденным штатам и шантаны работают на славу. Интересными образчиками современного офицерства являются четыре штаб-офицера, поселившиеся у одного из моих товарищей. Живут, едят, держат себя иногда слишком непринужденно и ни копейки не платят очень стесненному материально хозяину дома, а получаемое содержание прокучивают. 18 апреля Местные газеты надлежащим образом подогретые полны призывов к выступлению для активного спасения России. До сих пор еще думают, что можно словами поднять на подвиг. Те, которые на подвиг способны пойдут и без газетных зазываний. Во лжи и подтасовке не стесняются. Если верить всем сообщениям, то чуть ли не вся Россия ждет Харбинских спасителей. Что большевики всем надоели и ненавистны, в этом никто не сомневается, но что массы ждут избавления при помощи таких спасителей, как здешние атаманы, то это неправда. Ни для кого не тайно, что у большинства спасителей только и на уме, сколько серой сволочи они повесят за то, что переиспытали. Когда розовые оптимисты начинают говорить, что народ молится, чтобы мы вернулись, то я возражаю, что не верю в существование таких лошадей, которые сами бы просили, чтобы их заложили в старые, ненавистные и когда-то до костей протершие хомуты. Остановить разложение сейчас можно только, увы, с помощью варягов. При полном устранении собственных спасителей типа здешних атаманских организаций, взращенных на соусе революционного разложения. Такие же спасители, которые на 90% состоят из купцов и буржуев, как вдохновителей и кормителей, и офицеров, как исполнителей, деревня примет в дубье и пулеметы. 23 апреля Семенов начал наступление на Даурию во исполнении решительных настояний Дальневосточного комитета, который заявил, что те, кто дает деньги на содержание отряда, устали ждать и требуют каких-либо видимых результатов, сетуя на ничего не делание всех отрядов. Сегодня в собрании ликование по поводу взятия семеновцами станции Даурия. Взятие, конечно, весьма условное, так как станция оказалась пустой. 26 апреля Вчера на вокзале орловские спасители пытались произвести обыск пассажирского поезда, не отставать же от Семенова и Калмыкова, занимающихся этим в своих районах. Но были окружены китайскими войсками и после переписи отпущены. Семеновцы и Калмыковцы счастливее. Там каждый поезд дает причастным к обыску лицам сотни тысяч рублей плюс разные ценные вещи. Жалоб не бывает, ибо очень строптивые переселяются в загробный мир, а осторожные молча претерпевают эту революционную неприятность. Настроение мелкого обывателя в городе и на линии против этих, как их потихоньку называют, белых большевиков, очень озлобленное, очень уж откровенно, нахально и распущенно они себя ведут. 28 апреля заходил в штаб начальника российских войск, содержимые по штату отдельного корпуса, но почти не имеющие войск. Во всяком случае, в штабах этих войск больше народу, чем во всех строевых их частях. Есть полки по 50 солдат, а в батареях по два номера на орудие. Зато штабные должности переполнены и всюду еще толпы прикомандированных. Все начальство обзавелось стадами личных адъютантов. По городу носятся автомобили с супругами, содержанками и ординарцами высокого начальства и разных кандидатов в атаманы. Появились так называемые сестры, или вернее сказать, кузины милосердия. Как быстро забылись в спокойной Харбинской атмосфере все суровые и ужасные уроки прошлого года. Опять бесчисленные штабы. Опять пять штабных там, где свободно управится один. Опять ненавистные войскам личные адъютанты, накрашенные сестры. Опять незаконное пользование автомобилями, огромные авансы на секретные расходы. Опять штабное засилье, штабное величие, штабная лень, веселая штабная жизнь. Ничему не научились и ничего не забыли. Ну, какое же тут может быть спасение? 29 апреля. Дальневосточный комитет, антрепренер Семеновщины захлебывается в трофеях, состоящих пока из двух телеграфных аппаратов и нескольких вагонов. Говорили даже, что наиболее впечатлительные комитетчики хотели зафундить по этому поводу торжественное молебствие. 30 апреля. От радости по поводу Семеновского наступления многие совсем ошалели, распоясались, грозят кулаками и обещают расправиться с супротивниками по-петровски. Какой-то очень мрачный благовещенский буржуй захлебывался в собрании от негодований по поводу того, что в Харбин привезли нескольких раненых красных и требовал, чтобы Семенову и всем отрядам было отдано приказание пленных не брать и вешать, обязательно вешать их на месте захвата. И можно быть уверенным, что сей кровожадец дальше Харбина сам никуда не двинется. А будь и судьба его приведет все же под красный режим, то он со страха пролежет насквозь подошвы у любого комиссара и ради спасения жизни согласится вешать своими руками белых пленных. Вообще немало злобной подлости и умственной мелкоты открылось в эти дни. Достаточно было пустяка, чтобы разверзлись уста и раскрылись вовсю настоящие чайные вожделения. Эти господа, возгоготавшие от жадной радости в припадке самой подлой, свойственной трусам мести, действительно были бы счастливы, если бы кто-либо другой, их не замешивая и открыто не компрометируя, истребил бы не только комиссаров, но и большую часть серого русского народа. В своем ликовании они не замечают даже, что с них свалился их фиговый учредительный лист, на время позаимствованной из демократических оранжерей. Спасители, храбро расправляющиеся с бутылками в ресторанах и кабаках, в своем бахвальстве сделались страшнее бенгальских тигров, и не понимая даже гнусности своих проступков, пьяными ордами поют Божий царя храни, профанируя этот святой гимн, который каждый настоящий монархист должен таить глубоко в своем сердце, как великий и горестный укор за прошлое. 1 мая в течение двух часов был мучен нестерпимой болтовней полусумасшедшего, но пронырливого авантюриста генерала Потапова. Потапов обратился ко мне с вопросом, соглашусь ли я войти в состав проектируемого дальневосточного правительства. Я ответил, что должен знать сначала программу и состав этого правительства, так как я никогда не соглашусь работать с теми, кто пойдет к власти ради власти, а не ради последнего подвига на служение Родине. В возможность жизненности и успеха реакционного правительства я совершенно не верю. Если власть попробует обосноваться на эсеровщине, то повторится только в еще худшей редакции, вторая половина 1917 года. Нужна трудовая, реальная, здоровая, полезная для населения программа, способная привлечь к власти симпатии здоровой части краевого населения. Творцов, носителей и будущих исполнителей чего-либо похожего на такую программу я не вижу и у меня мало надежды, чтобы они появились в современной харбинской атмосфере. Напротив того, все, что я вижу и слышу, приводит меня к печальному заключению, что все намечающиеся здесь комбинации ищут власти ради ее вкусных сторон. Твердого и здорового плана реконструкции не имеют и будут продолжать вреднейшую политику, заманивая толпу в том или другом составе, несбыточными посулами и временными подачками, не имея мужества сказать им горькую и тяжелую правду, потребовать от них труда, подчинения, ограничений и истового исполнения обязанностей и иметь силы и средства заставить исполнять все свои требования. Все изложенное делает очень сомнительным, чтобы я мог войти в какую-либо из намечающихся здесь комбинаций. Пользы я там все равно не принесу. Второго мая Семеновцы продвигаются вдоль линии железной дороги. Многие реакционеры, забывшие, что до декабря они были самыми крикливыми мартовскими революционерами, захлебываются от восторга. Спекулянты ликуют, ожидая восстановления торговых отношений с Сибирью. Многочисленные осведомители разных штабов объявляют о том, что забайкальские казаки многими тысячами переходят на сторону любимого атамана. Платят осведомителям жирно, что делает их очень покладливыми по части фантазии и прибавления нолей, когда это выгодно их давальцам. Одновременно распространяются сказки для младенцев на тему о необычайном авторитете и влиянии Семенова среди бурят и монголов, потому что он бурятский полукровок и знает их язык. От коренных забайкальцев знаю, что это самая наглая выдумка. Мало ли в Забайкалье метисов бурят, знакомых населению в тысячу раз больше, чем какой-то рядовой ЕСАУ. Происходит облачение голого короля в выдуманные платными хвалителями Ризы. 3 мая в собрании случайно слышал разговор группы штатских по поводу дальневосточного корпуса, которым командует Плешков. Один из собеседников выражал удивление по поводу полученных им официальных данных, что в штабе корпуса больше людей, чем во всех отрядах вместе взятых. В управлении инспектора артиллерии сидит 8 генералов и штаб офицеров, а во всем корпусе только 7 старых пушек. Штатские, не стесняясь, высказывали негодование, что все сводится очевидно к созданию штабов и к устройству в них родственников и близких человек. Отмечали также, что разрешение заменять писарей машинистками привело к тому, что штабы переполнены женами, сестрами, кузинами, сердечными симпатиями и тому подобное. 4 мая. Настроение самое невеселое. Родилось какое-то новое сибирское правительство из совершенно незнакомых Дальнему Востоку персонажей очень мелкого калибра. Раскрашивающие их аттестаты сводятся пока что к партийной работе, бытности на каторге, бытности членами одной из дум или разогнанной учредилки и тому подобное. 8 мая. Местное болото всколыхнуто слухами и сенсациями по поводу состоявшихся новых назначений. Плешков назначается главнокомандующим армиями фронта. Это так чудовищно, нелепо и цинично, что не хочется этому верить. Надо же знать хоть какую-нибудь меру в области самоустройства разных тыловых сеньоров и состоящих при них клик-прихлебателей и лакеев. Во всем отрыгается революционная распущенность и безудержное начально циничное дерзание во всем, что касается личных благ и удобств. Но тут перескочили далеко за самые революционные пределы. Прежде был и удерж, и остатки совести, и служебной порядочности. Прежде никто не дерзнул бы заикнуться о таких опереточных назначениях. Одними из негласных приобретений революции явились рассасывания центров этики и порядочности и выложенные совести, непроницаемые для чувства стыда. Бессовестность теперь не знает границ. Блажен тот, кто схватил руль власти и попал поближе к главной кассе. От старого остались только приказы и штаты, которыми с меднолобом хладнокровием прикрывают самые наглые экскурсии по части самоублажения. Заинтересованы в этой гадости очень многие. Молчат, помогают, гримируют, придают всему законный вид. Редко кое у кого заскрепит совесть, да и этот слабенький скрип скоро заглушается, приятным хрустением бумажек. Создают главнокомандующего, у которого, если собрать всех принанятых в войске китайцев и корейцев, не наберется воинов даже на полк мирного состава. Рождаются новые штабы, приятные и выгодные убежища для разных героев тыла и прихлебателей высоких сфер. И эта вакханалия идет все возрастая, ибо нет настоящего барина, который пришел бы и дубиной хватил по всем этим забывшим честь, совесть и мучения родины, оскаленным от хотения и хрюкающим рылом, и властно зыкнул бы довольно белые товарищи, довольно подлости, безделия, хапанье и растаскивание последних крох. 9 мая Всюду слышны разговоры про состоявшееся назначение генерал-квартирмейстеров, дежурных генералов, начальников снабжений, бесчисленных генералов для поручений. Хорошо еще, что не восстановили для штабов казенные прислуги, а то не хватило бы для этого всех наличных солдат. В штабах для красочности, поднятия фантазии, бодрости, настроения порхают многочисленные машинистки с голенькими ручками. Помнят, что Наполеон проиграл Бородино от того, что отяжелел, и заранее обеспечивает себе легкость мыслей. Стайки адъютантов, ординарцев и чинов для поручений умножились. Автомобили под самыми разнообразными значками наполняют улицы Харбина пылью и жгут последние жалкие запасы бензина. Старый режим распускается самым махровым цветом в самых гнусных своих проявлениях. То же, что было в нем высокого и хорошего, отшвырнуто за негодностью. 10 мая Совершенно неожиданно главнокомандующим назначен появившийся откуда-то и, как говорят, специально привезенный сюда адмирал Колчак. Сделано это ввиду выяснившейся неспособности Плешкова заставить себя слушать. Надеются на имя и на решительность адмирала, гремевшего во флоте. Хотя я очень скептически отношусь ко всему, приходящему к нам из флота, но хочется верить, что адмирал при поддержке Хорвата положит предел старому безобразному курсу и сделает с полосой отчуждения то же, что, судя по нововременским корреспонденциям, сделал когда-то с Черноморским флотом, вдохнув в него свежую струю подвига энергичной работы. Пока что про адмирала говорят, что он очень вспыльчив, груб в выражениях и как будто бы предан очень алкоголю. Грустно, что приходится довольствоваться такими кандидатами для возглавления организующихся здесь русских войск. Казалось, было достаточно времени, чтобы списаться с Югом и получить оттуда достаточное число высокоавторитетных лиц, коим и поручить старшие командные посты. Неужели же и тут замешались узкие самолюбия, психологии, маленького прихода и желания уединенной автономии? Одиннадцатого мая. Газета помещает интервью с адмиралом, который обещает восстановить закон и порядок. От всего сердца желаю ему полного успеха. Задумываюсь только над тем, как он сумеет справиться с достаточно уже окрепшими организациями, особенно с Семеновым, который сразу стал бить на полную самостоятельность и слушает только Хорвата, да и то, если ему нужны деньги. Если же адмирал сам обопрется на атаманов и их отряды, то тогда о порядке и законе не может быть и речи. Выходит, что наличная обстановка повелительно требует, чтобы союзники дали нам нейтральную, спокойную силу, которая своим регулирующим присутствием помогла бы реконструкционной власти установить основные формы порядка и обуздывать всякие разрушительные справа и слева силы. До тех пор, пока этой власти удастся создать собственную силу такого качества, которое гарантировало бы авторитет власти и возможность своего применения во всем, что касается твердого поддержания здоровой законности и истинного хотя бы может и крутого порядка. 12 мая Настроение такое, что будь деньги, попробовал бы пробраться на дон. Харбинская атмосфера, все эти главно и просто командующие с их многоэтажными штабами, общая подлость и чисто разбойничий эгоизм, прогрессирующие атаманские банды, все это способно заставить выть от горя. Бывая в собрании, вижу кутежи, швыряние десятками тысяч денег. Слышу постоянно рассказы о скандалах, чинимых офицерами, и о массовых драках, которыми эти кутежи иногда кончаются. Старшины собрания безмолвно на все это взирают и боятся вмешиваться, ибо у скандалистов револьверы и шашки, которые они с большой легкостью пускают в дело под предлогом оскорбления мундира. Последнее понятие трактуются ныне весьма своеобразно. Под него было подведено, например, вмешательство дежурного старшины в драку офицеров бильярдной, когда двое нещадно избивали третьего. После ликвидации инцидента все дравшиеся отправились в буфет запивать мировую. 13 мая весь город взволнован зверским убийством бывшего преподавателя хабаровского кадетского корпуса Уманского. Третьего дня его схватили и увезли какие-то военные, а вчера его труп найден на городском огороде, изрубленный шашками. Шепотом говорят, что это дело рук калмыковцев, среди которых есть хабаровские кадеты, рассчитавшиеся с Уманским за старое, когда он был при корпусе большевистским комиссаром. Совсем скверно, если разложение среди молодежи доходит до таких убийств. Нельзя марать чистые ризы белой идеей такими каторжными поступками. 14 мая Вечером скверные известия из отряда Семенова. Говорят, что передовые части его почти уничтожены. Печально это, но и новой исходы от этой авантюры быть не могло. И ответ за это на тех, кто на нее науськал неготовый к дальней экспедиции отряд. Первые успехи, когда занимали пустые станции, вскружили всем головы. Решили, что красные слабые ничего не стоят, а потому наши распоясались и полезли вперед, не имея достаточной разведки и при очень плохих условиях обеспечения сообщения с тылом. 15 мая Вечером разговоры о том, что на завтра назначена однодневная забастовка всех рабочих Харбина, как протест против убийства Уманского. Центральный исполнительный комитет, до сих пор здесь существующий, разошлал по дороге приказ всем бастовать, а Хорват объявил, что не допустит забастовки, хотя бы пришлось прибегнуть самым решительным мерам. Сейчас у Хорвата очень подходящий случай показать всю свою власть и поддержать одновременно закон. С забастовщиками и их руководителями расправиться самым крутым образом, сгрести их в кучу и выслать через Хабаровск красным приятелям, продезинфицировав таким образом раз навсегда всю дорогу. Одновременно следует найти и наказать убийц Уманского, этим отбить охоту от повторения таких большевистских экзекуций. Если он это сделает, то все разумное и законное станет на его сторону, увидит в нем носителя законной власти и признает его таковым. Церемониться с заводителями забастовки и лавировать между демократичностью и решительностью не приходится. Хорвату отлично известно, что кроется в главном исполнительном комитете, на что там надеется и чего ждут. Раз Семенов дерется с красными большевиками в Забайкалье, то глупо терпеть присутствие скрытых и несравненно более опасных большевиков в Харбине и Нолине. 16 мая состоялись похороны у Манского, обращенные в демонстрацию против порядков, при которых возможны такие убийства. В штатском образе бродил по собравшейся около собора толпе для изучения народного настроения. Настроение оказалось самое озлобленное, но под прессом боязни открыто это обнаружить. Вдали от военных и полиции разговоры свирепо злобные, но все время косятся, не слышит ли кто из чужих. Очевидно, язык сдерживается перспективой возможности очутиться в искрошенном виде на том же городском огороде. Общий вид толпы полупочтенный, у многих же весьма углубленный большевистский. В разговоре мелькают надежды о наступлении времени, когда хлебнули из этого сосуда и весьма вожделеют, чтобы сие повторилось и уже без китайского пресечения. Вокруг собора стоял сильный наряд китайской полиции, а мимо прошли несколько китайских род, которых в толпе провожали ехидным шипением хорватские опричники. Вообще кредо толпы было совершенно ясно. После отпевания толпа собралась двинуться к вокзалу, но китайские войска заставили ее разойтись. При этом с гражданами Российской Республики не церемонились. 17 мая надежды на то, что Хорват расправиться с забастовщиками не оправдались. Хорват остался той же виляющей хвостом лисицы. Китайцы же не упустили случая, и генерал Тао совместно с Дауинем Литья Ао выпустили приказ, коим объявляют, что в случае повторения забастовки китайцы примут уже свои меры. Злые языки уверяют, что этот приказ издан по просьбе старшего русского начальства, не желавшего марать свою демократическую репутацию, нужную ему для будущего. прокуратура ведет следствие об убийстве Уманского, показывает, что старается найти виновных и ничего не находит, хотя чуть ли не всему городу известно, что сделано это калмыковцами. 18 мая Хорват как-то разошелся с рожденным им Семеновым. Говорят, что причина кроется в том, что семеновцы добрались до вагонов с товарами, стоящих на станции Манчжурия, занялись их реквизицией, или, как говорят, семионизацией. В деньгах не нуждаются, и поэтому желают быть совершенно автономными и решили харбинских властей больше не признавать. В контроле дороги от старшего контролера В я узнал, что остановка движения на запад скопила на станции Манчжурии несколько тысяч вагонов с самыми разнообразными и весьма ценными грузами. Семеновцы это учли и начали все это реквизировать под предлогом военной необходимости. реквизируемой частью растаскивается причастными лицами, большей же частью продается за бесценок излюбленным спекулянтом и японцем, присосавшимся к атаману. Бесцеремонность доходит до того, что проданные таким образом грузы отправляются на японскую станцию Чан-Чун по казенным перевозочным документам. Идет дневной грабеж. Хорват и многоликое начальство все это отлично знают и крепко зажмуривают глаза. Хорвату следовало бы кричать караул, как управляющему дорогой, ибо дороге придется потом оплатить все убытки, ибо никакой суд не признает непреодолимых обстоятельств в деле разграбления имущества частных лиц на станции расположенной даже не на русской территории. Как главноначальствующий и блюститель закона Хорват обязан принять немедленно меры к прекращению этого грабежа, и в этом случае он имеет нравственное право обратиться за содействием к китайским властям. Не знать, что делается с вагонами Хорват не может, так как вагоны продаются в Харбине с Семеновскими агентами совершенно открыто. И тогда его бездействия и попустительства не имеют оправданий. 19 мая произошло то, что уже намечалось несколько дней. Семенов самоопределился и образовал какое-то подобие временного правительства Забайкальской области. Сам он что-то вроде главка верха с помощниками казачьим генералом Шильниковым по казачьей части и Стаскиным по гражданскому управлению. Выпущена очень туманная декларация своего рода Забайкальская Керенка. Говорят, что вся эта комбинация проделана не без участия японцев. Как-никак, а высяженный Хорватом утенок отправился в отдельное плавание. Вечером узнал, что Грик, главный исполнительный комитет, уничтожен и члены его высланы из пределов полосы отчуждения. Все благоразумное в Хорбине радуется проявленной наконец решимости. Надо только, чтобы не испугались тех воплей, которые неминуемо поднимут разные явные тайные совдепщики и, не останавливаясь уже на полдороги, продезинфицировать весь состав служащих. Семенов заявил, что не признает над собой ни Колчака, ни Плешкова. Настроение харбинских семеновцев самое воинственное. 20 мая В Хорбине объявлено военное положение. Вышел приказ Хорвата по поводу распуска Глика и высылки из полосы отчуждения виновников забастовки. Приказ туманной и склизки сильно воняет желанием себя выгородить. Между строк сквозит, что высылка произведена не по желанию самого Хорвата, а по требованию китайцев. Сохраняется для будущего демократическая зацепка. Все это очень неприятно, так как показывает, что решительной перемены курса не будет. Местные спасители из буржуев и разные комитетчики взволнованы отделением Семенова. Идут совещания, собираются посылать уговаривателей и искать почвы для какого-нибудь соглашения. 21 мая подогреваемые местными большевиками рабочие митингуют, но, видимо, боятся выступить решительно, так как стало известно, что китайцы передвигают Харбину новые войска и объявили, что делают это на случай новой забастовки. Все, и Хорват, и рабочие, и разные политиканы, как бы сговорились сделать побольше, чтобы поосновательнее утопить здесь русское дело и дать китайцам побольше поводов сесть нам на шею. Все как будто забыли, что за их спинами уже не стоит грозная Россия. 22 мая был в большом штабе местного главка верха. Там очень недовольны адмиралом, который по общему отзыву ничего не понимает в военном деле и совершенно не желает считаться с наличной обстановкой. Сейчас он требует немедленного похода на Владивосток и самых решительных действий. Его кто-то на это подускивает. Кроме того, семеновские лавры распаляют воображение новых харбинских претарианцев отряда полковника Орлова, примкнувших по-видимому к адмиралу и признающих правда тоже постольку поскольку местные военные власти. Этим спасителям тоже хочется побед. Но на своем собственном направлении они определенно отказываются идти в подчинение к Семенову и всячески выставляют важность Владивостокского направления. 23 мая между семеновцами и орловцами установились самые враждебные отношения. Харбин Кипит кандидаты в Наполеоны Нессальроды Фушей и другие политические персонажи носятся высунув языки, стрекочут, махлюют и пытаются показать, что на них сейчас покоится пуп земли и они единственный якорь спасения. Хорват по-прежнему не способен резко показать свой курс, организовать настоящую силу и погрузился в разные комбинации помирить все грызущиеся в Харбине партии и привести ссорящихся к какому-нибудь компромиссу. Скверно то, что нет такой власти, которой бы все признали и которой беспрекословно повиновались бы. Народили здесь очень много высокого по титулам и окладам начальства, но все принадлежат к печальной памяти класса уговаривающих. Плешков улыбается, банкетирует, блистает и остается тем, чем был всегда, то есть безобидной, никчемушной пустопорожности. Адмирал, по-видимому, человек с норовом до полной неуравновешенности и взбалмошности, закидывающийся по пустякам, не способный спокойно и хладнокровно разобраться в сложной и поганой Харбинской обстановке, непокладистый и колючий, понявший, по-видимому, что такое Семенов, не знающий совершенно военного дела, нашей организации, системы обучения и ломящий все по-морскому, так как подобает всякому адмиралу. В результате у Хорвата нет помощников, даже хуже, так как от них только одни хлопоты и никакой пользы. 26 мая В городе большое волнение по поводу слухов о том, что Семеновский отряд отрезан большевиками от станции Манжурия и пробивается с тяжелыми боями. Случилось то, что было неизбежным исходом этого наступления. У пославших не шевельнется и те неупрека в том, что это их вина, что это результат их преступного легкомыслия и военной безграмотности. 27 мая В высоких Харбинских сферах крупные раздоры. Семенов открыто задирает главнокомандующего адмирала, а семеновцы и орловцы ходят на топорщившись друг на друга, как молодые петушки. Наиболее задорные решили не отдавать чести враждебным организациям. 28 мая Вчера весь Харбин находился в напряженном состоянии, так как определенно ожидалось вооруженное столкновение между семеновцами и орловцами. Сыр-бор загорелся из-за того, что адмирал приказал коменданту города арестовать какого-то зело нашкодившего в Харбине семеновца. Семенов в ультимативной форме потребовал освобождения своего опричника и, получив отказ, пригрозил арестовать самого главнокомандующего и, как говорят, даже отдал все для этого приказания. Выходит, что сейчас по части дисциплины мы много хуже большевиков. И такие архаровцы позволяют себе выпускать декларации и обещать восстановить закон и порядок. Их медные умел бы не в состоянии расщухать, какой гибельный пример подчиненным они дают своим бунтовщическим поведением. 29 мая Когда начались неудачи в Забайкалье, Семенов очутился в Харбине, ибо того требовало общее положение дел, как говорят его приспешники. На фронте наши войска хорошо знали цену тем начальникам, которые при катастрофе оказывались в далеком тылу для докладов, для выяснения положения и тому подобное. Прибыв в Харбин, Семенов заявил, что он Колчака не признает, слушаться его приказов не будет, и что все чины его, Семенова, отрядов подчинены только своему атаману и никому больше. Создалось такое положение, что всю ночь адмиральский вагон охранялся орловцами и пулеметами, а стоявший недалеко Семеновский поезд находился в боевой готовности, выставив пулеметы из окон и направив их на вагон главнокомандующего. Не то скверная оперетка, не то сумасшедший дом. Отношения Колчака и Хорвата тоже очень натянуты. Вчера Колчак заявил Хорвату, что не желает оставаться главнокомандующим и уходит, на что получил ответ о неимении к тому никаких препятствий. Вслед за этим к Хорвату явилась депутация в составе Орлова, его начальника штаба Винюкова и консула Попова и в форме ультиматума потребовало, чтобы адмирал был оставлен на своем посту. Ультиматчики зазнались до того, что уже не способны сообразить, что они повторяют то же самое, что делали в прошлом году товарищи, когда требовали смены или оставления разных командиров и что такие порядки это гробы для настоящей военной силы. Что ответил делегации Хорват держится в секрете, но зато известно, что начальнику штаба охранной стражи полковнику Баранову приказано уехать в отпуск, так как адмирал потребовал его удаления, заявив, что иначе он прикажет его расстрелять. Вся публика, примазавшаяся к Хорбинским штабам, устроилась отлично, получила казенные квартиры и содержание по высоким окладам. Вообще типики такие, что свежая история, но верится с трудом. Сегодня полковник Нилус рассказал следующий случай. Доманевский считает себя великолепным чтецом и любит угощать гостей своих чтением. Однажды он читал Натсона и разозлился, что состоящий при нем для поручений отставной судейский генерал Эл, угощавший всех чаем, шумел стаканами. Он поднялся и, не говоря ни слова, дал Эл в зубы и продолжал читать «Христос молился». Но и нравы. Хорбинское воспроизведение помещичьих привычек конца восемнадцатого столетия. Тридцатого мая. Хорбат очень неприятно влопался. Он принял депутацию Совета профессиональных союзов и, подлаживаясь к их тону, излил свои гражданские чувства, критиковал действия отрядов и, в общем, залез здорово влево. Коварные товарищи по окончании аудиенции точно восстановили и записали все его слова. И сегодня пропечатали весь этот разговор в газете «Труд». В этой беседе весь Хорбат как на ладони. Очень неделикатные оказались товарищи. Знающие свое начальство управленцы говорят, что многолики и здесь вывернется, будет молчать, как будто бы ничего не случилось, а потом все забудется, ибо каждый день несет свежую сенсацию и заставляет быстро забывать старые. Тридцать 1 мая на фронте Семенов Колчак тихо, кривая напряжение пошла к низу, по-прежнему только пьянство и скандалы. Атаманы и их старшие персонажи девят посетителей Хорбинских кабаков своими кутежами, оплачиваемыми десятками тысяч рублей. 1 июня началось торжественное выступление орловцев, или как их здесь называют колченогих, на станции Эхо и Пограничную для дальнейшего завоевания Никольска. Говорят, что на этом настоял адмиральский штаб, которому тоже хочется военных лавров. Грозные спасители двинулись на восток со всеми семьями и всем скарбом, но почти без патронов, которые в отрядах растеряли, а, как говорят злые языки, просто распродали, потому что патроны сейчас в большой цене, до нескольких рублей за штуку. Улицы Хорбина дымят пылью от носящихся автомобилей разных спасителей с разнообразными флажками. Всякое революционное начальство начинается обыкновенно с автомобилей. Потапов, живущий в одной гостинице с харбинским посланником Семенова полковником Скипетровым, рассказывает, что как только Скипетров напьется, а это бывает почти каждый день, то сейчас же требуются казенные автомобили, добываются девки и бешеное катание продолжается до утра. 2 июня У нас продолжается бесчинство. В ответ на арест одного Семеновца, обвиняемого в грабеже и мошенничестве, Семенов приказал захватить начальника первого отдела охранной стражи генерала Марковского. Семеновцы в 4 часа утра ворвались в квартиру Марковского на станции Бухе-Ду и не найдя его дома он был в Харбине перерыли все вещи и залезли даже в спальню жены генерала. Когда же последняя указала им на грубость их поведения и добавила, что когда в Иркутске их обыскивали большевики, то оказались вежливее и не входили в ее спальню, то производивший обыск крикнул, чтобы она не читала им нотации, а то они с ней разделаются так, что она навсегда разучится это делать. 3 июня Адмирал остается главнокомандующим. Таков результат несколькодневных совещаний, визитов, переговоров, уговоров и соглашений. 6 июня В штабе Адмирала говорят, что Колчак собирается ехать опять в Месопотамию, поступить на службу к англичанам и там бить большевиков и турок. Говорят, он вызвал желающих ехать туда же офицеров, но таковых не оказалось. Среди местной слякоти мало охотников рисковать жизнью и во всяком случае идти на большие лишения. Куда вольготнее ничего не делать, жиреть и безобразничать здесь без риска и опасности. Я не видел ни разу Колчака. Все его очень ругают за его вспыльчивость и грубость. Но то, что он рвется отсюда, показывает, что он лучше здешней своры. Кроме того, никто не может упрекнуть его в том, что он ищет чего-то для себя лично. Но бесспорно одно, что он абсолютно непригоден к тому месту, на которое его кто-то выпихнул, так как у него нет ни одного качества, которое для сего требуется. 8 июня Орловцы по прибытии на станцию Эха ознаменовали сие грандиозным пьянством с битьем посуды и ораньем Божий царя храни. Как это глупо и неуместно. Истинные монархисты должны понимать, что всякое открытое выступление это лишний шип в тот терновый венец, который несет сейчас вся царская семья. Истинные монархисты должны делать все, чтобы заставить красных забыть о Тобольске, считать дело монархии навсегда конченным и государе для них абсолютно безопасным. Дело же свое творить в великой тайне. Главк главковерхи и главкомы спокойно смотрят на такие возмутительные вещи, как наличие двух оркестров музыки в отряде Орлова численностью всего в 200-300 штыков. 9 июня здесь готова начаться настоящая междоусобица. Хорват сместил Колчака с должности главнокомандующего и приказал ему сдать должность Плешкову. А Колчак отказался это исполнить и заявил, что если его попробуют тронуть, то он вызовет верные ему войска. На замечание, что это может вызвать кровопролитие, бурный адмирал, находясь в состоянии полного шторма, ответил, ну и пусть будет кровопролитие, но распоряжаться все здешние сволочи я не позволю. Хорват отдав приказ о смещении сейчас же уехал в Пекин, предоставив Плешкову расправляться с буйным адмиралом. Но и нашел Хорват кому поручить такое щекотливое дело. Антураж Плешкова, ненавидящий Колчака, весь день уговаривал его отдать приказ о вступлении в должность и о состоявшемся отрешении адмирала. Но не любящий никаких осложнений Плешков отказался это сделать и заявил, что будет ожидать возвращения Хорвата. Все это было бы очень смешно, если бы не было бы так бесконечно печально. Вся судьба России на Дальнем Востоке болтается в таких дряблых, бесхарактерных, увертливых или ненормально бурных руках. Приехала группа депутатов японского парламента, чтобы на месте пощупать общественное мнение по вопросу о выступлении Японии для оказания России помощи против захвативших ее большевиков. Военные круги Японии очень хотят такого выступления. 10 июня На верхах продолжается скандальная и безотрадно печальная свара. Хорват, вернувшись из поездки в Пекин, сказался больным, но адмирала все же принял. Говорят, что свидание было очень бурное, но в результате на вопрос начальника штаба генерала Хрещетицкого в каком положении вопрос об уходе Колчака Хорват ответил «Надо потерпеть». Так и остается на поучение войскам и на потеху врагам, что отданный Хорватом приказ не исполняется его ближайшими помощниками. Одним по бурной недисциплинированности, а другим по дряблой нерешительности. Неужели же этот триумвират не в состоянии понять, что они делают и какой пример они подают своим подчиненным? Дряблость и дрязги наверху, разбойная и вороватая атаманщина под японским по-видимому соусом, посредине, разгул, распутство и постепенное разложение на почве белого большевизма внизу. Безнадежная картинка. 12 июня Характерный разговор передал мне сегодня полковник Акинтиевский. Является в штаб российских войск семеновский представитель полковник Скипетров и заявляет, что если не будет выпущен арестованный по приказу Колчака прапорщик Борщевский, то он Скипетров прикажет арестовать двух офицеров Орловского отряда. Начальник штаба вместо того, чтобы арестовать такого заявителя, передает его требования адмиралу, от которого получает ответ с приказом в случае ареста двух орловцев арестовать трех семеновцев. Это объявляется Скипетрову, который со словами «Ну, а я буду арестовывать всегда на одного больше» уходит из штаба. Ведь это какой-то гнусный фарс, а не настоящие штабы и начальники. Разве может выйти что-нибудь прочное из такой распусты и мерзости? 13 июня Видел помощника Семенова по военной части и его родственника генерала Семенова, которого знаю давно по службе на Дальнем Востоке. Высказал ему свое убеждение в огромном вреде приносимым делу восстановления России появлением атаманов и разводимой ими атаманщин. Высказал также свое мнение о том, что если бы Харбин не начал муссировать антибольшевистское движение и не совал бы на шею за Байкалью Семенова, то вся область с началом полевых работ успокоилась бы и тогда умело выбранное и деловое войсковое правительство могло бы взять свои руки власти и найти опору в зажиточном домовитом казачестве. Высказал также свое удивление, что со столь ничтожными силами его атаман пускается в дальние сложные операции, ведь они не могут даже начать против красных малую войну, ибо симпатия населения не на их стороне, а на сочувствии немногочисленной и редкой по дислокации городской буржуазии далеко не уедешь. Генерал уклончиво полусогласился с моими замечаниями, но упорно стоял на том, что атаману надо занять чету, так как это сразу произведет на все население области очень сильное и благоприятное для него впечатление. Для предоставления квартир высокому начальству и штабам выгоняют из насиженных домов старых служащих и создают им этим среди последних озлобленное настроение. 14 июня Бестолочь и Сумбур продолжаются, и нет никакой надежды на их прекращение. В результате тот самый Дальний Восток, откуда могла и должна была прийти смерть большевизму, становится для последнего все менее опасным, ибо здесь гноится все то, что должно было создать сибирскую белую военную силу. Ведь даже разумный и беспристрастный правый, приглядевшись Харбину и Атаманам, брезгливо отшатнется от какого-либо здесь сотрудничества, ибо ничто не может заставить сочувствовать этой грязи. Тут и изменить даже ничего нельзя, ибо против искренней идеи порядка и закона, поднимается чудовищно разросшаяся здесь подлость, трусость, честолюбие, корыстолюбие и прочие прелести. 16 июня Китайцы частно сообщили штабу охранной стражи, что по донесению их манжурского начальника, семеновцы в беспорядке бегут к станции Манжурия, потеряв часть артиллерии. Это известие подтверждено при разговоре с китайским генералом Тао, выразившимся, что положение семеновцев очень скверное и что он приказал сосредоточить свои войска к границе. Говорят, что китайцы готовятся разоружить всех, кто перейдет в их пределы с оружием в руках. При всей печальности такого исхода, быть может, он был бы единственным для нас выгодным, дав возможность начать организацию войск на других началах. 17 июня на востоке тоже началась наступательная оперетка. Кандидат в уссурийские Семеновые Исаул Калмыков с несколькими десятками человек перешел границу, дошел до Градыковских туннелей, но затем благополучно ретировался. Адмирал приказал усилить Калмыкова только что формируемыми ротами отряда Маковкина, самым невероятным сбродом из русских кандидатов в хулиганы и приманенных деньгами весьма хунгузистых китайцев. Китайцы заявили, что никаких русских войск из Харбина на восток не пустят. А когда ехавший во Владивосток английский военный агент согласился прицепить к своему поезду несколько вагонов с солдатами ротмистра в Раштеле, то китайцы задержали весь поезд. Поистине правы китайцы, когда на старый оклик «Ходя», они высокомерно отвечают «Ну, теперь это твоя Ходя, а моя капитана». Вся свита Хорвата кричит о необходимости немедленного расформирования всех отрядов. «Поздненько схватились господа. Нечего теперь кудахтать, так как вы сами понаделали российских хунгузов и белых большевиков, загнав в их гноилище бесприютную и искавшую подвига молодежи. Выходит, что сердце длиннобородой дряблости вернулось из командировки в атаманские ставки. Проявите хоть сейчас железную решимость и используйте наличную обстановку, дающую возможность ликвидировать наиболее опасную семеновщину, а для этого закройте ей все способы грабить и существовать. Создайте свои прочные части и привлеките в них все, что есть порядочного в семеновском отряде». В Хорбине определенно говорят, что идея создания атаманов принадлежит Трумверату из жены Хорвата консула Попова и начальника военного отдела генерала Колобова. Последний является духовным родителем создания на границах полосы отчуждения кулачков, которые в разных местах били бы по большевикам и не давали бы им покоя. Нелепая по сущности идея была одобрена комитетом защиты Родины и учредительного собрания, думавшим, что сие спасительное средство спасает капиталы богатых заправил комитета. Теперь они, кажется, почуяли уже, что сия опасность не исчезла, а удвоилась и стала очень близкой. Всех этих авторов, вдохновителей и подстрекателей, следовало бы отдать на сутки в распоряжение ближайшего совнаркома в расплату за кровь русской молодежи, пролитую и проливаемую для осуществления всех этих ахиней и коростолюбивых вожделений, и за тот колоссальный вред, который уже нанесен ими делу русского возрождения здесь, на Востоке. 18 июня Под влиянием трусливых опасений о возможности возвращения сюда софдеповских гераклидов в Харбине начались какие-то демократические совещания по выработке обращения к союзникам с призывом о помощи. Удивительный народ эти харбинцы, воображающие себя пупом русской земли. Они думают, что достаточно им собраться, поболтать и попив чайку руками какого-нибудь борзописца настрочить хлесткую и жалостную резолюцию и сейчас же зашевеляться спящие девы, союзники, двинутся корпуса и поплывут корабли. Надо было раньше иметь голову на плечах. 21 июня состоялось демократическое совещание. Как и следовало ожидать, все пролетарские представители заявили протест против приглашения союзников и ушли из заседания. В этом они искренне, ибо понимают, что с прибытием союзников конец всяким надеждам на восстановление здесь Совдепи. Тут их не проведешь никакими демократическими вывесками и никакими туманными резолюциями. Они отлично сознают, что демократия, учредительное собрание, народоправство и прочий словарь это одна бутафория, от которой им кроме шишек на лбу ничего не причтется. Скверно то, что наша буржуазия не способна говорить прямо и открыто, что она хочет восстановления закона и порядка. Скверно то, что она не понимает, что ей необходимо многим поступиться, многое пожертвовать и определенно решительно, бесповоротно об этом заявить. Нужна открытая и честная деловая сделка, а не полужульнические с обеих сторон фигли-мигли. 22 июня В газетах появились выдержки прений, происходивших на демократическом совещании. Рабочие, профессиональные союзы и отдельные национальные группы высказались против приглашения союзников. Ничего патриотического или национального в этом протесте нет, так как под ним кроется только боязнь потерять все завоевания революции. Пригласительная резолюция принята одними цензовиками, то есть получилось то, что следовало предвидеть еще до созыва этого никчемушного совещания. В результате убедились еще раз, что население расслоено на два непримиримых лагеря, которые не согласить между собой никакими демократическими соусами. Нужно много времени и тягчайших испытаний для того, чтобы сгладить острые, торчащие из каждого лагеря углы и острия, чтобы исчезло свирепое недоверие и сделалось возможной какая-нибудь средняя линия прочного и искреннего соглашения. Сейчас же народные массы более чем когда-либо подозрительны ко всему, что идет из буржуазного лагеря. Они понимают, сколько потеряли господа. 23 июня Косолапые и неумные действия наших правительств напоминают фарс на тему жизни экзотических республик. Каждая из правительств ищет верно подданных путем самых заманчивых посулов. Пыжится вовсю и пытается доказать, что оно самое настоящее и законное, сильное и популярное и если еще не гремит вовсю, то только из снисходительности и в ожидании, что слепые прозрят, маловерные познают и принесут покорность. Забайкальское правительство Семенова сидит на китайской территории под защитой китайских войск. Не может носа сунуть на территорию правительством которой именуется, но декларирует законы, назначает министров и должностных лиц. Появилось и Амурское правительство, приступившее к формированию своих войск, куда, как гласит объявление, с согласия генерала Хорвата приглашаются желающие. 26 июня Местные газеты сообщили о решении союзников помочь России путем военного вмешательства в дальневосточные и сибирские дела. Наши правительства и комитеты зашевелились и заерзали перед местными иностранными представителями. У многих тихут слюнки от предстоящих возможностей попасть на первое место. В контроле мне рассказывали, как расхищаются на станции Манчжурия груженные вагоны. Семеновцы реквизуют все, не брезгая ни галантерей, ни дамскими ботинками. Станционное начальство, таможня и грузовладельцы молчат, ибо знают, что поднявшему крик грозит прогулка в Даурские сопки, откуда уже несть возврата. Но почему молчит Хорват и допускает такой грабеж, совершенно непонятно. Содержимое вагонов продается близким Катаману и его главным приспешникам за десятую и меньше часть стоимости. 27 июня. Упорно говорят, что большевизм в Сибири свержен, и там уже у власти стоит новое сибирское правительство. Если это верно, то союзное вмешательство более чем необходимо, дабы под его впечатлением в первый же период дать новой власти окрепнуть и создать необходимейший государственный аппарат. Я очень надеюсь на Сибирь, на ее солидарность и уравновешенность, и на то, что среди коренных сибиряков наберется несколько десятков честных людей, способных установить власть определенную, твердую, законную и для населения полезную. Только бы не играли в демократию и не боялись отобрать у масс те опасные игрушки, которыми те завладели. Будут неудовольствия, будут восстания, но первые надо перетерпеть, а со вторыми справиться. Тогда через несколько времени все перемелется. 28 июня Здесь задержано 29 вагонов кожи, реквизированных Семеновым на станции Хайлар, и проданных какому-то спекулянту. Они следовали как военный груз с оплатой по военному тарифу. И всего этого недостаточно для того, чтобы принять решительные меры против грабителей. Ведь все знают, что добываемые этим путем деньги идут преимущественно на те дикие кутежи и роскошную жизнь, которыми прославляют себя все атаманские прихвостни. Доколи же о Хорват ты будешь оставаться дряблой тряпкой? 29 июня Вчера в кабаке Палермо происходило очередное грандиозное пьянство наших спасителей, закончившееся стрельбой и убийством Семеновского офицера Харунжева Кабанова, имевшего какое-то причастие к продаже вагонов. При поднятии трупа Кабанова в его карманах нашли 130 тысяч рублей. Нравы самые откровенные. Родственник моего Бефрир, служивший писарем в одной из батарей, рассказывал, что там делается по части хозяйства. Все стараются набивать карманы, не останавливаясь ни перед подложными счетами, не перед сотрудничеством с самыми грязными аферистами. Зато все кутежи относятся за счет хозяйственных сумм. И в такой гнусной и воровской обстановке готовится на службу родине наша зеленая молодежь. 30 июня Колчак уехал в Японию. Считает, что этим весь инцидент исчерпан. О том, что не исчерпаны его вредные последствия и его гибельный пример, никто не думает. Не хватило даже совести воспользоваться переменой лица и упразднить нелепую должность главнокомандующего, а также расформировать части, состоящие из начальства штаба и хора музыки. 1 июля инцидент с задержанием вагонов с кожей грозит сделаться злобой дня. Семеновские представители, обеспокоенные слишком громким скандалом, заявили, что их атаман выслал в Харбин особого уполномоченного, ревизора, чтобы разобрать это дело. Ревизору для внушительности дана целая сотня семеновских башибузуков, испытанные средства для того, чтобы у многих отшибло память и засохли языки, и они не были слишком говорливы. Здесь весь Семенов. Несмотря на все видимые атрибуты власти, защиты и помощи получить не у кого. 3 июля В районах Никольска и Владивостока идут бои между чехословаками и большевиками. О том, что успех должен быть на стороне первых, не может быть ни на минуту сомнения. Какое горе, что у нас сейчас вместо организованной силы опереточные правительства, опереточные главкоплеши и опереточные по своему боевому значению, но очень грозные по своей распущенности и поцарящие среди них жажде реванша и мести отряды. Попыткой задержать чехословаков Троцкий дал нам все козыри и сам родил ту силу, которая способна раздавить его красную мразь. Но если то, что зародилось в Харбине и сгнояно в разных отрядах полезет на русскую территорию, то население скоро пожалеет об ушедших большевиках. Конечно, черное население, которого большевики почти не трогают, но которое больше всех затрещит от наших спасителей. 4 июля Определенно сообщается, что во всей Западной Сибири власть савдепов свергнута, страна возвращена к порядку и законности и установлено новое сибирское правительство, имеющее уже свою армию. 5 июля ночью штаб российских войск во всем своем многолюдстве изволил отбыть на станцию Пограничная как на начальный этап будущего движения в пределы Приморской области. 7 июля Вечером Хорват отбыл на фронт, так называется теперь станция Пограничная. Местные полководцы очень горды образованием собственного фронта, так как с самоопределением Семенова они остались при одних тылах, а между тем иметь свой фронт считалось и считается необходимейшим аксессуаром для всякого большого тылового героя. На этом новом фронте уже началась свара. Мелкоразбойничий подголосок Семенова Калмыков, которому за последнее время набежало в чаяние предстоящих благ много разной вольницы, тоже самоопределился, заявил, что Пришкова он слушаться не желает, а с Орловым действовать совместно не будет. Посему и выписали сладкоглаголевого соглашателя в надежде, что он как-нибудь помирит собравшихся на пограничной лебедя, рака и щуку. 8 июля проснулись сегодня сразу при двух правительствах во Владивостоке Сибирское видимо какой-то дубликат а у нас поднимай выше Всероссийское с Хорватом во главе и с помощниками ему в лице избранных деятелей Дальневосточного комитета и прочих известных всей России лиц правительства натопорщились друг на друга и уже собирается одно другое арестовать. Хорват и члены правительства отбывшие на фронт везут с собой манифесты о принятии на себя всей полноты власти для торжественного объявления его в Никольске. Форменная оперетка да еще с третиразрядными исполнителями. Близкие правительству деловые круги радуются в предвкушении бешеных выгод связанных с принятием всей полноты друзьями и обязанными. Теперь становятся ясны все махинации последних дней. Удаление колчака вывод орловцев образование восточного фронта и прочее. Все это были приуготовительные упражнения а ныне сразу выпалили из 42-х вершковой мортиры бомбой в виде всероссийского правительства. 9 июля на фронте невероятный кабак. Все хотят распоряжаться, но никто не хочет повиноваться. Калмыков по донесению полковника Акинтиевского обнаглел до недопустимости. Главнокомандующие правительства делают вид, что сего не замечают. 10 июля в местных газетах появились указы временного правительства автономной Сибири, родившегося во Владивостоке. Жалкие подражания разным керенядам с теми же демократическими и революционными всхлипываниями. В частях войск сохранены комиссары с назначением на эти должности каких-то неведомых прапорщиков, очевидно с громким революционным прошлом. 11 июля С вечера по городу расклеено обращение к населению от лица народившегося временного правительства всей Руси, возглавляемого временным правителем генералом Хорватом. Население объявляется, что господин Хорват решил принять на себя всю полноту государственной власти. Видимо, пример Семенова заразителен. Если он обавтономился на забайкальском звании, то отчего же Хорвату не хватить в том же духе, но уже во всероссийском масштабе? Актив у обоих претендентов почти одинаков. И если у Хорвата больше нравственного и международного авторитета, то у забайкальского Гришки больше дерзости, решительности, да и его орды, пока он их кормит, его слушаются. Денежные средства тоже из родственного источника. У одного секретные позаимствования из кассы китайской восточной железной дороги, а у другого явный грабеж вагонов и грузов той же дороги. Сфабрикованный еще в Хорбине манифест собирались объявить в Никольске, но чехословакии не пустили туда новоявленное всероссийское правительство. Пришлось ограничиться единственной доступной станцией Городякова, благо, что она пришлась на русской территории. Веселенькое начало для всероссийского правительства. Злые языки говорят, что новоявленный правитель это только ширма, за которой распоряжается его собственная супруга, консул Попов и японский майор Араки. Комбинация для меня совершенно непонятная. Отряд Орлова расформировали. По хозяйственной части там обнаружена растрата до полумиллиона рублей. Как обидно, что вовремя не произвели такой же операции с другими отрядами, насколько все здорово и разумно было бы теперь легче к осуществлению. 12 июля Продолжается представление не то Харбинского ревизора, не то Тушинского вора, но только в ярко опереточных полотнах. Правитель и министр державы российской сидят в городе Кове, так как дальше вход им воспрещен чехами. 13 июля правительство продолжает сидеть в градиковском карантине. Для местных барзаписцев представляется отличный случай написать фарс на тему «Градиковское действо» или «Не спросясь броду, не суйся в воду» с фанфарами, куплетами, нотами и с переодеванием разных милостивых государей в министры. Но Харбин ликует. Перед доголодавшими аспирантами открылись вереницы должностей министров и их товарищей, директоров, главноуправляющих, губернаторов и прочее, прочее, прочее. Все считают, что как патентованные спасители они должны быть возвеличены в первейшую очередь. Временами только смущается сердца невыясненностью отношений с чехословаками и непонятным молчанием союзников. 14 июля правительственные круги уверяют, что у них достигнуто полное согласие с чехами. Для новоявленной власти стыдно, что все это не было сделано раньше. Надо было понимать, что нельзя начинать создание власти с того, что поставить ее в смешное и нелепое положение. Надо было додуматься раньше, что без чехов и без союзников немыслима никакая власть. 15 июля продолжение грустного фарса. Всероссийское правительство жарится в вагонах на запасных путях за холустной станцией Градякова. За границей потратить немало труда, чтобы отыскать на карте, где находится сия колыбель новоявленной всероссийской власти. В районе Никольска временная Чехословакия, а дальше во Владивостоке сидит сибирское правительство, также относящееся к Сибири, как Хорват относится к России. 16 июля Настроение среди рабочих определенно против Градыковской комбинации. Никакие манифесты излияния не могут уверить их, что все это делается в их пользу. 17 июля Сведения, полученные из Владивостока, рисуют тамошнее положение в пестром и нерадостном виде. Чехии выгнали большевиков. Но затем объявили, что они не враги народу и что если и арестовали большевистских главарей, то только для того, чтобы избавить их от расправы. Сибирское правительство признано только местными цензовиками, еле держится и представляет из себя такую же смешную и нелепую фигуру, что и Градыковская комбинация. Разрешенные чехами похороны большевиков, убитых во время переворота во Владивостоке, обратились в крупную пробольшевистскую демонстрацию. Чешская демократическая размазня мне очень не нравится, ибо чехам приходится сейчас играть решающую роль в первом периоде нашей реконструкции, ибо они единственные здесь реальные организованные неисплоченные силы. Защитники чехов уверяют, что последним приходится пока считаться с большевиками, так как их эшелоны еще не пробились через красную завесу. Это что-то очень искусственное. 22 июля. Градыковское правительство начало свою реконструктивную деятельность архи-идиотским распоряжением о движении в Принекольский район карательных отрядов для усмирения населения и отобрания у него оружия. Это отшибает последнюю надежду на то, что из этой комбинации выйдет что-либо путное. Тут очевидна работа не самого Хорвата, а состоящих при нем советников по части самого крутого реванша и расправы. Воображаю, каких делов наделают там Хорбинские спасители, у которых уже полгода чешутся руки по части усмирения и показания Кузькиной матери. Они создадут Хорвату такую рекламу, что население бросится лучше на сторону самого черта, чем главы таких усмирителей. Какую-то деревню эти герои больших дорог уже сожгли. Этим они сожгли целый шанс на восстановление России, ибо эта нелепая жестокость никогда не забудется той власти, которая ей приказала и ее допустила. Очень больно, что среди усмирителей часть наемных китайцев. Неужели у Хорвата и его министров так мало мозгов, что они не могут понять, что с их несколькими сотнями вольницы, сдобренной наемными хунгузами? Можно сжечь одну другую деревню, перепорот несколько десятков крестьян, но делать это можно, имея чехов впереди и китайские войска сзади. Такие безумные распоряжения гибельны, ибо порядка восстановить не могут, но зато поднимает за собой бурю ненависти и желание отомстить. Последнее вполне осуществимо, ибо насильники не так уж сильны. Со времен революции население привыкло к тому, что начальство можно хватить и дубьем, коли оно не нравится или колется. Самое же скверное то, что такие дикие выходки в конец губят самую идею новой власти, ибо ярко показывают населению, что несет ему эта власть, сливающаяся немедленно в его представлении с возвращением старого режима и новой мести. Господа, схватившиеся за власть, ошалели и думают, что все старое вернулось обратно, им можно управлять и расправляться по прежним полицейским шаблончикам и по заветам держи морды. Они забывают, что сейчас в их распоряжении нет ни армии, ни полиции, ни всех средств государственного аппарата, но зато против них стоит все, что привела населению революция, свержение и развенчание всех бывших богов и разложение многих задерживающих центров. Весь трагизм и вся безнадежность положения и заключается в этой неспособности разумно учесть все происшедшее за последние полтора года. При таком начале приходится очень бояться, что хорватовщина Россию не устроит и из ямы, куда последняя свалилась, ее не вытащит. Пока что два правительства сидят на концах Приморской области, обливают друг друга помоями и уязвляют разными разоблачениями. Поучительная картинка для будущих подданных. 23 июля Самойлов назначен начальником тыла всех российских войск. Видел у него проекты всех штатов и сметы расходов. Цифры получились весьма внушительные. Только по интендантской смете на полгода требуется 150 миллионов рублей. Все штаты раздуты до невозможного. Имеется даже управление запасной бригады, в которой нет, да и не будет вероятно, ни одного солдата. Но зато есть два генерала, несколько адъютантов и бригадный врач, священник и прочее. и прочее. Бригада эта придумана нарочито, чтобы устроить некоторых лиц, пронырливые молодцы прямо выдумывают для себя должности. Сами составляют штаты, пишут проекты приказов о своем назначении и проводят все это с молниеносной быстротой. Назначения идут по принципам керенщины, то есть независимо от стажа, а по изволению власть имущих. Количество личных адъютантов этого мерзейшего отзвука старого прошлого грозит сделаться анекдотическим. Умножились весьма и вертихвостки, именуемые для приличия сестрами милосердия. На одну настоящую рабочую сестру приходится штук девять таких кузин. Это нарочитое удобство для женолюбивого начальства. Хоть бы вспомнили какую ненависть навлекло на себя на фронте начальства офицерства самым бесцеремонным развратом с этими авантюристками, замаравшими святой образ настоящей сестры. В угаре надежд, поднятых свержением в Сибири большевизма, померкли уроки прошлого, и все жадно тянутся к старым источникам кормежки, благ, преимуществ и наслаждений. Все чавкают оголодавшими челюстями, испускают похотливую слюну и не способны видеть будущего, темного, грозного, безвестного. 24 июля Владивостокские газеты подтверждают своими сообщениями, что в Приморской области царит невероятнейший хаос. Самые разноцветные и разноплеменные влияния и комбинации распоряжаются, приказывают, указывают, но слушаются только японцев и чехов, ибо за приказами тех и других стоят внушительные кулаки. Харбинский вестник Манжурии задыхается от слова слови временному правителю и изощряется в фабрикации самых розовых известий. Приехавшие с Восточного фронта с увлечением рассказывают, как расправлялись победоносные харбинские спасители с непокорным населением и как отдавали на расправу наемным китайским солдатам захваченных большевиков. Подлые харбинские реваншисты захлебываются от наслаждения. 26 июля всероссийский правительственный курьез продолжает болтаться на запасных путях станции Городяково. Положение стало настолько нелепо, что даже харбинские хорватцы закисли. Наиболее оптимистичные продолжают распинаться на тему, что такой осторожный и умный государственный с каких это пор деятель, как Хорват, никогда бы не рискнул на предпринятый им шаг, если бы все не было прочно обеспечено. Очевидно, что вопрос в каких-то деталях и надо потерпеть. 28 июля во всей линии воцаряется полная реакция со всеми скверными нажимами старого режима. Слово и дело поручено старому полицейскому Ярышке, а ныне главному конфиденту Хорвата подполковнику Арнольду. 29 июля Самойлов, ездивший опять в Ставку, передал мне предложение флуга, назначенного Хорватом, военным министром принять участие в работе министерства. Не знаю, что ей ответить. Отказываться неудобно, так как могут счесть за нежелание служить общему делу, а кроме того, быть может, даже и в этой билиберде можно принести какую-нибудь пользу. Но вместе с тем не знаю, каково положение самого флуга и насколько он в состоянии проводить свои взгляды, а следовательно и насколько я смогу проводить свои, которые так сильно расходятся с таковыми же главных птенцов гнезда Дмитриева. У них все тру-ля-ля, ура и самопропитание. Опора всероссийского правительства отряд полковника Маковкина, состоящий наполовину из китайских хунгузов, взбунтовался, и китайцы разбежались, унеся с собой оружие и снаряжение. Не дурна армия самодержцев, всея Гордяковской станции и ее запасных путей. 31 июля на политической бирже с Градыковскими и Хорватскими без перемен разговоры об интервенции продолжаются, не приводя ни к чему реальному. Впрочем, реально то, что каждый день увеличивает развал России и дает отсрочку большевикам для упрочения своего положения и уничтожения инакомыслящих. Семенов под давлением большевиков отбыл на станцию Хайлар. Вот когда бы всероссийскому правителю по текущей безработице показать свою решительность и ликвидировать раз навсегда остатки атаманщины, гибельного влияния которой на восстановление государственности могут не понимать только идиоты и не видеть только уклончиво слепые или заинтересованные сами в этой мерзости. 1 августа в Градиковской Кухмистерской продолжается создание должностей для приятелей, родственников, длинноязычных политиканов и пролаз. Появились уже многочисленные краевые инспектора, избранные устроившиеся и жаждущие образуют восхищенный хор неумолкающих псалмопевцев день и ночь до хрепоты возносящих хвалу создавшему вся. Для честных людей картина весьма отвратная и по своему внутреннему значению безнадежно грустная. Ибо сожрать эта клика может что угодно. Но восстановить конечно может только самые гнусные стороны старого. Но а этот номер теперь не пройдет. 2 августа газеты Приморья все время журчали об отрезвлении народных масс, познавших всю сладость большевистского управления. Сегодня владивостокские газеты сообщают, что на только что состоявшихся выборов в городскую думу большевики получили большинство 54 голоса из 91. Оправдывается тем, что большевикам помогла очень скверная в день выборов погода, так как буржуазия предпочла остаться дома в то время, когда рабочие слободки шли на выборы почти поголовно. Как это характерно для поведения наших, еще мало битых революцией буржуев? Только что свергнута красная власть, нужно всем взяться за то, чтобы выдвинуть лучшие силы и с ними начать строить новую жизнь, но идет сильный дождик, господа буржуи боятся промочить свои нежные ножки и отдают смертельным врагам чрезвычайно важный общественный политический и даже международного значения пост самоуправления городом Владивостоком. Сколько же еще красных встрясок надо этой слякоти, чтобы она очнулась и поняла, что так дальше нельзя? Российские правители и их приспешники носятся взад и вперед между Харбином и Градяковым и только на экстренных поездах. Иначе как с экстра господа министры Градяковского тупика и генералы несуществующих российских войск не ездят. В этом ведь специфическая сладость власти и реальное проявление своего провиденциального назначения. То, что все это обращает всмятку все движение по дороге, жрет жалкие запасы топлива и отбирает с графика локомотивы, никто из вновь вылупленных министров не думает. Их мозги и сердца от таких несоответственных высоте их положения мыслей надежно застрахованы. Ну, что такое правильность движения пассажирских поездов или нормальный экспорт на Эгершельд сравнительно с тем, что какому-нибудь сановнику нужно приехать в Харбин или Градякова по делу, не стоящему скорлупы от выеденного яйца. Достаточно повелеть. Обыватели из фрондирующих не без ехидства подчеркивают факт весьма широкого пользования казенными автомобилями, законными юнонами разных юпитеров местного Олимпа. указывают, что стоимость автоверсты перевалила уже за 15 рублей золотом и что болтание этих юнон по лавкам Харбинской пристани имеет очень мало отношения к делу спасения России. 3 августа от ожиданий неудовлетворенного до сих пор аппетита температура у местных реакционеров поднялась. Некоторые впали в брексерфский раш и вызывают тени Ренненкампфа и Меллер Закамельского. Напрасно они тревожат эти тени, так как у Семенова и Калмукова уже воспитаны такие чемпионы покарательной части, перед которыми оба старых усмирителя являются белогубыми щенками. 4 августа Правительство начинает приручать местную оппозиционную печать. Приемы по этой части всегда одни и те же. Сотрудник газеты новости жизни некий Клеорин очень злое перо здорово пробирал Хорвата. Тогда его пригласили в Градыково, милостиво с ним побеседовали, после чего он вернулся и написал очень благосклонную для Градыковской комбинации статью. Злые языки называют даже во сколько обошлась Градыковской кассе вся эта поездка. 6 августа Хорватский Харбин ликует, так как официально объявлено, что 4 августа временный правитель и правительство прибыли во Владивосток. Вечером официально сообщено о высадке во Владивостоке английского десанта и опубликована японская декларация по поводу посылки войск в Сибирь. Декларация очень туманная, что вполне естественно, так как японцам надо сохранить для будущего шансы толковать ее так, как будет для них выгоднее. 7 августа все чающие движения воды бросились во Владивосток, чтобы не опоздать при раздаче теплых мест. 8 августа разговаривал с приехавшим с линии офицером, который рассказывал, что ежедневно мимо станции, на которой он служит, проносятся экстренные поезда, проходящие на восток эшелоны разных организаций невероятно безобразничают, никого не слушают, задерживают отправку поездов и на малейшее возражение угрожают поркой. Один из начальников старших штабов, которого я спросил, зачем они так раздувают формирование высоких штабов и учреждений старших для дела ненужных должностей? Ответил, он очень прям и откровенен, сие нужно для флага и для получения содержания, надо же как-нибудь кормиться. 10 августа правительство перебралось во Владивосток без своей армии, которая осталась стоять на разъездах около станции Градякова. При попытке этой армии продвинуться к Никольску у нее произошло столкновение с чехами и есть убитые. Виновником считает нетрезвое состояние начальника штаба российских войск генерала Хрещетицкого, который, как говорят, отрешен Хорватом от должности. Идет такая нелепая неразбериха, что многие разумные люди, даже очень реакционно настроены, начинают кукситься и терять надежды на улучшение. Прибывшие из Владивостока говорят, что правительство сидит где-то на Эгершельде на запасных путях в самом нелепом положении, так как во Владивостоке имеется своя автономная власть в лице земской управы, объявившей себя единственно законным наследником всех исчезнувших правительств. 11 августа Слухи о столкновении с чехами подтверждаются. Говорят, что Хрещатицкий в разгаре кутежа приказал весьма решительному ротмистру Враштелю оттеснить чехословаков, закрывавших путь для движения на Никольск. При этом часть русских солдат отряда Враштеля отказалась идти против чехов, за что их тут же нещадно выпороли. Выпороть, конечно, следовало тех, кто отдавал такое приказание. Из рассказа одного добровольца, прибывшего из Забайкаля, узнал от очевидца, какие безобразия там творятся. При выступлении в экспедиции прежде всего заботится о запасах вина и кузинах милосердия, все растраты покрываются из казенных сумм, при малейшей опасности начальство и штабы удирают на китайскую территорию, бросая мелкие отряды на собственное их попечение. Газеты передают, что приморская земская управа обратилась к иностранным консулам с просьбой убрать из пределов Приморья хорватские отряды, которые чинят над населением разное безобразие и насилие и жгут целые деревни. земцы умело собрали и размазали единичные случаи, бросив скверную тень на все отряды белого знамени. Таковы результаты дряблости Хорвата, не сумевшего не допустить посылки в пригородыковский район карательных отрядов, составленных как на грех наполовину из китайских хунгузов. Вместо закона порядка и хлеба новоявленная власть принесла с собой населению порку, сожжение деревень, расстрелы и насилие. Все, что сделано единичными недостойными представителями власти, ложится на самую власть. Хорват же не мог не знать, кого посылает в эти карательные и разоружительные экспедиции и должен был понимать, что все будущее, принятое им на себя власти, будет зависеть от итогов первого ее соприкосновения с местным населением. 12 августа Получил телеграмму от флуга с просьбой приехать во Владивосток для переговоров. Решил ехать, хотя мало надежды, чтобы я там мог пригодиться. Слишком уж радикально расходятся мои принципиальные взгляды с тем, что там считается допустимым. 13-14 августа Проехался в современном невероятно грязном и битком набитом вагоне. В пути встретили несколько чешских эшелонов. По внешности в большом порядке, но не имеет обозов, что привязывает их к железной дороге. Артиллерии очень мало, а то, что есть образца 1900 года и еще древнее. На пограничной стоят наши эшелоны так называемого туземного полка. Вид отвратительный. Кругом невероятная грязь. По внешности какие-то подозрительные оборванцы. Часть эшелонов приткнута на разъездах. Кругом не деревца, вокруг вагонов куча отбросов и экскрементов. Вагоны похожи на мусорные ящики. Половина солдат состоит из хунгузов китайцев, которые вследствие жары сидят и ходят в костюмах Адама. И в то же время на станции пограничной стоят китайские войска, поразившие меня своим приличным видом и внешней дисциплинированностью. Еще в Харбине бросилось в глаза, что китайцы в китайских войсках одеты по форме и внешне подтянуты, в то время как китайцы солдаты на русской службе ходят, напоминая фронтовых товарищей семнадцатого года. Грязные, оборванные, в расстегнутых шинелях, представляя собой каких-то босиков с хитрого рынка. На Градыковской платформе целое гуляние, много подмазанных сестриц, больше бальзаковского возраста, окруженных раями юных и пожилых жеребчиков весьма расхлястанного вида. На Таловом разъезде стоит штаб российских войск, имея в хвосте два вагона с машинистками. 15 августа утром имел свидание с флугом, который предложил мне место помощника военного министра с окладом 18 тысяч рублей в год. В ответ на предложение высказал флугу свое служебное кредо, причем заявил, что основанием всего считаю немедленное упразднение всех вольных организаций и атаманов и переход на планомерное неторопливое создание новой армии, начав с приведения в порядок казарм, с формирования школ и учебных команд, реального разрешения всех вопросов довольствия. По современной обстановке необходимо обставить офицеров и солдат самым заботливым образом и наладить весь уклад так, чтобы сразу же можно было ввести части в строгие рамки устава внутренней службы этого основания дисциплины и порядка. Нельзя ввести новые части в разгромленные казармы и требовать от них порядка. Флуг ответил, что и он и Хорват того же мнения. Но что нельзя рвать все уже образовавшееся сразу. А надо ждать, пока все это изменится само собой. На это я возразил, что с такой тактикой согласиться не могу, так как каждый день существования атаманщины укрепляет ее положение, привязывает к ней молодежь, распускает, развращает и гноит последнюю. И красный и белый большевизм это смертельные внутренние опухоли, и против них нужна немедленная операция. При наличии атаманских вольниц и атаманов, не признающих ничьей власти, невозможно создавать что-либо здоровое и прочное, так как большинство предпочитает болтаться и наслаждаться у атаманов, чем служить и трудиться у нас. Вернувшись от флуга, несколько часов думал, на что решиться. Несомненно, что моя программа не пройдет, а в таком случае нет никакой надежды на успех предстоящей работы. После долгой борьбы решил пожертвовать возможным благополучием для семьи и отказаться. Написал флугу письмо, поблагодарил за доверие, высказал причины, заставляющие меня уклониться от предлагаемого назначения. 16 августа Из разговоров со старыми сослуживцами узнал, что все разговоры о сильной и дисциплинированной армии приморского земства такие же мыльные пузыри, как бахвальство атаманов их отрядами. Как и везде, здесь налицо только штабы, а штыков как кот наплакал. В двух полках по 200-300 штыков, а в остальных налицо только штабы. Отладкина узнал подробности геройского взятия отрядом гардемаринов большевистского парохода у устья Сунгари. С этим очень носились в Харбине и чествовали участников, награжденных за это дело, георгиевскими крестами. На пароходе ехал подчиненный Латкину таможенный чиновник, подавший рапорт, в котором описывает безобразие и насилие, учиненные героями при захвате несопротивлявшегося парохода. По обстоятельствам момента рапорт оставлен без движения. 17 августа Начатые формироваться полки тают с каждым днем, так как молодежь тянет к Калмыкову. Здесь очень скучно, установлены занятия и очень донимают тяжелые караулы. А в отрядах веселее, разгул и ничего не делание. Немногие уходят, ища подвига и боевой жизни, а большинство ищет, где легче служить и больше платит. Из многочисленных сообщений из самых разнообразных источников, несомненно, что вторжение в пределы края хорватских хунгузов и их усмирительные меры сожжения деревни Нижняя Девица принесла для белой идеи самые печальные результаты. К Хорвату население относилось сначала безразлично, но после учиненных насилий умело размазанных большевиками и эсерами все пренекольское население потребовало у земства общей мобилизации, дабы прогнать и истребить насильников. Старые сибирские офицеры, бывшие в это время в Никольске, говорили, что не будь этих драгонат, весьма вероятно, что при умелом обращении с населением последние в лице наибольшей здоровой части могло стать на сторону Хорвата и снизу признать его власть, то есть дать этой власти такой беспроигрышный козырь, как народное одобрение. Говорят, что союзники настойчиво требуют, чтобы разноцветные соперники за обладание властью пришли к какому-нибудь соглашению, но надежды на это нет никакой, ибо непримиримость не в принципах, а в жажде власти и нежелании от нее уйти. Зловреднее всех эсеры, сброшенные большевиками год тому назад и считающие себя единственными законными претендентами. Февралев рассказал мне, что в уссурийском войске сейчас полная раздрайка, но фактическая власть находится в руках атамана Калмыкова, собравшего вокруг себя несколько сот офицерской казачьей молодежи и террором затыкающего рот всем инакомыслящим. Сейчас он единственная реальная русская сила и с ним заигрывает все правительства, стараясь приманить его на свою сторону размером предлагаемых субсидий. Сейчас вообще идет покупка свободных шпаг. Полковник Волков рассказал мне, что к нему приехал хорватский сторонник и главарь Дальневосточного комитета Титюков и предлагал ему в безотчетное распоряжение 100 тысяч рублей на выдачу пособий нуждающимся офицерам. Восемнадцатого августа Встреча японского главнокомандующего, всюду союзные флаги, почетные караулы союзных войск, союзные начальства и офицеры. Тяжело смотреть на родной мне Владивосток, совершенно потерявший свой русский щеголеватый вид. Чехословакия вычистили все вещевые магазины, хранившие неприкосновенные запасы крепости на 200 тысяч человек. Теперь они щеголяют в нашем обмундировании и сапогах. При встрече узнаю наше штиглицевское сукно и великолепные сапоги работы вятских кустарей. Все это заказывалось и привозилось, когда я был членом крепостного распорядительного комитета. Толстов мне рассказал, что когда началось разграбление чехами наших крепостных магазинов, то он обратился к командовавшему чехами генералу Дитерихсу, надеясь на то, что тот русский генерал русского генерального штаба. На жалобу Толстова, что чехи грабят, Дитерихс ответил, и дальше будем поступать так же. У нас ничего нет и взять нам неоткуда. Русского же нам жалеть нечего. 21 августа встретил бывшего командира уссирийского казачьего полка полковника Пушкова, который рассказал мне краткую историю теперешнего атамана Калмыкова. Сын мелкого харьковского лавочника, затем подпоручик первого сибирского саперного батальона, он выпросил у командира первого сибирского корпуса прикомандирование к уссурийскому казачьему дивизиону, представив подложные бумаги о том, что он кубанский казак. После революции был уличен в том, что интриговал между казаками против офицеров. Его хотели придать суду, но командир третьего конного корпуса генерал Крымов не захотел марать этим делом имя уссурийских казаков и приказал выгнать Калмыкова из полка и, как ни казака, отправить его в резерв офицеров в Киев. Тогда Калмыков уехал в Приморье, явился в войско, начал ораторствовать на митингах, сделался популярным и попал в заместители войскового атамана. Сначала дружил с совдепами, произнес в Никольске приветственную совдепу речь, но накануне возвращения в область фронтовых казаков и офицеров ушел за китайскую границу и, собрав около себя несколько десятков молодых офицеров, юнкеров и кадет, объявил себя борцом против большевизма, подражая Семенову, стал обыскивать поезда и этим кормиться. В конце концов, на станции пограничной образовался не то вольный отряд, не то разбойничая шайка. Вот и вся биография этого мелкого, но честолюбивого авантюриста, пробирающегося на амплуа уссурийского Семенова. Казаков он умело щекочет перспективой полной, никого не признающей казачьей самостоятельности и захвата, возможно, большого количества земель. 22 августа. Большевикам дали слишком много времени, чтобы оправиться от первого данного им тумака. Они осмелели до того, что появились на озере Ханка и высадили десант, угрожая сообщением Никольск-пограничная. У Шмаковой они потрепали союзников, которые потеряли при этом часть артиллерии. Местные китайцы очень озлоблены продвижением сюда японских эшелонов. Были уже случаи столкновения японских солдат с китайскими. Последний держит себя вызывающе, особенно по отношению ко всему русскому. Нет прежней силы, нет и уважения. 23 августа. Семенов самоопределился в командующие отдельной Восточно-Сибирской армии из нескольких корпусов. Появились и штабы корпусов, и многочисленные тыловые учреждения. Бойцов же по-прежнему несколько сотен офицеров и юнкеров, плюс приманенные жалованием и положением хунгузы и инороческие банды. Если союзники искренне хотят нам помочь, то непонятно, как могут они так равнодушно взирать на всю эту вакханалию. Давая войска, деньги и техническую помощь, они вправе потребовать, чтобы мы делали дело, а не творили только одни глупости да гадости. 25 августа. Какие-то смутные слухи о происшедшем во Владивостоке выступлении офицерской организации Волкова, или как она теперь называется, полковника Бурлина в пользу Хорвата. Причем была попытка арестовать Толстого. Земство завопило о контрреволюции. Вмешались не то чехи, не то союзники и разоружили все русские войска. Очевидно, разразилось то брожение, которое было во Владивостоке еще во время моей поездки и поддерживалось тайными агентами Хорвата. Уже тогда было очевидно, что офицеры более склонны идти за известным генералом Хорватом, чем за каким-то выскочкой, лизавшим ноги у разных эсеров, ненавистных большинству за свою глупую и разрушительную для государства политику. 26 августа Владивостокские события выясняются в следующей версии. После долгих тайных совещаний хорватские агенты склонили владивостокские организации, давно настроенные против Толстого, признать командование над ними генерала Плешкова. При этом пришлось принять меры против поддержавших Толстого войск. Тогда по просьбе земства союзные консулы приказали разоружить все русские войска, что и было исполнено. В результате обезоружено и опозорено единственная приличная русская военная организация Волкова. Приличная всегда гибнет, а дрянь вроде Семенова и Калмыкова попала под чье-то союзное крылышко и процветает. Правительство Хорвата, или как его называют деловой кабинет, делает пока только одни ошибки, слишком уж не терпится и хочется стать признанной властью. Ошибались горько те, кто выставлял Хорвата как умного и ловкого дипломата. То, что делается его именем, определенно показывает, что он или плохой и неумный дипломат, или на нем ездят верхом такие же плохие и неумные советники. Ведь только этим можно в дополнение ко всему прочему объяснить такие промахи, как попытки добиться признания путем разных пронунциамента и подкопов под учреждения и лица, признаваемые де-факто и союзниками и чехами. 28 августа Толстов, куда-то исчезнувший во время Волковского выступления, восстановлен консулами в своей должности, как ставленник единственной полупризнаваемой ими здесь власти земской управы. Вызванному уже во Владивосток Плешкову пришлось ради спасения лица отправиться с каким-то поручением на Даурский фронт. Ясно, что хорватская комбинация со всероссийским правительством села в глубокую и смешную лужу. Советники и вдохновители Харбинского хозяина вообразили, что если столь знаменитой по их мнению величина, как Дмитрий Леонидович соблаговолит принять на себя задачу устроить Россию, то все ему немедленно за рукоплещут и войска, флоты и капитаны немедленно ринутся на помощь столь знаменитому вождю. Все это родилось в психологии мелких обывателей мелкого города и повторило историю Синицы, хвалившейся зажечь море. Сляпали все очень скоро. Проброд ни у чехов, ни у союзников не спросили. Своим правителям никого не изумили и попали в самое конфузное положение. 29 августа Настроение пестрое. То набегают розовые волны оптимизма и надежды, но когда оглянешься вокруг, то все мрачнеет. Что представляет из себя центр борьбы Харбин? Разоренные эмигранты, вышибленные из привычной колеи и все потерявшие бюрократы, горящие мщением молодежь, напуганные национализацией заводчики и фабриканты, равнодушные ко всему, кроме наживы, спекулянты, атаманские орды распущенной молодежи, трясущийся обыватель, эсеровские и большевистские рабочие, и все это в густом соусе полного непонимания происходящего ныне исторического переворота. Сейчас головы высоко подняты у тех, кто в слагающейся обстановке видит только возможность сесть на старые места, закрутить все старые гайки, сторицу расплатиться с теми, кто принес все пережитое за последний год, и повернуть жизнь в старое русло. Опущенный головой злобно сверкают глаза у тех, кто хватил сладкого, но уже отброшен от него, и боится, что не придет вновь его очередь. Родина, умирающая и опозоренная, это и для первых, и для вторых только ширма, чтобы прикрыть свои истинные вожделения. 30 августа японцы энергично двинулись на Хабаровск и, конечно, с успехом. Всероссийское правительство своего рода с ограниченной ответственностью, говорится об акционерных обществах или товариществах, с ограниченной сферой деятельности, не дальше забора, ограждающего эгершельские тупики, очень много пишет и еще больше назначает. Семеновцы свободно продвигаются на север, очевидно, что чехи нажимают на большевиков со стороны Байкала. Красная хмара понемногу рассеивается, но кто-то ее заменит. 31 августа из Владивостока сообщают, что соединенное заседание военных представителей всех союзников признало назначение Плешкова главнокомандующим неприемлемым. Неизвестны мотивы такого решения, очень для нас интересные, ибо могли бы разъяснить позицию проекта союзников. Обидно за Хорвата, что его толкают на разные фапас. Теперь сделали из мизерного толстого фигуру и победителя. Пробный урок по главным отделам экзамена на государственность прошел у эгершельских правителей с полным провалом. Харбинские представители союзников уверяют, что их выступление и разоружение русских отрядов произошло под сильным давлением Соединенных Штатов и что они все целы на нашей стороне. Вечером говорили, что оружие нашим частям во Владивостоке возвращено. 1 сентября Японцы заняли Иман, причем мост слава богу уцелел. Его разрушение было бы огромным ущербом для жизни всего Заиманского района. Чехословаки от Читы продвинулись на Карымскую и встретились с Семеновцами. Нехорошо то, что большевики не приняли удара и разбежались по разным медвежьим углам и труднодоступным урочищем, что сделает дальнейшую борьбу с ними очень тяжелой. Нужна планомерная война с постепенным очищением отдельных районов, а это грозит долгой и затяжной внутренней борьбой, в которую ввяжутся разные таежные и каторжные банды. 2 сентября Говорят, что Чехословакия прочистили всю магистраль и что путь свободен чуть ли не до Волги. Сообщают также, что в Томске или Омске имеется правительство и что в Сибири образовалась уже своя армия, успешно борющаяся с красными. Захеревшая одно время сибирская сидящая во Владивостоке правительства или так называемая Герберовщина, ободренная успехами на Сибирском фронте воскресла и, объявив себя единственной законной властью, требует, чтобы все его признали и ему подчинялись. Пока что сибирское правительство Дербера объявило Хорвата узурпатором, а Плешков объявил Приморскую земскую праву изменниками. Обмен столь острых комплиментов не может разрядить крайне напряженную атмосферу и способствовать возможности какого-нибудь соглашения. Для населения эта ругань весьма поучительна и дает много материала для заключения об авторитете власти. Один из членов английской миссии, спрошенный, как они относятся ко всему у нас происходящему, ответил, что они ждут, к чему же наконец придут русские джентльмены. 3 сентября началась железнодорожная забастовка, объясняемая недовольством служащих новыми окладами жалования и введением сдельной оплаты труда. Все, что слышу здесь о положении служащих, убеждает, что в управлении дорогой нет системы и делового чутья, нет умения идти впереди времени и устранять вредные препятствия раньше, чем они сядут на голову. Нет даже и практической деловитости. Ввели, например, новые оклады по системе сдельной оплаты и забыли многие разряды служащих, которые, по сути своей деятельности, не могут быть рассчитаны по этой системе. 4 сентября Забастовка продолжается, забастовал и телеграф. Сегодня один из контролеров дороги показал мне обращики сапог с деревянными подошвами и одеял, разлезающихся на куски, поставленных для местной тюрьмы. Сапоги по 66 рублей за пару, а одеяло по 109 рублей за штуку. Приемщики все время уговаривают его дать согласие на прием, потому что ничего другого нет, а когда он отказался, то к нему явился некто с предложением 60 тысяч рублей за согласие. Все, видимо, остается у нас по этой части по-прежнему. Увеличились только куши. Можно себе представить, что делается при заказе дров, угля, металлов, смазки и прочего, где дело идет о десятках миллионов. 5 сентября Говорят, что Хорват уехал на Запад на совещание с представителями сибирского правительства по вопросу о конструкции новой государственной власти. Совещание этому суждено играть самую решающую роль для всего будущего. Пошли, Господи, чтобы его участники оказались способными пожертвовать всем личным и выполнить все нужное для столь серьезного дела. Сообщают, что по всей сибирской магистрали и даже на Запад вплоть до Пензы установлено свободное движение и всюду полный порядок. 6 сентября. Забастовщика все время уговаривают. Дернул уже ввести неудачные оклады как раз в то время, когда по всей обстановке и по серьезности развивающихся событий необходимо, чтобы дорога работала полным ходом и вообще было бы поменьше горечи, уксуса, неудовольствий и обострений. От уговоров забастовочный комитет становится все упрямее и несговорчивее, требует официального признания. 7 сентября японцы заняли Хабаровск. Это весьма серьезный этап в борьбе с красными. Теперь надо заняться скорейшим установлением порядка и законности в крае. Исполнить это некому, ибо весь актив разных властей и партий уходит на взаимную грызню и оплевывание. Кроме того, на хвосте у японцев увязался Калмыков, который способен завернуть населению такой режимчик, что он восплачет по большевикам. 8 сентября Забастовка благополучно продолжается, губя и без того скверное материальное состояние дороги. Григорий Семенов заделался главнокомандующим всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке. За полтора года мы имели еще более нелепых главкотяпов, и нас уж удивить теперь трудно. 9 сентября С Запада получено известие об открытии Сибирской областной думы и о составе сибирского правительства. Плохо то, что на Западе к власти вылезла эсеровщина, которая вне конкурса по части подкопа и свержения правительств, но безнадежна по части здорового строительства. Значит, опять начнутся болтология и разные демократические крепляния, дозаоблачные попытки насадить на земле социалистический рай, не считаясь созверением людей и вакханалии самых животных инстинктов. Хорват вернулся в Харбин, по внешности весел, но по светским разговорам надежд на утверждение во временно занимаемой должности никаких. На персональное его вхождение в состав новой власти все единогласно согласны, но по остальному полный отказ. Относительно Семенова отзыв, сопровождавший Хорвата в его поездке таков, обнаглел до последних пределов. Иначе и быть не могло, раз такую ворону запустили в высокие хоромы. 10 сентября С запада идут неприятные сведения о борьбе за власть, загоревшейся между Сибирской областной думой и Самарским комитетом членов учредительного собрания. В комитете, как сообщает, весьма левое направление вплоть до сохранения власти Совета. 11 сентября Временный правитель изволил отбыть во Владивосток. Забастовка продолжается, как будто бы злой рок тяготеет над тем, чтобы ухудшать и без того достаточно ковардачное положение. 12 сентября Нелепейшая забастовка продолжается. Управление дороги ведет себя очень глупо, применяя жалкие приемы мелкого сыска, но не имея решительности объявиться хозяином, цыкнуть на служащих и заставить их, или работать, или уйти, но вслед за тем немедленно вникнуть в нужды служащих и удовлетворить их. Продолжается картина разъездов кандидатов на Юпитеры всех рангов. Конечно, экстренными поездами, с вагонами-столовыми, с семьями или заменяющими их институтами, секретарши, машинистки, сестры милосердия и тому подобное. И катаются господа взад и вперед, притворяясь, что спасают Россию. 13 сентября Приехавшие из отрядов дегенераты похваляются, что во время карательных экспедиций они отдавали большевиков на расправу китайцам, предварительно перерезав пленным сухожилие под коленками, чтобы не убежали. Хвастаются также, что закапывали большевиков живыми, с устилом дна ямы, внутренностями, выпущенными из закапываемых, чтобы мягче было лежать. Хочется думать, что это только садическое бахвальство, и что, как не распущены наши белые большевики, все же они не могли дойти до таких невероятных гнусностей. 14 сентября В вышедших сегодня газетах на первом месте приказ командующего местными чехословацкими отрядами Гайды прекратить забастовку под угрозой предания забастовщиков военно-полевому суду. Приказ очень хлесткий, но, как выяснилось, он отдан постфактум, после фактического окончания забастовки, прекращенной еще вчера. Семенов отдает громовые приказы и требует подчинения себе всей полосы отчуждения Китайской Восточной Железной Дороги, так как сибирским правительством он назначен командиром 5-го сибирского корпуса и главным начальником Приамурского военного округа. 15 сентября Вечером видел телеграмму на имя «Флуга» из Западной Сибири, сообщающую, что положение там прочное и что идет полное объединение буржуазии и народа. Последнее выражение мне очень не нравится и заставляет сомневаться в правдивости всего остального. Никогда я не поверю в искренность такого объединения. Далее сообщается, что дело соглашения между Сибирью и Ком-Учем почти безнадежно. оканчивается телеграмма указанием на необходимость немедленной помощи со стороны союзников. Газетные сообщения подтверждают, что в освобожденных от большевизма районах Приуралья и Поволжья идет несосветимый кавардак. Все лезут к власти, ругаются, подкапываются, совещаются и ничего путного выдумать не могут. Большевиков кое-как еще прогнали, а дальше устроиться не могут. 18 сентября Сидим под палкой главнокомандующего генерала Гайды, блеснувшего в беседе с представителями Владивостокской прессы, редкой развязностью и лейтенантской смелостью в разрубании самых сложных политических и военных узлов. Этот австрийско-чешский пузырь должен скоро лопнуть, но пока он воняет и осложняет наше и без того косматое положение. 19 сентября Харбин подчинили чешскому полковнику Кадлицу. Семенов едет на свидание с Калмыковым, который обосновался в Хабаровске, влез в большую дружбу к японцам и развернулся во все свое беззаконие. В общем, над всем висит русские дураки, разумейте и покоряйтесь, трепещите и безмолвствуйте. Все равно перед кем будь то чехи, японцы, китайцы, атаманы. Гайда во Владивостоке заявил, что никакого хорватского правительства не существует и что Хорват должен вернуться на пост директора-распорядителя китайской дороги. Быстро оперились братья чехи по части вмешательства в наши дела. 20 сентября пестрота Владивостокского положения украсилась появлением там чешского кандидата в сибирские Бонапарты в лице все того же Гайда. Выходит, что кто бы палку не взял, тому и быть над нами капралом. Кандидат, судя по его речам, достаточно безграмотный. 21 сентября Прапорщик Апарин, приехавший со станции Хань-Дао-Хецзы, рассказывает, как по их участку прошел Семеновский броневой поезд, выбрал лиц по особому списку и тут же их нещадно перепорол, предупредив, что на следующий раз будет хуже. Все это знают, но молчат. По краю катится волна дикого произвола, долго накапливаемого за время пьяного безделия на разных стоянках в полосе отчуждения. Теперь дорвались и стараются вовсю. Не может быть, конечно, двух мнений о необходимости самого беспощадного истребления всех главарей большевизма, но это должно осуществляться властью государства с ледяным спокойствием без малейшего признака лицеприятия или мщения. Знаменитый скандалист Семеновский опричник полковник Скипетров произведен своим принципалом в генералы и назначен командующим войсками Приморской области и комендантом Владивостокской крепости. В Семеновщине очень хочется упрочиться во Владивостоке и, захватив весь Дальний Восток, сделаться его настоящим хозяином. 22 сентября Новоявленные и непризнанные правительства испущают приказы, указы, повеления о мобилизации и тому подобное. Всякой лягушке хочется, возможно, скорее раздуться в страшного вала. И своим видом напугать остальных лягушек. При этом одним из хороших средств сделаться валом считается почему-то объявление мобилизации. 23 сентября Во Владивостоке объявились Колчак, Потапов и Доманевский. Последние два очевидны потому, что есть возможность пристроиться какой-нибудь из существующих комбинаций. Гайда прислал Плешкову телеграмму и в ультимативной форме требует признания себя главка верхом. Японцы же объявили, что для них Гайда как главнокомандующий не существует. Печально наше положение, когда приходится играть роль горшка между стукающимися котлами. Во Владивостоке идет чернильная война между тем же Гайдой и заместителем Толстого по должности командующего войсками Приморской области полковником Бутенко и туда же направляется Семеновский командующий Скипетров. В Хабаровске объявился еще командующий войсками округа генерал Мандрыка исполнявший эту должность перед первым большевистским переворотом и заявляет, что он единственный настоящий. На него устремился Калмыков, считавший себя законным повелителем Хабаровска и Приморской области. В довершение Кавардака сюда же двигается на броневых поездах Семенов, едущие на свидание с атаманами Уссурийского и Амурского войска для заключения общеказачьего союза, а затем установление казачьей гегемонии на Дальнем Востоке. Довольно сумбурный и колоритный винегрет из припасов плохого сорта и сомнительной свежести. 26 сентября проехал генерал Владимиров, командированный из Омска генералу Флугу. Он человек резко откровенный и рассказал, что никакой армии в настоящем значении этого слова в Сибири нет, а есть офицерские и юнкерские отряды, исправно бьющие большевиков. Газеты сообщают, что Хорват будет назначен верховным комиссаром Дальнего Востока на правах наместника Омского правительства. Этим, по-видимому, предполагает разрубить узел, завязавшийся от наличия сразу двух властей, претендующих на всероссийское звание. Третий конкурент сибирское правительство Владивостокского образования прекратил свое существование. Общее впечатление таково, что большинство готово согласиться на то, чтобы признать права всероссийской власти за уфимским образованием. Гайда утром собирался кого-то арестовывать и разоружать немногочисленные Плешковские войска, но наткнулся на китайцев, которые заявили, что этого не допустят, и для внушительности предоставили в распоряжение Плешкова целую бригаду своих войск. К вечеру Гайду и Плешкова как-то помирили, и Плешков стал ездить без китайского конвоя. Непонятно поведение союзников. Казалось бы, у них есть все способы прекратить шалые выходки и наших, и чешских атаманов. И казалось бы, что это первое, что надо сделать для восстановления в стране порядка. А то над нами повторяются эксперименты, достойные увековечения в продолжении щедринской истории одного города, но только в быстром, чисто кинематографическом темпе. 27 сентября Гайда умчался на запад, назначив полковника Кадлица главнокомандующим в полосе отчуждения. То есть, смешав этим и без того сумбурное здесь положение до последних пределов. Ни китайцы, ни японцы этого назначения никогда не признают. И все шишки будут валиться на головы несчастных русских. Гайда неистовствует, очевидно понимая, что чехи нужны до зарезу омскому правительству. И последние готовы все претерпеть, чтобы с ними не ссориться. Плохо было без приятелей, а с ними кажется еще хуже. В Харбине выявился украинский консул, пытавшийся осуществлять свои великодержавные права, но ему пригрозили арестом, и он стушевался. Гайда, всюду ищущий популярности, неизменные качества подобных выскочек, приказал прицепить к своему поезду два вагона для местной молодежи, едущей в Томский университет. В результате три четверти поехало спекулянтов, нагруженных медикаментами, иголками и прочей мелочью, на которой сейчас в Сибири стоят чудовищные цены. 28 сентября Гайда не унимается и издал приказ о назначении Кадлица главноначальствующим над всем русским Дальним Востоком. Надвигается какое-то чешское пленение. Осмелевшие австрийские дезертиры и наши бывшие пленные почуяли свою силу и садятся на наши шеи самым бесцеремонным образом, при полном молчании и бездействии союзников. Из Западной Сибири получены какие-то смутные сведения о вспыхивающих там беспорядках. Сие вполне естественно, ибо с одной стороны население слишком долго варится в атмосфере безвластия, а с другой слишком много неудовлетворенных и не попавших туда, куда им хотелось. Ну, они и колобродят. 29 сентября Известие о беспорядках и междоусобице в районе Омской власти все более и более фиксируется. Там к числу воскресших факельщиков русской революции прибавился селянский министр Чернов. Верховным главнокомандующим назначен Болдырев. Военные достоинства его невелики, но он большой ловкач, а при надобности стойкий человек, что проявил в инциденте с Крыленкой в ноябре 1917 года. Во всяком случае, это лучшее из всего, что есть в Сибири, за исключением только Флуга, который наиболее подходил бы к этой роли. Очень жаль, что Флуг оказался здесь, а не в Омске. 30 сентября. По сведениям из Западной Сибири, беспорядки произведены офицерскими отрядами, недовольными средней и колеблющейся политикой, вновь образованных министерств, и требовавшими уклонения вправо в сторону крутой реакции. Значит, и там начинается своеобразная атаманщина. 1 октября Мне совершенно ясно, что из смеси эсеровщины, думских пустобрехов и, естественно, настроенных очень реакционно офицерских организаций, ничего, кроме вони и взрывов, не выйдет. Из таких продуктов даже самые первоклассные специалисты по соглашательству ничего не сварят. 5 октября получены приказы о назначении командирами корпусов Семенова и какого-то Эллерц-Усова. Должно быть тоже опус произведения из революционного репертуара. Семенов теперь двурушничает, фигурируя то командиром корпуса при повороте на Омск, то командующим Восточно-Сибирской армии в остальных секторах. Состоялось торжественное вручение знамени уссурийского казачьего войска мелкосортному разбойнику Калмыкову. Причем вручал один из скандальнейших ясаулов Читинского атамана генерал Скипетров. Участвуя десять лет тому назад в церемонии прибивки и освещения этого знамени, не мог никогда и думать, что ему придется увидеть такой позор. Шестого октября. Во Владивостоке идет совещательная торговля между Хорватом и приехавшими туда делегатами Сибири во главе с Вологодским. Хорват, как говорят, крепко стоит на своих требованиях. То, что делается в Западной Сибири, заставляет желать, чтобы Дальний Восток сохранил свою самостоятельную структуру при условии истребления с корнем атаманщины, что ни по силам ни Хорвату, ни Сибири. Это могут сделать только союзники, и с этого и надо начинать переговоры. При атаманах здесь и атаманщине другого, но не менее опасного для государственности типа в Сибири, всякая власть будет у них в плену и ничего здорового родить не может. 7 октября сообщает из Владивостока, что соглашение между Хорватом и Вологодским состоялось. Хорват назначается главным начальником на Дальнем Востоке. Сообщает также о назначении комиссарами правительства в Приморскую власть, бывшего Владивостокского городского головы Циммермана, а на Сахалин бывшего тамошнего губернатора Бунге. 8 октября получили первые приказы главка Верха Болдырева. Тон напыщенный, малоделовитый, очень свойственный штабным вскормленникам, не знающим, что войска приказов не считают, а чувствует их по делу, а не по их фразистости. Такие краснобайные приказы пишутся для начальства, для газет, для посторонней публики. Войскам же нужна деловитость, краткость, очевидность знания верхами их нужд, разумность и возможность предъявляемых к ним требований. В полученных приказах чувствуется желание убедить, уговорить и создать настроение. Все это и всегда и теперь не к месту. Сейчас надо, чтобы прозвучал властный голос повелевающего, способного заставить всех уверовать, что он приказывает не для одного только сотрясения воздуха. Со времен революции мы забыли такой голос. Для многих он будет неприятен, многие отнесутся к нему враждебно, многие станут открыты против него, но все сие надо претерпеть, побороть, сломать, и тогда дело выиграно. Бурные массы вернутся в старое, но улучшенное и очищенное от старого ссора русло, и над русской армией загорится заря новой жизни. 9 октября. Приехавши из Запада, говорят, что для развертывания сибирской армии произвели очередной призыв и набрали новобранцев, но офицеры их опасаются больше, чем красноармейцев. Рассказывают, что в Томске и других городах офицеры собираются на ночь в отдельную казарму и что оружие и пулеметы охраняются офицерскими караулами. 11 октября. Калмыковские спасители показывают Никольску и Хабаровску что такое новый режим. Всюду идут аресты, расстрелы, плюс, конечно, обильное аннексирование разных денежных эквивалентов в обширные карманы спасителей. Союзникам и японцам все это известно, но мер никаких не принимается. Про подвиги калмыковцев рассказывают такие чудовищные вещи, что не хочется верить. В газетах речь селянского министра Чернова на тему, что нам нужна мужицкая армия. Слепенький и глухонький эсеровский столб так ничему не научился, прозевав, видимо, то, что было с нашей армией в последнюю четверть прошлого года. Товарищ из похоронного бюро, похоронившего Россию, не понимает, что армия должна быть народной по задачам, но аристократичной по духу, по жажде подвига, по рыцарству поступков, по джентльменству жизни и по геройству в борьбе. Наши же мужики не по своей вине могут дать только серые толпы, смесь слезняков, рабов, шкурников и кулиганов. Они в этом не виноваты. Такими их сделала жизнь. 16 октября Семенов объявил мобилизацию. Можно себе представить, какой винегрет получится из его присяжных хунгузов и собранных новобранцев и запасных. Во что он их оденет и на что будет содержать? Нечего и говорить об отрицательном впечатлении, производимом теперь на население, страшным словом мобилизация. Вообще бесцельно бесполезно, а для общего настроения и строение только сугубо вредно. Вечером говорили, что в Омске произошли какие-то серьезные события, но в чем дело неизвестно. При этом подметил у двух собеседников, жаждущих движения воды, скрытую радость о возможном крахе Омска как антагониста харбинских планов и вожделений. 17 октября прочитал интервью Вологодского при проезде его через Харбин. Он наговорил много розового и, между прочим, заявил, что крестьяне готовы к добровольной самомобилизации. Последнее заявление в устах главы правительства показывает его легковерность, малоосведомленность и опасное незнание народного настроения. Крестьяне, быть может, и готовы к самомобилизации, но именно само для защиты своих собственных интересов и для обеспечения себя от прочих иций, реквизиций, экзекуций, национализации и тому подобное. Характерные иллюстрации к заявлению главы правительства является телеграмма из Славгорода, сообщающая, что по объявлению призыва там поднялось восстание. Толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и стоявшую там офицерскую команду. 19 октября «Сюда приехал Хорват из Владивостока и омский военный министр генерал Иванов Ринов из Омска и будут о чем-то совещаться». 20 октября по заключению Самойлова прибывший из Омска Иванов Ринов пустомельный но нахальный дурак врет вовсю и хвастается что у него превосходная армия 150 тысяч штыков и золотой запас под который он может выпустить кредиток на 60 миллиардов рублей. Важен он чрезвычайно и объявил что творит великое государственное дело. 22 октября заходил бывший Владивостокский жандармский офицер полковник Михайлов рассказывал что делается у Семенова сообщил между прочим что недавно атаман завел себе временную атаманшу из Харбинских шансонеток и преподнес ей колье в 40 тысяч рублей. 23 октября спекулянты скупают все наиболее ходкие товары и отправляют их на запад. Большое раздолье разным семеновским уполномоченным взимающим хабару за то чтобы все отправляемое прошло мимо атамана беспрепятственно и не подвергаясь семенизации. Не брезгуют спекулятивными доходами и проносящиеся мимо нас революционные министры уполномоченные и новоявленные генералы набивающие свои вагоны контрабандой и разными ценными товарами. Конвои у всех свирепые и неразговорчивые. Почему таможенные чиновники щадя свой живот и не пытаются досматривать такие запретные вагоны. На Харбинском вокзале можно наблюдать экстренные поезда и служебные вагоны, в которых ящики набиты в купе до самого потолка. 24 октября Калмыков перебрался из Хабаровска на станцию Градякова. Здесь он ближе к Семенову и ему легче нажимать на Владивосток и его сообщения с Харбином. Главное же можно возобновить обыски поездов и, ища Крамолу и Красноту, находить кредитки золота драгоценности, без коих трудно существовать широкому атаманскому бюджету. И все боятся этого разбойника, несмотря на то, что достаточно хорошей роты, чтобы его раздавить. Боятся настолько, что сведения о его прибытии в Градяково отложило уже назначенный отъезд во Владивосток Хорвата. Калмыковская банда на все способна, особенно на что-либо особенно озорное. На предложение Самойлова арестовать Калмыкова, Хорват ответил, что это не своевременно и надо подождать. Чего сам Хорват вероятно не знает. Так застаивается этот гнойный нарыв, ликвидация которого сразу привлекла бы на сторону ликвидировавшего все широкие симпатии. Вернулся со станции Эхо полковник Волков, ездивший туда, чтобы познакомиться с состоянием тамошнего офицерства на случай формирования новых надежных частей. По его мнению, три четвертых молодых офицеров распущены и развращены до полной невозможности их исправить. А некоторые из них готовые уже преступники, опасные для общества и государства, ибо за деньги на все способны. Таковы результаты организации Хорватска Колобовских кулачков. Большевикам они вреда не принесли, а себе напакостили так, что и поправить невозможно. 25 октября Хрещетицкий совсем ушел в японское лоно и родил проект под японенной русской армией, где в каждом полку однорода будет японская на случай усмирения, а при каждом штабе будет японский комиссар. За иены можно додуматься и до этакой гнусности. Самому Хрещетицкому предоставляется, конечно, место инспектора этих формирований с соответственным окладом и правом жить где угодно, чуть ли не в Японии. Ему это очень важно, так как по отзыву железнодорожных служащих сей генерал специализировался по провозу контрабандного спирта во Владивосток и называется между ними спиртовозом. 26 октября Местные газеты напечатали приказы, изданные Калмыковым, когда он сидел в Хабаровске. Приказы написаны таким вульгарно-хулиганским стилем, что вызвали бы зависть у любого красного комиссара. Люди, выжимавшие прежде из себя каждую строчку, выскочив в комиссары или атаманы, развязывают язык, делаются многоглаголевыми и дарят перлами своего хулиганского стиля. Характерен приказ расстрелять какого-то Харунжева за ограбление ювелирного магазина. Не следствие, не суда, а прямо приказываю этого негодяя расстрелять. Семеновский комендант Владивостока генерал Скипетров продолжает свои пьяные оргии. В одном из шантанов он содрал кожу с лица и переломал ноги штабс-капитану Викину, заключив этим какие-то пьяные пререкания. 27 октября Газеты сообщают, что во Владивостоке должно состояться важное военное совещание в составе Хорвата, Иванова, Ринова, Семенова и Калмыкова. Нелегко положение Хорвата, которому приходится соглашаться на такие совещания. Какие военные советы могут дать эти полуграмотные хунгузоподобные атаманы? Публика здесь не стесняется. Один из хрещетицких орлов в пьяном виде хвастался у Самойлова, что у них на черный день припасено полтора миллиона, которые они и поделят при необходимости отходить в южном направлении. 28 октября Из Владивостока рассказывают, что Калмыков сначала ограбил, а потом истребил проезжавший отряд шведского Красного Креста. Операцию произвели так чисто, что даже нашли и убили уцелевшую от первой экзекуции женщину. 31 октября Официально объявлено о назначении Хорвата верховным уполномоченным временного сибирского правительства на Дальнем Востоке. Отныне вся судьба русского дела зависит от того, какую линию поведения примет Хорват и кто будет его главными сотрудниками. Если все будет продолжать оставаться в руках той жадной, глупой и нечестной комарильи, что и сейчас, то все сведется к толчению воды в бюрократических ступах и к бессильному болтанию по течению. Обер Хунгуза Семенова послали уговаривать унтер Хунгуза Калмыкова быть поосторожнее по части угробливания людей и калмыкации чужой собственности. Разве уговоры могут помочь, раз атмосфера безнаказанности уничтожила все препоны для насилия и преступления? 1 ноября Сколько времени просидели на конструкции власти? Высидели наконец какой-то компромисс? А жизнь за это время убежала далеко вперед, прибавив новые горы к прежним громадам тяжелейших задач. Пока что Калмыков вместо заслуженной им петли получил 2 миллиона и разрешение на общую мобилизацию уссурийских казаков. Одновременно он заявил, что до установления в России твердого правительства он никакой власти не признает и, будучи во Владивостоке, не пожелал иметь никакого дела с находившимся там Ивановым Риновым. Его политика совершенно ясна. Имея деньги, он рассчитывает приобрести симпатии казачества, раззадорить казаков идеей полной автономии и возвращения им земель на дело духовского и сразу ошарашить казаков, выдачи им всего, на что не заявляет претензий за прошлое время. В этом отношении он отлично учитывает любовь казаков к деньгам и понимает, что тот, кто первый удовлетворит казачьи жалобы, получит авторитет и поддержку. Одновременно он учитывает свою силу, небольшую, но состоящую из отчаянных и хорошо оплачиваемых головорезов. Кулака, который был бы сильнее его и мог его пристукнуть, пока что не видно. Потому атоманишка и пользуется удачно сложившейся для него обстановкой. 2 ноября из Омска сообщают из агентурных источников, что прибывший туда Колчак при помощи офицерских организаций устроил там какой-то переворот, сместил всех министров и объявил себя диктатором. Если это верно, то из того, что он показал здесь, очевидно, что это будет очень скверный диктатор. Для диктатуры одной импульсивности и вспыльчивой решительности очень недостаточно. На нас рычат все. На днях японцы пригрозили даже нападением на личный конвой Плешкова за то, что начальник конвоя отнял у японских солдат избиваемого ими русского. Американские солдаты на станции пограничной избили нашего коменданта. Итальянцы разграбили товарный поезд. Недурные первые цветочки дружеской интервенции. Горе побежденным. Забайкальские хунгузы отличились чересчур уж громко. Богатый иркутский золотопромышленник Шумов, выехавший на бронированном поезде Семенова с большим грузом золота, найден в реке Селинге с простреленной головой. И все это сходит безнаказанно. 4 ноября приехавшие только что из Западной Сибири рассказывают невеселые вещи про прочность тамошнего положения. К власти выбились случайные люди. Их случай возбудил зависть многих аспирантов на такие же амплуа. И на этой почве идет глухая грызня, подкопы, сманивания на свою сторону вооруженной силы, попытки переворотов и прочее. Некоторые представители власти сделались смешными вследствие попыток изображать из себя важных гранд-сеньоров. Другие чувствуют непрочность своего положения и ничего не делают. Настроение населения делается враждебным власти. Калмыков развернулся вовсю. Всеволжский мне рассказал сегодня, что сюда приехал бывший у Калмыкова офицер Дроздов и заявил, что там не офицерская организация, а гнусная шайка самых отборных негодяев и форменных разбойников, учиняющих над населением невероятное насилие. На днях Калмыков приказал расстрелять свой юридический отдел, заведовавший арестами, обысками и калмыкациями. Кара разразилась за то, что атаман узнал, что чины отдела брали не по чину и мало сдавали начальству из получаемой добычи. Перед расстрелом чинам отдела отдали на изнасилование захваченных разведкой девушек, обвиненных в большевизме. Последнее было обычным приемом для добывания себе женщин, которые по миновании надобности выводились в расход. 5 ноября Харбин осчастливлен прибытием самого атамана Григория Михайловича, конечно, на трех бронированных поездах. Раскатывает по улицам с какой-то девкой, облепленной бриллиантами, владельцы которых, вероятно, там и где же не есть ни болезнь, ни вздыхание. Сии бриллианты должны изображать кристаллизованную любовь к Отечеству. 6 ноября что делается в Омске остается неизвестным. 7 ноября получил предложение Флуга занять должность начальника штаба Дальневосточного военного округа. При этом Флуг предупредил, что он, вероятно, уйдет, так как Омск не согласился на его назначение помощником Хорвата по военной части и назначает на это место генерала Артемьева. По словам Флуга, он делает все, чтобы уничтожить атаманщину, первая очередь за Калмыковым, и хотя его и поддерживают японцы, но ныне собраны многочисленные документальные доказательства того, что Калмыков квалифицированный военный преступник. И это будет предъявлено союзникам для обуздания японского сочувствия. Для ликвидации же Калмыкова в Хабаровск будут двинуты из-за Байкали части 8-й стрелковой дивизии. С Семеновым дело труднее, но его думают обезопасить переместив его на чисто почетную должность походного атамана дальневосточных казачьих войск. Я высказал флугу, что при условии ликвидации атаманов я готов идти на любое место, но только при условии работать с ним. Идти же в начальники штаба к незнакомому генералу Артемьеву, да еще при известной мне обстановке хорватского антуража, я уклоняюсь. Акинтиевский читал письмо своего товарища по академии капитана Сумарокова, посланного в числе нескольких молодых офицеров генерального штаба в Читу для сформирования там настоящих штабов. Сумароков пишет, что творимые у Семенова безобразие и грабежи не поддаются никакому описанию. За две недели застрелилось семь офицеров. Расстрелы идут сотнями и начальники состезуются в числе расстрелянных. Про порку и говорить нечего, это обычное занятие. Здесь в Харбине атаман и его прихвостни девят харбинцев своими расходами и кутежами, оплачиваемыми десятками тысяч рублей. Нарочно афишируя эту расточительность расплатами так, чтобы видела остальная публика. Союзники грызутся и интригуют. На днях у флуга был французский капитан Пеллио, один из поддерживателей Семенова, и заявил, что генерал Мокс самозванец, и что никто не разрешал ему начинать русские формирования, и что единственный законный уполномоченный союзников это генерал Жанен. Восьмого ноября не было ни гроша, а вдруг Алтын. Получил предложение и на должность начальника отдела охранной стражи. Своего рода эмбара дэнгажеменц. В 12 часов в соборе торжественное молебствие по поводу именин Хорвата. Зачем это лакейское подлизывание? Все те, которые опоздали на панихиду о государе, сегодня явились заблаговременно. 9 ноября Зашел в штаб российских войск, до сих пор благополучно существующий. Много народу, много сутолки. Со стороны можно поверить, что кипит серьезная работа, так как все что-то пишут и суетятся. В действительности же работа сводится к осведомлению и контрразведке, обратившейся в охранку, да еще к цензуре. Говорил с начальником штаба генералом Хрещетицким многоглаголевая и сладкоглаголевая бестия, по своему содержанию замечательно подошедшая к Харбинскому болоту. Неизвестно, почему стал подделываться под мои взгляды, нещадно ругал атаманов и яростно выражал мнение о необходимости их ликвидировать. Я смотрел на него не без удивления, так как знал про все его связи с этими же самыми атаманами. Рассказал мне сказку для грудных детей о том, что американцы предлагали Хорвату безвозвратную суду за то, чтобы он согласился на введение в состав управления нескольких американцев. Особенно сладко пел о проекте создания русской армии при помощи японцев. Причем распластывался в восхвалении честности и незаинтересованности японцев, которые, где только и думают о том, чтобы восстановить Россию, нещадно ругал генерала Нокса, называя его провокатором, желающим спасти Англию русской кровью. Пришел священный ужас и усугубил свое доказательное рвение, когда я высказал свое сомнение о бескорыстности японских симпатий. Вообще японцы недаром потратили деньги, приюнив к себе этого ловкого и жадного проныру, сладенького, вкрачевого, внешне отлично вылащенного, а внутри химически чистого от принципов порядочности. Знавшие его раньше говорят, что таким он сделался только здесь, под влиянием увлечения политикой, сильного честолюбия и любви к утежам и женщинам. 10 ноября газеты полны перечислением разных высоких персонажей отдельно и группами текущих с запада во Владивосток, Японию и Америку со всевозможными явными и тайными миссиями и поручениями. Миссии и поручения в огромном большинстве фиговые листы, прикрывающие желание удрать от тяжелой работы, а также быть подальше от неопределенной, а подчас небезопасной атмосферы разных Уф, Самар, Омсков и Томска. 12 ноября С запада сообщают, что в Томске и Мариинске были военные бунты, прямой результат несвоевременного и неподготовленного призыва. Сейчас еще рано начинать новые формирования, ибо собранные и собранные по принуждению толпы крестьянской городской молодежи, душевно больной и взъерошенной всеми революционными эмоциями и переживаниями, являются готовым и восприимчивым материалом для любой пропаганды и для выступления против власти. Вдохновители разных мобилизаций и наборов не учитывают совершенно настроение и обстановки и продолжают жить по старым указкам, приказать, тащить, заставить, экзекуцировать, цыкнуть и тому подобное. Забыв, что за всем этим не стоит уже ни старого авторитета, ни прежних сил и средств для принуждения. Трудно понять, для чего собирать парней, которых затем боятся, так что не дают им винтовок и держат последние под сильными офицерскими при пулеметах караулами. Здоровые силы не получают, но, собирая молодежь в большие скопления, облегчают их общение, организацию и делают их опасными для самих себя. 19 ноября Всеволжский, вернувшийся с западной ветки, рассказывая, что, проезжая через Хайлар, видел стоявший Семеновский поезд. На вагоне атамана красовалась надпись «Без доклада не входить, а то выпарю». Поистине казацко-разбойничье остроумие. 21 ноября Изомска сообщает, что начальник тамошнего гарнизона полковник Волков и другие участники незаконного ареста министров преданы военно-полевому суду. Надо радоваться такому удачному началу, долженствующему положить предел покушением разных кандидатов переворотчики атаманы. Надо надеяться, что у адмирала есть сила, чтобы поддержать начатый правильный курс. Очень туманны фигуры министров нового состава. Успех работы зависит от их способности уйти сразу от партийности и стать на чисто деловую почву. 22 ноября Семенов Семенов в самой резкой форме потребовал, чтобы адмирал немедленно отменил свой приказ о предании суду Волкова, Красильникова и компании, угрожая при неисполнении его требования самыми решительными мерами. Пока же остановил всякое сообщение в Востоке с Омском и прекратил работу телеграфа. Это уже открытое восстание, поднимаемое кучкой разбойных негодяев, недовольных Колчаком за время его командования в Харбине и понимающих, что с утверждением адмирала у власти им предстоит конец. Они идут вабанк, поднимая бунт в тылу Омска, переживающего тяжелые дни внутренней неурядицы и внешних неуспехов. Прав я был, когда считал их белыми большевиками, работающими только на потеху собственной жадности, распущенности, разврату и общенравственной мерзости. В их пьяных башках, ошалевших от безнаказанности, видимо, не способна шевельнуться мысль, какую мерзость они делают против той Родины, которую хвастаются защищать. Трясясь за свою шкуру, за свою вольную разбойную жизнь, они замахиваются на неприятную для них фигуру адмирала и бьют по всему делу восстановление государства. Что же смотрят японцы, весьма помпезно представленные около атамана? Трудно поверить, чтобы они не знали о посылке этого омерзительного ультиматума. А Гришкины хвалители разливались, уверяя в его уме и государственности, и любви к родине. Да разве есть хоть на грош мозга в этой пустой башке, которая пошла на такое дело? Разве есть хоть капля любви к родине в сердце, которая не дрогнула, когда рождался, подписывался и посылался такой преступный документ? Каков бы ни был Колчак, но омская обстановка выдвинула его к власти, ведущей смертный бой с большевизмом и сто раз проклят тот, кто восстает на него и этим помогает большевикам? Все, в ком есть честь, любовь к родине, обязаны сплотиться около адмирала и своим трудом, своими достоинствами покрыть его недостатки. К открытому бунту подан подлый соус в виде заступничества за казаков для приобретения популярности в качестве защитника казачьих льгот. Обнаглевших читинских разбойников надо двинуть так, как заслуживает их подлая измена, тем более подлая, что все ее основание в личной ненависти атамана и его своры к адмиралу. 23 ноября проехал назад в Омск Иванов-Ринов, нагруженный контрабандой и разными товарами. Говорят, что он поспешил оставить Владивосток потому, что открыто резко отозвался о Калмыкове, а тот пообещал явиться во Владивосток и выпороть Иванова-Ринова. Тот уехал, а теперь приходится сидеть в Харбине и ждать, пропустит ли его через чету Семенов. Веселенькая восточная часть сибирской магистрали с рассевшимися по ней атаманами. 26 ноября Плешков рассказывает, что по вычислению начальника коммерческой части Слауты, Семенов зарабатывает сейчас до 3 миллионов рублей в день, плюс звание благодетели населения. Он продает харбинским купцам наряды на вагоны, а они обязаны давать атаману 20% чистой прибыли, но не имеют права сами наживаться выше таких же процентов. В результате довольны все и купцы, и Семенов, и население. 2 декабря По части продажи вагонов Харбин далеко превзошел ту знаменитую вакханалию, которая царила здесь по этой части в 1905 году, когда вагонами оплачивались и карьера, и любовь, и разные тайные услуги, даже удачно выбритый подбородок высоких чинов, выдававших вагонные наряды. Сейчас иметь наряд на вагон в западном направлении равносильно маленькому состоянию. Старший контролер дороги рассказывал мне, что сегодня по коридорам коммерческой части носилась барышня и разыскивала некоего политику по спешному делу продажи вагона за 50 тысяч рублей, делая это совершенно открыто. Удачнее всех торгуют вагонами Семеновские конторы. Там надежнее всего, ибо в дальнейшем вагоны идут безопасно от семенизации и дополнительных взяток. Хорошо торгуют чехи, японцы цепляют частные грузы своих купцов к воинским эшелонам. 6 декабря получена телеграмма, что вместо флуга помощником Хорвата и командующим войсками при Амурского округа назначается проезжавший здесь Иванов Ринов. Печальное назначение, не обещающее ничего хорошего и скверно характеризующее мозги и намерения Омска. Иванов Ринов был и остался бравым полицейским, сделавшим административную карьеру на жестокости усмирения пешпекского восстания. В военном деле безграмотен и как казак тяготеет к атаманам. Ему по-настоящему дисциплинарным батальоном командовать, а ему дали для воссоздания огромный военный округ. 9 декабря Японцы остановили отряд Волкова, посланный для ликвидации Семенова, и пригрозили при неповиновении применить оружие. В Никольске же заставили вернуть оружие разоруженной Калмыковской сотни. Это уже хуже, чем невмешательство. Это открытая помощь бунтовщикам и прямой удар по образующейся русской власти. Неужели же союзники Соединенные Штаты не вмешаются и не осадят назад взорвавшихся епошей и не укажет им, что они не имеют права мешаться в операцию усмирения бунтовщика и пособника большевика. В газетах характерная телеграмма начальника Читинских мастерских на имя начальника Забайкальской железной дороги о том, что работы мастерских приостановлены на два дня, так как рабочие по приказанию Семенова перепороты и не в состоянии выйти на работы. Пришибленный от страха начальник просит начальство оградить от повторения, так как это отражается на продуктивности работ. На иной протест бедняга не решился помирать скоропостижно кому охота. 11 декабря японцы воспретили движение всех отрядов, двинутых для ликвидации Семенова. Неизвестно, что делает Омск для остановки этого возмутительного вмешательства. говорят, что все сообщения с Омском прерваны Читой, телеграммы не пропускаются и остановлены все поезда идущие на запад. Происходят очевидные восстания Читы против Омска и последний должен биться на два фронта. Японцы раскрыли свои карты и им не нужно воскресшей России, раз они поддерживают столь решительно гнойный развратно Читинский прыщ. 12 декабря Затяжка Семеновского инцидента делается тревожной. Союзники безмолвствуют. Сегодня получено сведение, что японцы разоружили сибирские части, двинутые для ликвидации Читы. Это уже венец позора. И вместе с тем патент названия Иуды Гришки Семенову, который ради спасения своей блудливой фигуры направил друзей японцев на русские войска. 16 декабря ночью ограбили коммерческое собрание. Когда туда явилась полиция, то в одной комнате нашла гостей, продолжавших от страха сидеть с поднятыми вверх руками. Говорят, что грабители выгнанные из разных организаций офицеры. 20 декабря. Семеновская авантюра продолжается. Союзники полувмешались, но в пользу атамана. Сделано это семеновским приятелем и прихлебателем французским капитаном Пелио, который обошел приехавшего французского генерала Жанена, настроил его в пользу Семенова. И теперь Жанен работает, чтобы свести все на нет. Значит, здоровый и нужный для утверждения авторитета Омска исход становится почти безнадежный. Ибо против него не только японцы, но и главный представитель союзников. Невероятно печально наше положение, когда жизненнейшие вопросы нашего существования решаются японскими, французскими и иными капиташками, прикормленными и припоенными тараватым по этой части атаманом. Там за ними ухаживают, ублаготворяют их чем угодно, до женщин включительно, и получают за это заступничество и радужные донесения. В Харбине появились семеновские вербовщики и сманивают молодежь на службу катаману, рисуя соблазнительные картины вольной, бездельной и не знающей удержа жизни. Одному из артиллерийских офицеров так и говорили «Жрем до отвала, пьем до без просыпа, препятствий никаких, а служба одно удовольствие». 1919 год 29 апреля Прибыл в Омск в Ставке невероятная толчая, свойственная неналаженному учреждению. В работе не видно системы и порядка. Старшие должности заняты молодежью, очень старательной, но не имеющей ни профессиональных знаний, ни служебного опыта, но зато очень гоноровой и обидчивой. На один такт верной приходится девять неверных или поспешных. Все думают, что юношеский задор и решительность достаточно, чтобы двигать крайне сложную и деликатную машину центрального управления. 30 апреля по просьбе адмирала Колчака верховного правителя рассказал ему свои впечатления о Харбинской и Владивостокской военной, политической и общественной жизни. Высказал свое кредо, что атаман и атаманщина это самые опасные подводные камни на нашем пути к восстановлению государственности и что необходимо напрять все силы, но добиться того, чтобы или заставить атаманов перейти на законное положение и искренне лечь на курс общей государственной работы, или сломать их беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Адмирал ответил, что он давно уже начал эту борьбу, но он бессилен что-либо сделать с Семеновым, ибо последнего поддерживают японцы, а союзники решительно отказались вмешаться в это дело и помочь адмиралу. При этом Колчак подчеркнул, что за Семенова заступаются не только японские военные представители, но и японское правительство. Боюсь, что по этой части адмирала обманывают его докладчики, особенно Иванов, Ринов и другие спасители Семенова. Общее впечатление моих дальневосточных впечатлений, что дальневосточную атаманщину поддерживают определенные лица японской военной партии и делает это ловко, придавая всему вид тайной правительственной поддержки. Адмирал сообщил, что только что получил от Иванова Ринова две листовые телеграммы о том, что все спасение Дальнего Востока в назначении Семенова командующим дальневосточной армией. Очевидно, читинские фемиамы так вскружили голову бывшей полицейской Ярышки, что он возомнил, что в союзе с Семеновым ему легко будет забраться и повыше второго места на Дальнем Востоке. Я вновь доложил адмиралу свое убеждение в необходимости раз навсегда разрешить атаманский вопрос и высказал свой взгляд, что единственным исходом будет официальное обращение ко всем союзникам с протестом против поведения Японии, поддерживающей явного бунтовщика, не признающего власти омского правительства, подрывающего ее авторитет и насаждающего своими насилиями и безобразиями ненависть к правительству и сочувствие к большевикам. Раз союзники заявляют, что не желают вмешиваться в наши внутренние дела, то зачем же они допускают японцев поддерживать антиправительственную организацию и вмешиваться в отношении адмирала к взбунтовавшемуся и забывшемуся подчиненному? Если же это не поможет, то самому адмиралу надо принять командование над отрядом и идти на чету. Пусть японцы устраивают всесветный скандал и разоружают самого верховного главнокомандующего. Читинский нарыв надо ликвидировать, иначе он все сгноит и задушит. Радикальность предлагаемых мною мер смутила даже адмирала и он перешел на отчаянное положение дела снабжения армии. 2 мая читал пространное донесение полевого контроля при отряде атамана Анинкова, работающего к югу от Семипалатинска на границах Семеречья. Порядки те же, что и у нас при Амурье. Те же беззакония, тот же произвол, тоже нежелание перейти на легальные условия существования и хозяйства. На запрос контроля об оплате произведенных реквизий Анинков ответил «Я реквизирую, а кто будет платить не мое дело?» К делу поставок в этом отряде примазались разные проходимцы и мошенники, выгнанные со службы и судимые за подлоги и растраты. Всюду для грязных операций нужны грязные люди. Вернулся с фронта начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Лебедев, выдвинутый ноябрьским переворотом на эту исключительно важную должность. Что побудило адмирала взять к себе в помощники этого случайного юнца без всякого стажа и опыта? Одни говорят, что таково было желание у строителей переворота, другие объясняют это желанием адмирала подчеркнуть связь с Деникиным, который прислал сюда Лебедева для связи. Впечатление от первой встречи с наш товерхом неважное. Чересчур он надут и категоричен и по этой части очень напоминает всех революционных вундеркиндов, знающих, как пишется, но не знающих, как выговаривается. Из ознакомления с донесениями с фронта убедился, что дела там совсем не важны и что оптимизм ставки ни на чем не основан. Достаточно разобраться по карте и проследить последние события, чтобы убедиться, что наше наступление уже захлебнулось и подкрепить его уже нечем. Здесь этого не хотят понять и зляться, когда это говоришь. Слишком все честолюбивы, жаждут успехов и ими избалованы. В районе Бугуруслана нас прорвали в очень опасном месте. Этот прорыв уже третьего дня намечался группировкой красных войск, и их передвижениями и маломальский грамотный штаб, конечно, в этом разобрался бы и принял бы необходимые меры. У нас же этого не расчухали или прозевали, или не сумели распорядиться. Сейчас зато злятся, ищут виновных и рассылают обидные цуки. Я считаю положение очень тревожным. Для меня ясно, что войска вымотались и растрепались за время непрерывного наступления. Полеты к Волге потеряли устойчивость и способность упорного сопротивления. Вообще очень слабую в импровизированных войсках. При таких обстоятельствах обозначавшийся уже на левом фланге переход красных к активным действиям очень неприятен, так как готовых и боеспособных резервов уставки нет. Имеются совершенно сырые части генерала Каппеля, но для них нужно еще 2-3 месяца для того, чтобы они стали годными для упорных операций. Был у военного министра генерала Степанова, зная его по артиллерийскому училищу. Порядочный человек, старательный, но бесцветный работник. Знакомство с адмиралом в Японии выдвинуло его на тяжелый пост военного министра. Сейчас под него подкапывается ставка, сваливая на него все недостатки по снабжению армии. Вообще отношения между ставкой и военным министерством самые враждебные. Обе стороны зорко шпионят одна за другой и искренне торжествуют и радуются, если супротивник делает промахи и ошибки. Оказывается, что в общем моральном разложении можно было докатиться и до такой гадости. Вот к чему приводит борьба за власть, за первенство. Честолюбие, коростолюбие, женолюбие слепят многих и заставляет забывать главное спасение родины и борьбу со страшным красным зверем. В угаре этой борьбы в средствах не стесняются, а поэтому сплетни, провокация, ругань, возведение самых гнусных обвинений и распространение самых подлых слухов в полном ходу. 3 мая Утром поехал к члену местной японской военной миссии майору Мике, который в 1914-1915 годах состоял при штабе 10-й армии, когда я был начальником штаба армии. Приказа о моем назначении еще нет, и я решил воспользоваться своим неофициальным положением и прежним знакомством СМИКе, чтобы резко, определенно и без всяких экивоков высказать ему свое удивление по поводу того, что своим вмешательством в наши дела с Семеновым они не дают нам возможности справиться с опасной смутой и утвердить незыблемый авторитет новой государственной власти. Какими фиговыми листами, не прикрывая они дерзости и бунтарства Семенова, истина для всех ясна. И дерзость есть дерзость, бунт есть бунт. Копаться в этой истории поздно, ее надо прикончить, но так, чтобы при этом не пострадал престиж власти и чтобы впредь уже никому не было повадно выкидывать такие фокусы. Если Семенов действительно любит Россию, то обязан понять, что сейчас долг каждого поддерживать Омск, помогать ему, ослаблять его промахи и всячески поднимать авторитет власти. Будь он даже прав во всей этой истории, он обязан пожертвовать своим личным на общее благо, проявить полнейшее беспрекословное, сугубо подчеркнутое повиновение и, забыв все, работать изо всех сил на общее русское дело, а не ради интересов Читинского болота и его вздорных лягушек. Сейчас это его священный долг, дабы залечить ту глубокую и опасную рану, которую он по заносчивости нанес общегосударственной власти. Все это высказал Микки, причем подчеркнул, что сейчас главная задача правительства возможно скорее восстановить законность, порядок, уважение к власти и внушить населению уверенность, что народившаяся власть это власть крепкая, честная, законная и сильная, способная заставить себя слушаться. Нельзя позволять населению края продолжать жить в атмосфере произвола и насилия, ибо это делает его анархическим и толкает в объятие большевиков и злостных агитаторов. На Дальнем Востоке одним из крупнейших препятствий к водворению порядка и законности являются атаманы и окружающие их банды насильников, интриганов и темных жуликов, прикрывающих высокими и святыми лозунгами всю разводимую ими грязь и преследование личных, шкурных, честолюбивых, корыстолюбивых, чрева и плотоугодных интересов. Для этих гадин восстановление порядка и закона все равно, что появление солнца для ночных присмыкающихся, ибо с восстановлением закона приходит конец их вольному, разгульному и развратному житью, и кончается приток в их бездонные карманы безотчетных сумм, добываемых самыми темными путями. Психология этих белых товарищей самая комиссарская, но у них не хватает откровенности, и они драпируются в ризе любви к отечеству и ненависти к большевизму. Каторжный Калмыков двух слов не скажет, чтобы не заявить, что он идейный и активный борец против большевиков. А японцам должно быть лучше всех известно, с кем и какими средствами борется и расправляется этот хабаровский подголосок Семеновы. Я указал Микки, что у них достаточно агентов при Семенове и Калмыкове, чтобы знать, что делается в Чите, Даурии и Хабаровске, в атаманских юридических отделах и чрезвычайках, как грабится казенное добро, как продаются вагоны, какого сорта люди окружают Семенова и являются его советниками, представителями и уполномоченными. Было тяжело говорить это иностранцам, но я считал, что это мой тягостный долг. Микки и пришедший затем полковник Фукуда хакали и изображали на своих лицах удивление, как будто бы я сообщал им что-нибудь новое и чрезвычайно странное. Оба заявили, что ничего подобного им неизвестно, на что я порекомендовал затребовать от своих агентов необходимые сведения и выразил надежду, что разобравшись, японцы помогут нам обратить Семенова в законное русло и сумеют очистить его от облепивших его гадов, ибо по всему, что известно о Семенове, опасен не он, а окружающий и пленивший его клика, о которой выражается, что в ней никого и заподозрить в порядочности нельзя. Вред атаманщины это мое кредо, я считаю, что она работает на большевизм лучше всех проповедей и пропаганды товарищей Ленина и Троцкого. На это явление надо смотреть в широком масштабе, беспристрастно, объективно и аналитически. Мальчики думают, что из-за того, что они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело, нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей. Обычная психология каждого честолюбивого взводного, который считает, что он решил исход боя и всей войны. Но зато мальчики не понимают, что если они без разбора и удержу насильничают, порют, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что московские хамодержцы могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодетельных для них сотрудников. 4 мая получил от Неклютина копию доклада главного начальника Уральского края Постникова о состоянии вверенного ему края. Ужаснулся аналогии со всем тем, что происходит у нас на Дальнем Востоке. Полное падение авторитета власти, вызванное нечистоплотностью ее представителей. То же засилье распущенных военных начальников, то же повеление народных масс, неудовлетворенных бесполезностью и гнилостью власти. При всем своем пессимизме я не ожидал, что и здесь так же плохо, что и тут много ближе к власти и корене ожесточенной борьбы развертывается такая же безнадежная, гнетущая и грозная по своим неизбежным последствиям картины. На фронте не важно, но в финском направлении один из украинских куреней, здесь тоже допустили эту нелепицу, перебил офицеров и перешел к красным. Несмотря на то, что в западной армии дела совсем плохи, сибирская армия продолжает наступление на запад. Ставка на все это взирает и, по-видимому, не вмешивается. очевидно, неспособные понять, что неуспехи на фронте западной армии глубже и опаснее, чем это им кажется. И что надо очень и очень об этом подумать, подобрать ввозжи и выработать план действий сообразно слагающейся обстановки. На оперативном докладе 27-30-летние генералы, не видевшие фронта, очень решительно ругают неумение и нераспорядительность фронтовых начальников. Пока что вместо того, чтобы остановить сибирскую армию и сообразить, что же дальше делать, сорвали с места и экстренно гонят на фронт, на затычку разных дыр и слабин, совершенно не готовые к бою части генерала Каппеля и бывшие в тылу конные части. Этим сырьем дело поправить нельзя. Затычки и заплатки не помогут, но зато части быстро истреплются и сделаются неспособными к бою. Ведь опять-таки недавний еще опыт германской войны дал нам десятки печальных примеров такой стратегии. Ясно, что наше наступление выдохлось, а красное началось. Нужно это учесть и принять сильные меры, а не отмахиваться и затыкать пробиваемые во фронте дыры. На мои замечания ставочные вундеркинды удивленно косятся и небрежно замечают, что победы под Пермью, Уфой и других местах одержаны еще более сырыми частями. Они не способны понять разницы в обстановке и разнице боевого качества милиционных частей при успешном наступлении от такого же при начавшихся неудачах отступления и необходимости упорной и стойкой обороны. К последней не были годны красные, негодны к ней и мы. Значит, надо отходить, вытянуть резервы, дать им отдохнуть, дойти до выработанного исходного положения для нового наступления и тогда уже перейти в таковое. Пятого мая полученные от армии сведения о состоянии снабжений дают самую отчаянную картину. Самое скверное в том, что нет надежды на скорое улучшение, ибо все заказы с большими опозданиями размещены на востоке, срочность исполнения не обеспечена, а транзитный транспорт сократился почти вдвое, так как восстания в Енисейской губернии остановили ночное движение на всем Красноярском участке, и Иркутский узел все более и более забивается непропускаемыми на запад поездами. Седьмого мая автор вместе с Колчаком отправились в Екатеринобург на съезд представителей фабрично-заводской промышленности. Восьмого мая утром прибыли в Екатеринбург на вокзале встречены командующим Сибирской армией генералом Гайдой. Почетный караул от ударного имени Гайды полка с его вензелями на погонах, бессмертными нашивками и прочей бутафорией. Тут же стоял конвой Гайды в форме прежнего императорского конвоя. Все это очень печальные признаки фронтового атаманства. Противно видеть все эти бессмертные бутафории. Достаточно позоренные в последние дни агонии старой русской армии. Еще противнее вместо старых заслуженных вензелей видеть на плечах русских офицеров и солдат вензеля какого-то чешского авантюриста, быть может и храброго, но все же ничем не заслужившего чести командовать русскими войсками в их святой борьбе за спасение Родины. Сам Гайда, ныне уже русский генерал-лейтенант с двумя георгиями, здоровый жеребец очень вульгарного типа, по нашей дряблости и привычке повиноваться иноземцам, влезшие на наши плечи, держится очень важно, плохо говорит по-русски. Мне не из зависти, а как русскому человеку бесконечно больно видеть, что новая русская военная сила подчинена случайному выкидышу революционного омута, вылетевшему из австрийских фельдшеров в русские герои и военачальники. Говорят, он храбр, но я уверен, что в рядах армии есть сотни наших офицеров еще более храбрых. Говорят, что он принес много пользы при выступлении чехов, но ведь это он делал для себя, а не для нас. Вознаградите его по заслугам и пусть грядет с миром по своему чешскому пути. Что он нам и что мы ему, он показывает это достаточно своим исключительно чешским антуражем, тем чешским флагом, который развивается у него на автомобиле, теми симпатиями, которые он во всем проявляет к чехам, всячески их поддерживает. Не могу дознаться, кто подтолкнул Омск на такое назначение, которое обидно, бесцельно, а может быть и вредно. То, что я слышал про гайду в Ставке, убеждает, что это тоже крупный атаман, сумевший поблажками, наградами, подачками и возвышениями приобрести известные симпатии и образовать обширные кадры преданных ему лиц. Такие революционные случайности понимают, что они случайны и обыкновенно запасаются обязанными людьми для борьбы с разными течениями и деградациями. Вырастают эти бурьяны легко, а вырываются с великим трудом. В штабе армии сделан оперативный доклад и прочитаны сводки о ходе действий в западной армии. Я был ошеломлен и подавлен тем, что в тоне докладывавших какой-то полковник генерал Богословский и сам Гайда сквозило неиздерживаемое удовольствие по поводу неудачи в западной армии и усердно подчеркивались свои довольно проблематичные при общем положении фронта успехи. Я знал, что между штабами армии раздора нелады, но никогда не думал, что дело зашло так далеко. Вставки я сразу заметил, читая донесения штабов армии, что между ними существует антагонизм, вызванный несомненно соперничеством по части успехов и ссорами по вопросу о распределении сообщений. Кроме того, как мне объяснили вставки, сибиряки представители восставших против большевиков офицерских организаций, относились вообще очень пренебрежительны к западной армии, как преемницы народной армии Комуча. За оперативной сводкой последовал совершенно абсурдный доклад о развитии наступления безостановочным движением на Москву, Куда генерал Пепеляев обещается и обязуется вступить не позже, чем через полтора месяца. И все слушали и радовались. Я хотел доложить свой взгляд на невозможность этого проекта, но адмирал под давлением Гайды не дал мне слова, сославшись на то, что надо торопиться, чтобы не опоздать на парад всех войск гарнизона. Трудно было ожидать полководческих талантов и приличного понимания широкого военного дела от бывшего австрийского фельдшера и подчиненных ему 28-30-летних генералов, видевших настоящую войну в роли взводных командиров. Но можно было ожидать от них сколько-нибудь практической сметки и здравого смысла. Пришлось увидеть, что руководство операциями целых армии находится в руках младенцев, очень дерзких и решительных, но смотрящих на дело со ступеньки ротного командира и думающих только о своем приходе и о своих фантазиях. Было обидно, что адмирал всему этому верил и радостно улыбался, когда ему повествовали, как Пепеляев под гром колоколов будет вступать в Москву. Ведь если мы будем строить все на таких проектах, то легко добраться и до возможности потерять самую возможность когда-либо увидеть эту Москву. Некоторые части одеты в английское обмундирование, доставленное генералом Ноксом. И в массе выглядят аккуратно и для неопытного глаза даже внушительно. Остальные части одеты порядочными оборванцами. Самое скверное то, что все направлено на то, чтобы сколотить части по внешнему виду, а на отдельных солдат не обращено должного внимания. Это всегда было скверно, ну а теперь это основание верного неуспеха, ибо теперь нужны не боевые квадраты их дрессированных единиц, а подготовленные к бою отдельные единицы. В вагоне я рассказал генералу Попову свои наблюдения при обходе войск, когда, между прочим, мне пришлось видеть два случая битья солдат офицерами за то, что при проходе адмирала они не поворачивали, как полагается, головы. Уже одно это дает мне право на многие печальные выводы. После обеда Гайда возил адмирала в чешскую мастерскую фотографию, великолепно обставленную. Судя по тому, что показывали адмиралу, фотография работает главным образом для Гайды, уготовляя ему великолепные по исполнению альбомы Урала и военных действий с крышками из разных уральских пород, украшенных уральскими самоцветами. Всюду гербы Гайды, поверх опрокинутых вниз головами императорских и королевских орлов с надписью «Экслибрис П. Гайде». Исполнение высоко артистическое и, несомненно, на русский казенный счет, ибо жалования не хватит, чтобы все это оплатить. Гайди, например, вздумалось иметь конвой в старой императорской конвойной форме, и на это по его приказу истрачено свыше трех миллионов рублей. Та же распущенность царит и дальше. Пепеляев захватил все запасы, найденные в Перми, и не хочет ни с кем делиться. Он же заставил все местные заводы работать только на свой корпус. Гривен Вержбицкий, Казагранди делает то же самое и не исполняет ничьих приказаний. Благодаря этому в одних частях архи избыток, а у других голод и нищенство. Все попытки учесть военную добычу и обратить ее на общее снабжение безрезультатны и вызывают самые острые протесты. Даже вооруженное сопротивление. Чинов полевого контроля гонят вон, грозят поркой и даже расстрелом. Гайда захватил единственную на всю Сибирь суконную фабрику обозные мастерские, все то, чего нет в западной армии, и не дает последней ни одной шинели, ни одной повозки или походной кухни. В ответ на это западная армия прижимает сибирскую, не давая ей фуража и гречневой крупы. Все распоряжения главного и полевого интендантов армиями игнорируются и не исполняются. 10 мая обедали у Гайды в шикарном особняке суконного фабриканта Злоказова. Я сидел рядом с шибко лезущим вверх генералом Сахаровым, сотрудником НОКСа по устройству Владивостокской офицерской школы, автором проекта создавать молодых офицеров краткосрочным обучением. Судя по его деятельности, он по идеологии недалеко ушел от блаженной памяти графа Аракчеева. По словам профессора Николаевского, инженерного училища генерала Ипотовича Гаранского, Сахарова в училище звали Бетонной Головой. Внешний вид его подходит к этому названию. Внутренние содержания по-видимому тоже. Он влюблен в Иванова Ринова и заявил мне, что тот представляет крупного государственного человека. Оба они держиморды Аракчеевского типа, и оба были бы хорошими командирами дисциплинарного батальона, где их государственные качества нашли бы отличное применение. В Омске на эти типы спрос. Неспособные рассуждать стремительность нравится, и в ней видят залог твердости и успеха. Глубоко печально, что главные персонажи Омского градоначальства одурели от своего высокого положения, и думают, что курс на непреклонность и на держи-морт может привести к успеху. Твердость власти не значит угрюм бурчеевщина. 11 мая. Вчера узнал от генерала Касаткина причины, побудившие Ставку выбрать северное направление для развития решительного наступления против красных. Для нас, сидевших в тылу, выбор этого направления был всегда непонятен, так как казалось, что по всей обстановке следовало двигаться через Уфу в Оренбург на Самару и Царицын на скорейшее соединение с Уральцами и Деникиным. Маленькие люди в Ставке говорят, что северное направление избрано под влиянием настойчивых советов генерала Нокса, мечтавшего о возможно скорой подаче английской помощи и снабжения через Котлас, где существовало прямое водное сообщение с Архангельском, куда уже прибыли значительные английские запасы. Все это было очень заманчиво, но не могло быть поставлено во главу угла, ибо в конце концов имело за собой больше нет, чем да. Все это пришло бы само собой при хороших успехах у Самары при соединении с Деникиным к западу от Царицына. Все горе в том, что у нас нет ни настоящего главнокомандующего, ни настоящей ставки, ни сколько-нибудь грамотных старших начальников. Адмирал ничего не понимает в сухопутном деле и легко поддается советам и уговорам. Лебедев безграмотный в военном деле и практически случайная выскочка. Во всей ставке нет ни одного человека с маломальски серьезным боевым штабным опытом. Все это заменено молодой решительностью, легкомысленностью, поспешностью, незнанием войсковой жизни и боевой службы войск, презрением к противнику и бахвальством. Нокс очень хорошо к нам настроен, но он очень мало понимает стратегии, да еще в русской обстановке. Он искренне хочет нам блага, но надо же уметь корректировать проявление этого хотения. Он, например, упрямо стоит на том, чтобы самому распределять приходящие к нему запасы английского снабжения и делает при этом много ошибок, дает не тому, кому это в данное время надо. Появились любимые части вроде капелевского корпуса, отлично до последней нитки и запасом снабженного, в то время, когда имеются голые и босые части, на которые это неравномерность действует очень скверно. Методичному и привыкшему к системе англичанину хочется сразу все наладить, не считаясь совершенно с той обстановкой, в которой все это приходится делать. Я говорил с Ноксом и просил его передать снабжение нам, обещаясь выполнять все его желания. Нокс горячился и указывал, что русские власти не умеют распределять свои запасы и он не желает, чтобы доставляемое Англии снабжение распылялось без толка и без пользы. 12 мая продолжаю болтаться по секциям и наблюдать русскую болтливость и неделовитость. Меня оставили здесь сидеть до конца съезда. Знакомлюсь с людьми, с настроением разных классов и состоянием и нуждами разных отраслей промышленности. Утром был на заседании многочисленной кожевенной секции Тюменский, Курганский и Красно-Уфимский районы. Типичное российское заседание. Председатель демократического эсеровского вида, но очень деспотического характера. Всех перебивает, полемизирует с докладчиками и пользуется всяким случаем, чтобы подпустить резкость по адресу правительства и представителей власти. А случаев много, ибо несуразные меры разных агентов министерства снабжения довели кожевенников до того, что им выгоднее гноить кожу в бучилах, чем сдавать ее в казну. Распоряжается так, что и солдаты-боссы, и честные кожевенные предприятия трещат. Наживаются же одни только жулики и спекулянты. 13 мая утром разбирался с заказами, распределенными здесь уполномоченными министерства снабжения, после чего высказал товарищу министра Мельникову, что в этом деле нужны прокурор, сенаторская ревизия и военно-полевой суд. Ибо, несомненно, многие заказы распределены или сумасшедшими идиотами, или заинтересованными в заказах мошенниками. Контракты составлены так, что все выгоды и преимущества даны подрядчикам, а заказной оставлены обязанности платить и отвечать за все случайности без обеспеченной даже надежды на срочность исполнения и на самое исполнение. В общем-то, то же самое, что и во Владивостоке. Крупные заказы, розданные демократически по мелким, маломощным, неизвестным и совершенно безнадежным подрядчикам, без залогов, штрафов и с выдачей вперед авансов, ничем абсолютно не обеспеченных. Эти подрядчики брались выполнить заказы в любое время, ибо, очевидно, никогда и не собирались выполнять принимаемые на себя обязательства. Большие заводы отказались от этих поставок, так как их невозможно было выполнить в указанные в условиях сроки, особенно по новым для Урала видам производства, по которым надо было ставить новые отделы. В результате ни один заказ к сроку не выполнен, армия сидит без обоза и без походных кухонь, а подрядчикам розданы многие десятки миллионов казенных авансов под фиговое обеспечение. От каких-либо наскоков казны подрядчики надежно обеспечены параграфом шестым всех договоров, по коему казна должна доставлять сырье и материалы, а если это не будет исполнено, то всякая ответственность с подрядчика спадает. Местные обыватели говорят, что эти подряды были предметом беззастенчивой спекуляции и продавались из рук в руки. Был заключен договор на поставку пяти тысяч повозок стоимостью свыше двенадцати миллионов рублей с каким-то кондуктором подводного плавания, весь капитал которого состоял из знакомства с уполномоченными министерства и в насильном платье, а все техническое оборудование в карманном ноже. По словам Федотова, полученные от казны многомиллионные авансы пущены в спекуляцию по покупке и продаже разных товаров. Об исполнении заказов думают только немногие и в результате армия останется без необходимейших предметов снабжения. 14 мая на обратном пути в Омск встретили поезд междусоюзного контроля. Десять бранд неопульмановских вагонов китайско-восточной железной дороги под двумя паровозами. Этим у фронта отнимается минимум два поездных состава и в такое время, когда каждый вагон остро нужен. Едут якобы знакомиться с состоянием фронтовых дорог, а на самом деле катаются. Ведь это все старые опытные железнодорожники, для которых достаточно донесений сотен сидящих всюду агентов и инспекторов для того, чтобы знать действительное состояние дорог. Едут под флагом важного дела, а в действительности преследуют только интересы собственного любопытства и развлечения. Очень приятно проехаться по незнакомой Сибири в чудное весеннее время, повидать близко разные события и заглянуть на фронт. Вагоны великолепны, буфет, повара и вина первоклассные, удобство путешествия исключительные до вагона с машинистками, манше катрес включительно. Едут как избавители и благодетели. Ну, а остановка и без того хромающего движения и задержка движения на фронт продовольствия, снаряжения и одежды это такие пустяки сравнительно с теми великими благодеяниями, которые принесет пробег этого великолепного поезда. Я искренне пожалел, что красные не спустили его около Тайшета под откос. Вагоны блиндированные и членовредительства не было бы. Ведь и без того наши несчастные дороги стонут от экстренных поездов Верховного, Лебедева, Гайды, разных чешских начальников, высоких комиссаров и прочих спасителей. Все эти между союзные господа не в состоянии сообразить, что их ослепительный пробег взад и вперед нужен только им самим. Вы думали, что нас надо учить, как распоряжаться своими дорогами. Нам нужны не их советы, не их вмешательства, не их поездки, а присылка нам паровозов, запасных частей и масла. Тогда и мы справимся по-своему. Не на первый, быть может, сорт, но не хуже иностранцев. Насколько я успел познакомиться с работой Министерства путей сообщения, то кажется, что единственная работа Коева заслуживает полного одобрения и в котором рули управления в надежных и знающих руках. Вместо советов лучше бы помогли реально поддержанию порядка на железных дорогах, понимая под этим не станции и рельсы, а всю полосу дороги. Если бы в полосе железных дорог был порядок, то тогда было бы легко иметь полный порядок и в эксплуатации. Что толку в том, что американские диспетчеры прибавят четверть поезда в сутки, когда красноярские и тасеевские большевики спустят под откосы в десять раз больше количества вагонов. Нужна моральная и материальная поддержка в самых широких и искренних размерах, а не советы, руководство назойливые опекуны и прочие прелести наличной интервенции, навалившиеся на нас, как какие-то новые египетские казни. Пятнадцатого мая вернулись в пыльный и душный Омск. Был на оперативном докладе в Ставке. Последние сводки мне очень не нравятся, так как, несомненно, на фронте западной армии инициатива перешла в руки красных. Наше наступление выдохлось, а армия катится назад, не способная уже за что-нибудь зацепиться. Наступление красных обозначилось уже определенно по двум направлениям вдоль Самары Златоустовской железной дороги и в разрез между Сибирской и Западной армиями. Ставка не понимает положения и позволяет Сибирской армии наступать на Глазовском положении. Одна лошадь в паре пятится назад, другая прет вперед. Направление в разрез армии ничем не прикрыто и по мере продвижения сибиряков вперед их положение делается все опаснее. Когда я указал это генерал-квартирмейстер уставки, то тот сослался на наличие в Екатеринбурге больших резервов и добавил, что с введением в дело резерва Капеля на фронте Западной армии все перевернется опять в нашу выгоду. Таким образом вся судьба зауральской кампании висит на двух кучах совершенно неготового к бою сырья. Без артиллерии, без средств связи, необстрелянного, не умеющего маневрировать. Я не видел войск группы Капеля, но и без того понимаю, что за несколько зимних сибирских месяцев при условиях современной стоянки было абсолютно невозможно сформировать годные для боя части. Как подкрепление успеха такие части могли еще пригодиться, но выдвинутые в расшатанный и катящийся назад фронт западной армии, они не в состоянии помочь делу. Фронт же западной армии и расшатан и катится неудержимо назад, что ясно чувствуется из туманных загримированных и старающихся сохранить лицо донесений штаба этой армии. Не подлежит сомнению, что потеряна способность сопротивления, что хуже крупного поражения. Временами пытаюсь поймать себя в ошибочности своих мрачных расчетов, но действительность не дает мне по этой части никакой лазейки. Вижу перед собой непомерно растянутый фронт, растрепанные, полуголые и босые, истомленные и вымотанные в конец части, молодое, очень храброе, но неопытное и неискусное в управлении войсками и в маневрировании начальства, самоуверенные, враждующие между собой и не особенно грамотные по полководческой части штабы армии, автономные, завистливые, неспособные друг другу помочь, самонадеянную, бездарную, безграмотную по стратегии организации ставку, далекую от армии и неспособную разобраться в происходящем. Никаких ресурсов по части готовых для боя резервов, никаких планов текущей операции, кроме задорного желания изменить неуспех в успехе. И очень мало надежды на то, что все сие приходящее и может измениться в лучшую сторону. То же, что делает сейчас ставка, есть безнадежное цепляние за возможность какого-то чудесного переворота в нашу пользу. Идет игра на авоську, а вдруг красные выдохнутся или подброшенные резервы сразу изменят положение. Все эти приемы недостойные крупной игры, показывающие, что вместо мастеров игру ведут авоськи до небоськи самого мелкого калибра. В тылах тоже неблагополучно. Серьезное восстание расползается в Кустанайском уезде. Туда послан казачий генерал Волков, известный своей решительностью. Сегодня он уже доносит, что две главные банды им настигнуты и истреблены. Вообще же на восстание в тылу ставка обращает слишком мало внимания и начинает тревожиться только, если это отзывается на подвозе или вызывает посылку войск. Посмотреть поглубже и повнимательнее на это движение не хотят и только от него отмахиваются. Говорил по этому поводу с Бурлиным и Кондрашовым, настаивая на необходимости обратить внимание на тыловые восстания, отыскать вызывающие их причины и принять меры по устранению этих причин, каковыми в большей половине является небольшевизм. Ставка уверена, что если на фронте будет успех, то тылы смирятся и успокоятся. Я же смотрю на это иначе и считаю, что никакие успехи на фронте нам не помогут, если местные агенты власти в тылу будут вести себя так, чтобы вызывать ненависть населения. Сейчас, например, идет формирование отрядов особого назначения, поступающих в распоряжение управляющих губерниями. Казалось бы, что в эти отряды надо назначить отборный состав, обеспечить его материально самым широким образом, а у нас все делается как раз наоборот. В отряды идут отбросы армии и чиновничества, очевидно, в надежде нажиться. Оклады в отрядах нищенские, одеты они оборванцами, и даже не все имеют вооружение. Никакой реальной силы они не представляют, являясь по сущности полуразбойничьими бандами, годными на карательные экзекуции и на расправу с крестьянами, но не способными бороться с красными шайками. 16 мая весь день я просидел в ставке на совещаниях по поводу новой конструкции военного управления. С недоумением узнал, что, по-видимому, решено сосредоточить в лице Лебедева должности начальника штаба верховного главнокомандующего и военного и морского министров, дав ему помощников по всем трем должностям. Честолюбию этого бездарного выскочки, видимо, нет пределов. Я заявил, что подобное совмещение совершенно невозможно, ибо нельзя совмещать полевую должность с званием министра, члена совета министров. Пытался разъяснить совещание, что если действительно армия и фронт страдают вследствие отношений, установившихся между ставкой и военным министерством и их верхами, то сама система управления тут ни при чем. Надо или заставить верхи работать дружно и в одну струю, или же их сменить и поставить такие, которые работали бы, как хорошо съезженные пары. Ломать же систему в такое горячее время невозможно. Мое мнение осталось единоличным, и никто его не поддержал. Докладывал адмиралу, и все время убеждаю ставку, что надо во что бы то ни стало остановить рост армии всякие самочинные формирования, ибо давно уже у нас нет во что их одевать, а кое-где нет и чем кормить. Ведь по сводкам ставки у нас на довольствии состоит около 800 тысяч человек. Наладить снабжение в таких размерах мы совершенно бессильны. На наше горе красные оказались умнее нас. Когда у них обозначилась невозможность сдержать наш стихийный порыв, они отдали нам Урал, ушли на Волгу, подтянули подготовленные резервы, наметили очень нехитрый и белыми нитками шитый план операции и тремя группами ударили по нашему растянутому фронту. Ставка была обязана задержать армии на Урале, дать им устроиться и отдохнуть, обеспечить снабжение и тогда идти к Волге. Вместо этого все понеслись вперед, так, как будто бы красных не было. Скверно то, что, судя по рассказам беспристрастных наблюдателей, импульсом этого безудержного наступления было честолюбие фронтовых начальников и погоня за намеченными впереди призами и связанными с их достижением наградами. После взятия Перми и Уфы юные полководцы стремительно полетели вперед. Пепеляев на Вятку, Вержбицкий на Казань, Ханжин на Самару. Красные почти не сопротивлялись. При этом полете, сопровождаемым мелкими, но раздуваемыми вовсю успехами, перестали думать и соображать. Хотелось только первыми прийти к поставленной цели и прославиться. Получившееся при этом непомерное растяжение фронта создало благоприятную почву для многочисленных новых формирований и развертываний. Была опущена в ход система местных мобилизаций, объявляемых самостоятельно начальниками разных войсковых комбинаций. Эти шалые бессистемные призывы ничего кроме вреда не принесли и силы армии не прибавили. Голодное население не особенно против них реагировало, так как поступление в войска давало одежду и кормежку. Для этих спазматических формирований не было ни кадров, ни учителей, ни снаряжения. Они только обманывали верхи своим наличием и своей численностью, это я видел уже в Екатеринбурге. Они давали миражи армии и реальные силы там, где ни настоящих войск, ни реальной силы не было. При успешном наступлении все это не сказывалось, ибо серьезных боев не было, особенных опасностей тоже, а всякий успех давал наступающему богатую добычу. Но с тех пор, как на фронте западной армии фортуна повернулась к нам задом и понадобились стойкости подвиг, не слепленные ничем прочные части, случайные сборища деревенских и городских парней, оказываются уже не способными выдерживать выпавшие на их долю боевые и походные испытания. Так говорят приезжающие из фронта офицеры, преимущественно старые артиллеристы, которых я встречаю ежедневно в управлении полевого инспектора артиллерии. Многие прямо сознаются, что при отходе местные мобилизованные расходятся по своим деревням, унося одежду, снаряжение, а иногда и вооружение. С подготовкой резервов в чаду успеха не торопились. Сейчас с огромным уже опозданием всюду идет лихорадочная работа по выброске вперед этого сырья. Спешкой уже не покрыть такие серьезные органические недостатки всей системы. Отсутствие самоанализа и служебного опыта позволяет и ставке и штабам армии забывать, что куча людей, одетых в военную форму, имеющих, да и то не всегда в руках ружья, представляет только весьма малую часть совокупности тех данных и качеств, которые необходимы для того, чтобы иметь право называть эти кучи воинскими частями, годными для войны и для боя. неудержимо гонят на фронт части группы генерала Капеля. Я перестал уже говорить об опасности отправки туда этого сырья, так как это бессильно кого-нибудь здесь вразумить. закрыв глаза и заткнув уши видят в этом спасение положения на фронте западной армии и не желают разумно оценить все положение, хладнокровно подсчитать все шансы и принять решение, не считаясь ни с чем, кроме пользы. Мне уже надоело быть какой-то каркающей кассандрой среди этих оптимистов, убежденно, что сейчас войну надо вести по особенным, им известным и уже проверенным на опыте правилам. Юнцы не способны разглядеть тот рубец, на котором кончилось июньское восстание прошлого года и началась настоящая война, имеющая, конечно, свои специфические особенности, но все же настоящая, управляемая незыблемыми законами война. Они не разбираются в том, что армия в сотни тысяч чертов, к сожалению, не штыков, это не партизанские отряды и офицерские организации первого периода войны, и что для существования и управления армией необходимо держаться основ того, что выработала военная наука и что дал боевой опыт прошлого. 17 мая рано утром в Ставке состоялось секретное совещание по вопросу о реорганизации военного управления. Объявлено окончательно, что Лебедев будет наштоверхом и военным министром. Добавление морского министра встретило сильное сопротивление морских кругов и, по-видимому, не пройдет. Ставочная и антистепановская молодежь в восторге и уже готова плясать победный танец на костях поверженных врагов. Я пытался убедить совещание вне своевременности реформы, предлагал два компромиссных проекта, удовлетворяющих законным требованиям обстановки, но ничего не разрушающих, но все это было глазом вопиющего в пустыне. Старые тревожные картины чистолюбцы тянутся к власти, забирают ее полными руками, готовы стать неограниченными самодержцами, но хватит ли знаний у Мишка опыта, чести, любви к родине и жертвенного бескорыстия, чтобы со всем захваченным справиться? Ведь военное дело тоже ремесло, а чтобы быть хорошим ремесленником, надо практически изучить дело, начав с мелочей и пройдя все стадии мастерства. Надо знать не только как пишется, но и как выговаривается. Ставка швыряет на фронт все сырые резервы, гонит туда последние скудные запасы винтовок, для того, чтобы раздать их еще не стрелявшим никогда парням и бросить их в наступление. Везде в тылу успешно одевает в форму новобранческие толпы, наученные ходить с песнями и в ногу, дают им первый раз в жизни винтовки и воображают, что это солдаты. Затем все это спешно набивается в вагоны и гонится на восток для закупоривания образовавшихся всюду на фронте дыр. Он давно уже дырявый, но заметили это только теперь, когда во все дыры полезла наступающая краснота. На внутренних фронтах по мере наступления теплого времени число очагов восстания все увеличивается. На Тайшетском участке идет настоящая война. Восставшие банды громят волосные правления, убивают священников, лесничих и мелкую интеллигенцию. 18 мая Лебедев и его молодежь разработали наконец окончательный проект системы военного управления, причем главная цель истребления Степанова и Марковского с подчинением всего Лебедеву достигнута. Результатом реформы является создание невероятно громоздкой ставки, вбирающей в себя часть отделов военного министерства. Всю ставку сваливают на Бурлина, все министерство хотят нагрузить на меня, а Лебедев принимает двойной венец фронта и тыла и право все время кататься, но все путаться и ничего не делать. на Тайшетском участке красные свалили под откос 12 новых паровозов, шедших на усиление западно-сибирского участка. Восстание местная анархия расползается по всей Сибири. Говорят, что главными районами восстания является поселение Столыпинских аграрников, не приспособившихся к сибирской жизни и охочих на то, чтобы поживиться за счет богатых старожилов. Плохо все это кончится. Ставка упрямо все тащит на фронт и не желает понимать огромной важности образования в тылу прочных и надежных гарнизонов. Посылаемые спорадически карательные отряды только бунтуют население, так как не разбирают правых от виноватых, жгут деревни, вешают, и где можно безобразничают. Такими мерами этих восстаний не успокоят. Для их исцеления нужны иные меры. Прежде всего глупо охранять железную дорогу, сидя на станции, ходя по рельсам и не имея ничего в стороне от дороги, в районе наиболее опасных селений и важнейших колесных дорог. Говорил об этом генерал-квартирмейстеру и оперативной части, но получил ответ, что это дело начальника Красноярского района генерала Розенова, которому на месте виднее, что надо сделать для того, чтобы прикрыть железную дорогу от нападения восставших жителей. Также легкомысленно смотрят вставки на все нужды тыла. Думаю, что сейчас нас может выручить только дружеская оккупация наших тылов союзными войсками. Возложить охрану порядка и власти на части, наспех и неумело формируемые из зеленой крестьянской городской молодежи, неустойчивой и больной всеми приобретениями революции немыслимо. Не верю вообще в возможность скоро сформировать новые надежные части русской армии, даже при самых совершенных методах исполнения. То же, что делается в Преамурье и здесь, в Сибири, грозит подарить нас такими воинскими частями, которые в тяжелые минуты испытаний могут сделаться причиной нашей гибели. Ведь уже и сейчас в шифрованных донесениях с фронта все чаще попадаются зловещие для настоящего и грозные для будущего слова «Перебив своих офицеров, такая-то часть передалась красным». И не потому, что она склонна к идеалам большевизма, а только потому, что не хотела служить, не хотела рисковать в бою своей жизнью и в перемене положение, создаваемого изменой, думала избавиться от всего неприятного. 19 мая пришлось быть безмолвным свидетелем объявления Степанову, уже свершившегося факта, его отставки и утверждения адмиралом новой реформы военного управления. Пришлось пережить очень неприятные минуты нравственной неловкости за вынужденное участие в этой церемонии и чувство стыда за адмирала, в котором не нашлось достаточно характера, чтобы сделать это самому и в более приличной для своего сотрудника форме. Неискренность адмирала очень напоминает в этом несчастного Николая Второго. 21 мая Ставка сообщила, что я назначаюсь помощником начальника штаба Верховного Главнокомандующего и управляющим военным министерством. 23 мая получил приказание Верховного правителя вступить в управление военным министерством. Во всех других назначениях мне отказано, причем адмирал приказал мне передать, что будет поддерживать меня во всех моих начинаниях. Ставка и военное министерство пребывает уже два дня в состоянии полного хаоса. Смелые реформаторы, начав свою перекройку, залезли в такие безысходные практические трущобы и встретились с такими неожиданностями, что совершенно растерялись. Они не знают, как пишется, но не знают, как выговаривается. Их легкомысие дошло до того, что решили выполнить всю реформу в три дня, после чего сразу зажить по-новому. Только полное профанство в деле и мальчишеская задорность способны родить столь нелепое распоряжение. Думают, и в этом отношении очень недалеко ушли от комиссаров, что стремительность и категоричность приказа, подкрепленные угрозами разных кар и жупелов, достаточно для того, чтобы заставить осуществить любой бред, любой каприз. Я уверен, что и через три недели реформа это будет еще продолжаться. И чем больше не будут торопить, тем она пройдет хуже и тем дольше затянется. В глубине же тыла и в обиходе армии она будет жить еще многие и многие месяцы. 24 мая Досадно то, что большинство отделов ставки и министерства нельзя отказать в том, что с внешней стороны они работают очень усердно и по первому взгляду можно подумать, что работа кипит. В действительности же благодаря отсутствию опытных верхов вся работа сводится к пустопорожней переписке, к сбору запоздалых и никому не нужных статистических и справочных данных и к ущемлениям и пререканиям. С одной стороны наталкиваешься на самую заскорузлую канцелярщину и сухой, не желающий ни с чем считаться бюрократизм, а с другой стороны царит самая неприкрашенная внутренняя атаманщина и царство личного произвола и усмотрения. 25 мая создал себе внушительный круг врагов среди сильных представительниц слабого пола, проведя через ставку приказ о воспрещении пользоваться казенными автомобилями для частных надобностей. Надо положить конец тем безобразиям, которые мы видели на большой войне и которые продолжаются и ныне, приводя к тому, что число автомобилей тем меньше, чем ближе к фронту. Тылы переполнены автомобилями, а на фронте начальники корпусных групп и дивизий их не имеют. Здесь вся адъютанщина и прихлебательская челядь высоких лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и визитам в казенных автомобилях, тратя скудные запасы горючей смеси и масла и разбивая шины. Все, что мы достаем с великими усилиями и на золотую валюту. По вечерам вся дорога у загородного сада покрыта казенными машинами с высокими военными и гражданскими дамами, приезжающими сюда отдохнуть от ужасной омской пыли. О том, во что обходятся казни эти прогулки, головки милых дам не думают. По ночам казенные автомобили торчат у крылец разных увеселительных и злачных мест, ожидая иногда высоких сановников, освежающихся там от великих государственных трудов, а чаще всего их адъютантов, чиновников для поручений и прочего чиновного локейства. Я настаиваю на необходимости оставить машины только у тех лиц, служба которых требует быстроты передвижения, а все освободившиеся автомобили отправить немедленно на фронт. Это облегчит передвижение строевых начальников и покажет армии, что о ней думают не только на словах, а способны кое-чем для нее и поступиться. Вечером получил неприятный сюрприз, так как оказалось, что Лебедев назначен все же военным министром, а я попал к нему в помощники. 26 мая на фронте никакой надежды на улучшение. Как не загримированы фронтовые донесения, из них все же всюду лезет, что дела не важны. Несомненно, что способность сопротивления многих частей потеряна, и что офицеры и солдаты выбились из сил. При таком положении нужна или смена, или отдых. А мы не в состоянии ни сделать первой, ни дать второго. То, что делает ставка, для меня непонятно. Это или полная военная безграмотность, или же отсутствие мужества сознаться в своей ошибке, в плохом расчете всей операции. Видимо, Лебедев и компания или безнадежно слепы, или неспособны на сильные мужественные решения. Они безмерно честолюбивы, им хочется только успеха и славы. Им, как капризным детям, хочется, чтобы Боженька помог, чтобы с их горизонта исчезли противные красные бяки, и чтобы наступили опять победные и столь приятные для них дни. Сейчас не может быть никакого сомнения в том, что мы потеряли все успехи этой зимой. Красные умело учли все наши ошибки и все невыгоды безмерно растянутого жидкого и расстроенного положения. Ярко очевидно, что на нас ведется решительный удар, и что против нас введены в дело свежие резервы. Все это делает борьбу очень неравной, и в этом надо честно сознаться, трезво оценить создавшееся положение и принять героические решения. 27 мая. В Ставке и по всему городу ползут слухи о предъявлении адмиралу Гайды какого-то ультиматума, в котором, обвиняя Лебедева и компанию в бездействии и в глупых и вредных распоряжениях, он требует немедленно убрать Лебедева и передать всю оперативную часть генералу Богословскому. Ставка пытается сохранить все это в секрете, но секрет дырявый, и сквозь его дыры лезут и расползаются самые нелепые слухи и зловредные комментарии. Такой взрыв со стороны Гайды был, по моему мнению, неизбежен по двум причинам. Прежде всего, несомненно, что распоряжения Ставки нелепые, несоображенные с обстановкой, возлагающие на войска невыполнимые задачи и принимающие очень часто дерзкие и обидные для войск формы, не могли не вызвать острого раздражения штабов армии против Ставки и ее главы Лебедева. Особенно недоволен был штаб Сибирской армии, всегда почти автономной, гордой своими победами. Фронт всегда и без того ненавидит свои тыловые верхи, зло и придирчиво разбирает все их распоряжения и в них видит причины всех своих бедствий и неудач. Нужно очень умелое и тактичное руководство и большая забота верхов об армии для того, чтобы победить это органическое нерасположение подчас даже ненависть. Ставка же наоборот делала все, чтобы стать на фронте сугубо постылой и остро ненавистной. Ну, а штабы армии, групп и дивизий со своей стороны постарались, чтобы это усугубить. Частые поездки на фронт Лебедева, очень надменного, самовлюбленного, резко и бестактно путавшегося в армейские распоряжения, конечно, не могли способствовать укреплению авторитета ставки. Сама атмосфера ставки с неналаженностью и суетливостью работы, важностью молодых сановников и малым вниманием к нуждам и просьбам армии, также не могла прибавить уважения и доверия. Несомненно, что и штабы армии страдали теми же недостатками, но кто же способен видеть даже бревна в собственном глазу. С другой стороны, было совершенно естественно, что начатая с весны реорганизационная работа и постепенные попытки привести армию к законному порядку существования, не могли быть встречены спокойно и благожелательно фронтовыми владыками, атаманами и атаманчиками, которые не могли понять, что все это жизненно необходимо для пользы дела, и смотрели на все эти меры, как на личную обиду и на посягательство на их законные права. Они привыкли жить по-своему, стеснений не любили, тылу и верхам не верили, новых порядков и ограничений их воли и самодурства не желали. Хотели продолжать распоряжаться самостоятельно вне какого-либо удержа и контроля. Будучи детьми бурных времен, они были не способны перейти к более спокойным условиям и более ограниченным рамкам существования, а потому поднимались против всего, что хотело положить предел тому, что они считали своими неотъемлемыми и на войне приобретенными правами. Затейные ставкой реформы и проявляемая ею, хотя пока еще только бумажная деятельность и настойчивость в желании их осуществления должны были вызвать и вызвали резкий протест и отпор со стороны фронта, но, конечно, не в форме открытого неповиновения, а под каким-либо благовидным предлогом, каковой и нашелся в общей ненависти к главе нашей ставки и к самой ставке и в недовольстве шалами, бесталанными и гибельными по своим последствиям распоряжениями очень молодого нашта верха. Я смотрю на дикую выходку Гайды, как на последнюю попытку обратить внимание адмирала и правительства на все происходящее и на невозможность иметь во главе высшего оперативного управления бездельного и бесцветного нашта верха. Это то же самое, что пытался сделать в 1905 году Гриппенберг в отношении Куропаткина. Вижу, что был прав, когда во время поездки в Екатеринбурге при разговоре с адмиралом по поводу капризности и неисполнительности Гайды и под впечатлением той враждебности к западной армии, которая чувствовалась в атмосфере Екатеринбурга. Я советовал адмиралу подчинить Гайде обе армии, видя в этом единственный выход из создавшегося положения. Я был уверен, что тогда Гайда вылез бы из себя, но сделал бы все, чтобы доказать, что его гений способен всякий неуспех обратить в победу и дал бы все необходимое для помощи западной армии. Наличие достаточно организованного штаба и, по-видимому, энергичного и дельного богословского гарантировало техническую сторону дела. Одновременно этот исход разрешал вопрос и реорганизации управления армиями, уничтожал их автономию, приближал оперативное управление к фронту и ставил ставку в надлежащее ей положение. Адмирал тогда задумался и обещал поговорить с Лебедевым, что было равносильно похоронам по первому разряду. Пришлось просить генерала Касаткина составить и разослать в армии корпуса и дивизии брошюру о железных дорогах с изложением самых элементарных сведений о работе железных дорог, о данных, обусловливающих их провозоспособность и о зависимости последней от профиля водоснабжения, расположения депо и запасов топлива и прочее и прочее. А то наши фронтовые полководцы думают, что железная дорога это все равно, что улица и что достаточно пригрозить расстрелом или поркой личного состава или поставить всюду зубодробительных комендантов, чтобы по линии побежало столько поездов и такого состава, сколько заблагорассудится какому-нибудь скоропалительному превосходительству. Позабыл фамилию какого-то очень молодого, но и очень решительного генерала в Екатеринбурге, который на заявлении начальника дороги о том, что технические условия не позволяют станции пропустить больше известного числа вагонов, заявил, что пришлет на вокзал своего Есаула с казаками и тогда станция пропустит вдвое и втрое больше. Он был очень поражен, но понял свое заблуждение, в чем искренне сознался, когда я ему объяснил влияние профиля, величины перегонов, длины путей и остальных технических данных на пропускную и приемную способность станции. Жалко, что раньше не начали учить наш командный состав. Большевики учли это лучше нас. посадив всюду прикованных на цепочке спецов, восполняющих неграмотность старшего коммунистического начальства. 29 мая. Восстания в близком и глубоком тылу разрастаются. Весна и листва дают огромные преимущества повстанческим бандам. средств противодействия у нас нет, так как все годное притянул фронт. А те импровизированные части, которые посылаются в тыл, способны только на то, чтобы поднимать новые восстания. Обобрав тыл, ставка учинила огромный и, быть может, непоправимый промах, ибо без спокойного тыла нам никогда не выгрезть. Мой пессимизм считает, что сейчас военными средствами нам уже не справиться с тыловыми восстаниями, и что для этого надо или какое-нибудь чудесное изменение настроения населения, созданное экстреннейшими и шкурно-полезными мерами, или же немедленная оккупация тыла союзными войсками и введение там смешанного русско-союзного управления, в котором союзная его часть должна гарантировать населению безопасность от атаманщины и беззаконий. К сожалению, оккупация НМАССЕ возможна только за счет Японии и ее войсками. А между тем, то покровительство, которое оказывается японскими начальниками Семенову и Калмыкову, не дает никакой возможности надеяться на нужную для нас политику японской оккупации. Желая дать вооруженную силу начальникам губерний и областей, Министерство внутренних дел стало формировать отряды особого назначения. Забыли, что служба таких отрядов требует отборных людей строго законного порядка. И получилось нечто очень мрачное и нелепое, ничтожное по своему военному значению, неспособное справляться с крупными восстаниями, но зело вредоносное по своей распущенности, жажде стяжания и легкости по части насилия. В отряды попало немало старых опытных полицейских и жандармских ярыжек, которые по старой привычке надувать начальство, заливает его донесениями об успехах, разгроме повстанцев и покорении поднозе, а сами бегают от повстанцев и отводят душу над беззащитным населением. Лучше бы бросили все эти усмирения и ограничились охраной железной дороги. Быть может, без усмирения все усмирилось бы само собой, особенно когда подошло бы время полевых работ. 30 мая Ночью адмирал лично отправился в Пермь на уговоры Гайде. Скверная вещь это разные уговоры. Сие блестяще доказано два года тому назад нашим неудачным главно уговаривающим Керенским и его вольными и невольными последователями. Я сам это пережил в течение шести месяцев состояние в роли корпусно уговаривающего. Компромисс это не решение, а только временная отсрочка, спешный ремонт опасной трещины, поверхностное, но нерадикальное лечение. Адмиралу надо отсукать Гайду, заставить его понять весь вред его дерзкой эскапады, но надо также и самому разобраться в доводах Гайды и убрать бесталанного и вредного наштоверха. Ведь Гайда совершенно прав, обвиняя Лебедевой ставку в неумелых и вредных для фронта распоряжениях и требуя направления всей работы ставки на более дельную дорогу. Ведь очевидно, что ставка ничего до сих пор не дала ни по части оперативного управления, ни по части организации. Сегодня по карте я подсчитал, что отсутствие руководства армиями во время шалого военного полета к Волге и нелепое выбрасывание вперед отдельных частей в стремлении первыми и поскорее захватить известные пункты привело к удлинению фронта на 260 верст, разбросало армии и группы и лишило их всяких резервов. 31 мая наступательные эксперименты с неготовыми для боя войсками окончились очень печально. Левый фланг сибирской армии разбит и, как доносит Гайда, дезорганизованные части генерала Вержбицкого бегут. Впервые встречаю в оперативной сводке такое откровенное донесение. Вставки считают, что сейчас Гайда желает возможно сильнее сгустить краски о положении на фронте, для того, чтобы резче подчеркнуть, к чему привели распоряжение Лебедева. Мне же думается, что под общим приподнятым настроением прямо сорвалось слово правды, которое прежде усердно гримировали. Несомненно только, что и в сибирской армии перешли за коэффициент упругости боевого сопротивления и что и грозит тот же оборонительный паралич, который уже разбил западную армию. Вообще положение на фронте сделалось таким, что недавние оптимисты примолкли и в Омске наступило довольно тревожное настроение. Я смотрю на будущее еще мрачнее, так как наши последние резервы 11-я, 12-я и 13-я дивизии, формируемые в тылу в Омске и Томске, к бою еще не готовы, не имеют артиллерии, пулеметов, средств связи, обоза и прочее, прочее. А между тем очевидно, что нам на Урале уже не удержаться, а это грозит Екатеринбургу, Перми и Челябинску, в которых сосредоточены большие запасы разного снабжения. Поэтому приказал приостановить продвижение за Омск новых запасов и просил начальников снабжения армии расходовать все то, что накоплено в их тылах. Просил генерал квартирмейстера Ставки дать заключение о том, не своевременно ли начать частичную эвакуацию Екатеринбурга, но получил громоносный ответ на тему, что подобные проекты могут отразиться на настроении войск. Вот до чего доводит кабинетное управление при помощи несведущих по своей специальности юнцов. Они живут утопиями и миражами, мечтают о сохранении настроений, которое так определенно обрисовано в сегодняшнем письме Конковского. 1 июня Ставкино хмуренное настроение Лебедеву приказано считаться больным и он занимается в своем вагоне, передав фактическое исполнение наштоверха Бурлину. Говорят, что это сделано, чтобы не дать повода бурному Гайде осуществить какую-нибудь выходку и не дразнить его получением распоряжений за подписью Лебедева. 3 июня на фронте сибирская армия покатилась назад и покатилась совсем скверно, по-видимому, в положении близком к катастрофическому. Разгром ее левого фланга поставил в почти безвыходное положение ее правофланговые части, которые все время гнали вперед в направлении наглаза. Фронт сломлен, а тут еще инцидент с Гайде и перекраивания омскими портными дырявой и без того хламиды высшего военного управления. В Телу же все шире и шире разгорается восстание. Одна тайшетская пробка уже два месяца остановила ночное движение поездов на этом участке и самым тяжелым образом отзывается на нашем подвозе, сократив вдвое число приходящих с востока вагонов и не давая возможности отправлять назад освобождающийся порожняк. Скудость подвоза усугубляется обращением на линии союзных эшелонов и союзных поездов. Причем своего подвоза союзники ни в коем случае сократить не желают. Свою порцию графика выделяют в первую очередь, а нам оставляют огрызки. Ясно, что при таких условиях совершенно невозможно образование каких-либо запасов, и мы живем за счет ежедневного подвоза или сокращения дачи. 4 июня утром вернулся из Перми адмирал. Одновременно приехали Гайда и Дутов, а с востока прикатил смененный с должности командующего войсками Приморского округа казачий держиморда Иванов Ринов. Надо весьма опасаться, что это политиканствующая троица устроит здесь какой-нибудь кавардак. Ань Кентиевский, ездивший с адмиралом на ликвидацию гайдовской истории, рассказал мне о подробности всего инцидента. 26 мая председатель Совета министров получил телеграмму Гайды с просьбой, чтобы Совет министров поддержал те требования, с которыми Гайда обратился к Верховному правителю. Но требований этих к адмиралу не поступило. Видимо, в последнюю минуту не хватило духа послать. Когда Вологодский доложил Верховному правителю о полученной телеграмме, то адмирал вызвал Гайду по беспроволочному телеграфу и после нескольких вопросов спросил Гайду, намерен ли он исполнять его Верховного главнокомандующего приказания. Гайда на это ответил, да, но поскольку они не будут мешать его, как командующего сибирской армии, оперативным распоряжением. Отсюда и завязалась вся история, обостренная требованием убрать Лебедева. После совещания с Ноксом и Жаненом адмирал решил сам ехать к Гайде, так как иных средств для разрешения инцидента не было. Трагическое бессилие Верховной по названию власти и Верховного по званию командования вынужденных советоваться с иностранцами и не имеющих реальных средств заставить выполнить свою волю. Было решено идти напролом. Взяли с собой весь конвой Верховного правителя, приказали изготовиться находящемуся в Екатеринбурге батальону охраны ставки и двинулись на запад усмирять непокорного сибирского командарма из перебежавших к нам фельдшеров австрийской армии. Осуществились предсказания тех, которые предупреждали адмирала, когда он пригласил Гайду на русскую службу. При отправлении было решено, что если Гайда будет продолжать оказывать неповиновение, то его арестовать и отправить немедленно в Омск. Подъезжая к Перми, не знали даже, встретил ли Гайда Верховного главнокомандующего или нет. Уже в самой возможности такого сомнения кроются грозные для будущего перспективы. Но Гайда оказался вполне по внешности корректным и встретил адмирала с обычной помпой и по уставу. После встречи и ухода с платформы почетного караула, вокзал был занят частями адмиральского конвоя, изготовившимся против всяких случайностей. А адмирал пригласил Гайду в свой вагон и объявил ему, что так как он позволил себе отказаться от исполнения приказаний Верховного главнокомандующего и пытался поднимать совет министров против Верховного командования, то адмирал не считает возможным далее оставлять его в должности командующего сибирской армии и предлагает сдать командование начальнику штаба армии, а затем ждать решения дальнейшей своей судьбы в Омске. Гайда горячо оправдывался, доказывая, что он был обязан довести до сведения совет министров о том, что распоряжение ставки губит армии. Тогда адмирал спросил Гайду, почему же он раньше ему этого не донес, не доложил, не сделал никогда ни одного намека о такой оценке распоряжений ставки. А между тем, это была его прямая как командарма обязанность. Эти слова адмирала очень знаменательны, ибо дают всему выступлению Гайда настоящую оценку, подтверждая, что интересы армии были только внешним предлогом, а внутренние причины были обиженное честолюбие и шалая несдержанность. Сейчас отношения старших начальников очень портятся благодаря гнусной и чисто провокационной деятельности многих видных представителей контрразведки, которая ядовитой грибной плесенью обволокла верхи управления и многих высоких начальников, незаметно для них втянув их в свою атмосферу сыска, влезания в чужие души и мысли и размазав эту нравственную грязь по всей духовной стране военного управления. Это я видел в Харбине, в Владивостоке и вижу теперь и в Омске. Сейчас у каждого большого политиканствующего начальника имеется отдел неофициальный конечно контрразведки занятый исключительно шпионством и наблюдением за другими больше всего конечно инакомыслящими и противными их господину лицем. При дальнейшем разговоре адмирал на заносчивое заявление Гайда о том, что в случае его ухода с поста командующего армии войска сейчас же побегут ответил, что за последствия отвечает он сам как верховный главнокомандующий. После довольно длительных пререканий и обмена колкостями адмирал поставил Гайде ультиматум выехать из Перми в течение двух часов. Причем в случае согласия ему будет разрешено уехать самому еще в звании командующего армии. в противном же случае будут приняты иные меры. Гайда молчал, но затем с усилием проговорил, что он солдат и полученное приказание исполнит. Через два часа Гайда экстренным поездом выехал в Омск, сдав командование армии генералу Богословскому. Перед отъездом он был у адмирала, который успел за это время совсем отойти и даже беспокоился, не был ли он слишком жесток к Гайде. Тут же появился всюду сующий свой нос атаман Дутов. Стал просить за Гайду и адмирал совсем смягчился. Вот сущность того, что рассказал мне о Кентиевске. Гайда явился в Омск с отборным конвоем в 356 человек. И сейчас он самой реальной силы во всем Омске. Сегодня стало известно, что адмирал получил из Парижа запрос пяти держав с просьбой сообщить политическую программу омского правительства. При удачном разрешении ожидается признание правительства и власти адмирала. Адмирал дал ответ, который считается вполне удовлетворяющим союзников, но отказался дать согласие на привлечение к власти членов Комитета Учредительного Собрания, так как главари их перекинулись на сторону большевиков и с ними невозможно никакое соглашение. Странно, однако, что такие серьезные вопросы решаются помимо Совета Министров. Каким-то келейным способом. Но Конституции Совета Министров принадлежит огромная власть. Но все это сведено на нет созданием Совета Верховного Правителя, где все вершится так, как того хотят Михайлов и его подголосок дипломатический вундеркинд Сукин, выскочивший неизвестно в силу каких достоинств на пост управляющего Министерством иностранных дел и пытающийся разыгрывать из себя великого дипломата. Какой-то злой рок преследует адмирала в составе его главнейших помощников. 5 июня Лебедев дипломатически болен и будет считаться таковым до окончания работ комиссии генерала Дитерихса. Если последний действительно то, как о нем говорят, то он должен сказать адмиралу правду и настоять на немедленном удалении Лебедева и на коренной реорганизации ставки. Пока же все стоит. Вместо работы идет шушуканье создание распространения всевозможных сплетен. Вся местная грязь заколыхалась и издает сильное зловоние. Дутов, Иванов, Иринов и Ижи с ними носятся по городу и что-то мухлюют. Бесконечно тяжело все это, противно и навевает самые грустные мысли. Как я не погружен в свою работу, но не могу совершенно отгородиться от шумов и запахов окружающей сутолки и от миазмов Омского болота. Жалко смотреть на несчастного адмирала, помыкаемого разными советчиками и докладчиками. Он жадно ищет лучшего решения, но своего у него нет, и он болтается по воле тех, кто сумел приобрести его доверие. 6 июня Просил министров земледелия и торговли оказать самую широкую поддержку развитию в Сибири льноводства, овцеводства и кустарных промыслов, особенно по сукну, холсту и мелким металлическим изделиям, дабы поскорее освободиться от рабской зависимости перед заграничными снабжениями и стать на свои собственные сибирские ножки. Зачатки всего этого в Сибири есть, и для их развития нужен только кредит, обеспечение от реквизиций и уверенность в хорошем сбыте. Жаль, что для этого потерян весь 1919 год. Ведь наши холсты и наша деревенская армичина вне всякого сравнения с той дрянью и гнилью, которая под видом сукна дрели и разных подделок самовства валит к нам за границы и которые оплачиваются золотым рублем. Сейчас вместо сукна мы получаем отвратительный японский суррогат, состоящий из разных отбросов, накатанных на бумажную основу и расползающийся через три недели носки. Наши же шинели, отбывшие всю германскую войну, держатся до сих пор. Гайда уехал на фронт, как говорят, помирившись с адмиралом. Еще одно печальное проявление нашей дряблости, ибо все происшедшее не было личным делом Гайда или Лебедева. Это было серьезное русское, кровью брызжущее государственное дело, требовавшее железного и оглушительного решения вне личной слабости или твердости, вне личных симпатий и антипатий. Лебедев продолжает болеть. 7 июня Адмирал, по-видимому, очень далек от жизни и, как типичный моряк, мало знает наше военно-сухопутное дело. Даже хуже того, он напичкан и, как добросовестный человек, очень усердно напичкался тем материалом, который ему всучили Лебедев и компания. Сразу видно, что многое напето ему с чужого голоса. Между тем, по всему чувствуешь, что этот человек остро и болезненно жаждет всего хорошего и готов на все, чтобы этому содействовать, но отсутствие знания, критики и анализа не дает ему возможности выбиться на настоящую дорогу. Личного и эгоистического у адмирала, по-видимому, ничего нет. Это ярко сквозит во всем его разговоре, в его мыслях и решениях. По внутренней сущности, по незнанию действительности и по слабости характера, он очень напоминает покойного императора. И обстановка кругом почти такая же. То же прятание правды, та же угодливость, те же честолюбивые и корыстолюбивые интересы кучки людей, овладевших доверием этого большого ребенка. Скверно то, что этот ребенок уже избалован и, несомненно, уже начинает отвыкать, слушать неприятные вещи. В чем тоже сказывается привычка старого морского начальника, поставляемого нашим морским уставом в какое-то полубожество. То, что тревожило меня в Харбине, получило здесь полное подтверждение. С ужасом зрю, что власть дрябла, тягучая, лишена реальности и деловитости. Фронт трещит, армии разваливается, в тылу восстание. А на Дальнем Востоке неразрешенная атаманщина. Власть потеряла целый год, не сумела приобрести доверие, не сумела сделаться нужной и полезной. А поэтому нет ничего мудренного в том, что ее авторитет неудержимо почти что кувырком летит вниз. Сейчас нужны гиганты наверху и у главных рулей, и плеяды добросовестных и знающих исполнителей им в помощь, чтобы вывести государственное дело из того мрачно-печального положения, куда оно забрело. Вместо этого вижу кругом только кучи надутых лягушек Омского болота, пигмеев, хамелеонистых пустобрюхов, пустопорожних выскочек, разных переворотов, комплотов и политически-коммерческих комбинаций. Вижу гниль, плесень, лень, недобросовестность, интриги, взяточничество, грызню и торжество эгоизма, бесстыдно прикрытые великими и святыми лозунгами. Среди этого смрада, как редкие зубы, мочалится малочисленные магикани старой, честной, добросовестной России, рыцаредолга, подвига и самопожертвования. 9 июня Лебедев успешно вылез из поднятой гайды истории и опять прочно укрепился. Комиссия Дитерихса не нашла оснований к подтверждению предъявленных к наштоверху и ставке упреков и обвинений. Трудно было и ожидать иного решения от этой специфической Омской комиссии, посмотревшей на все это с внешней точки зрения и не способной возвыситься до глубокого анализа всего эту историю создавшего. Глубоко тревожно и печально, что во главе военного и оперативного управления остался никчемушный случайный выкидыш ноябрьского переворота, абсолютно неграмотный в том великом деле за которое самоуверенно взялся и остро ненавидимой старшими войсковыми штабами а за ними и всем фронтом еще хуже что это еще более усугубляет разрыв между фронтом и тылом между армией и адмиралом. 11 июня Федотов принес мне для прочтения доклад профессора Лебедева председателя комиссии по делу Омского военно-промышленного комитета обвиняемого в целом ряде разных преступных деяний. В докладе приведены факты достойные немедленного предания военно-полевому суду но у комитета масса влиятельных друзей до самого на что верха включительно. и все дело застопорено под предлогом того, что комитет привлек комиссию Лебедева к суду по обвинению в клевете. Обвинений в докладе масса и разобраться в них без подробного ознакомления конечно очень трудно но такой факт как раздача членам комитета реквизированного для нужд обороны железа и продажа ими этого железа на сторону по четвертной цене достаточно ярко показывает какие гуси сидели в этом комитете. Указывает и на то, что некоторые члены комитета успели сделаться в очень короткое время состоятельными людьми. Вообще же считают, что высокие связи комитета вполне гарантируют его от каких-либо посягательств судебной власти. 14 июня Получено известие, что в Иркутске чехословакии арестовали часть своих офицеров и образовали комитеты. Опять нам придется расхлебывать всю эту ерунду, созданную союзниками, посадившими нам в тыл эту разжиревшую и обленившуюся шкурятину, занятую торговлей и скапливанием денег и имущества и совершенно нежелающую рисковать не только что жизнью, а даже спокойствием и удобствами своей жизни. Чехи считают Омск реакционерами, относятся к наличной власти снисходительно вежливо. Они отлично учитывают свою силу и нашу слабость и всячески этим пользуются, конечно, под соусом видимой помощи. На Урале и в Сибири они набрали огромнейшие запасы всякого добра и более всего озабочены его сохранением и вывозом. Ведь требовали они с нас три миллиона рублей за переданную нам императорскую гранильную фабрику под предлогом, что они развили ее новыми станками и машинами. Когда же начальник инженеров Тюменского округа полковник Греков стал принимать эти новые машины, то среди них оказались снятые с фортов Владивостока, в том числе дизель-моторы с форта номер 6, строителем которого был когда-то этот самый Греков. Очевидно, что и остальные машины были приобретены в том же магазине без хозяина, который именуется Россией. Сейчас чехи таскают за собой около 600 груженных вагонов, очень тщательно охраняемых. Они заявляют, что это их продовольственные запасы, но когда при их движении на восток мы во избежании пробега вагонов предложили им сдать это продовольствие и получить эквивалент в Иркутске и Красноярске, то они категорически отказались. По данным контрразведки эти вагоны наполнены машинами, станками, ценными металлами, картинами, разной ценной мебелью и утварью и прочим добром, собранным на Урале и в Сибири. 15 июня Беспорядки в тылу подбирается ближе к Омску. Вчера под Петропавловском спустили под откос пассажирский поезд. Невеселые впечатления производят Омские улицы, кишащие, праздные, веселящейся толпой. Бродит масса офицеров, масса здоровеннейшей молодежи, укрывающейся от фронта по разным министерствам, управлениям и учреждениям, работающим якобы на оборону. Целые толпы таких жеребцов примазались к разным разведкам и осведомлениям. С этим гнусным явлением надо бороться совершенно исключительными мерами, но на это мы, к сожалению, не способны. 17 июня после обеда имел длинный разговор с Лебедевым, высказал ему свои взгляды на положение и свои опасения за будущее, нарисовал ему грозность слагающейся обстановки и надвигающейся со всех сторон катастрофу. Указал на тот общий развал, который на моих уже глазах прогрессирует с ужасающей быстротой и грозит погубить все наше дело. Высказал, что для авторитета власти нужно, чтобы она была кристально чиста и честна. В наличной обстановке легкомыслия, нерадивости и падения нравственного уровня, вакханалии наживы и эгоизма, естественно, рождение и процветание всяких гадов и присмыкающихся, которые облепили органы власти и свои грязи грязнят и порочат эту самую власть. Указал на прогрессирующий развал фронта, на разбухшие штабы. Рассказал, что по сведениям приезжающих с фронта строевых офицеров, высшие и низшие штабы переполнены законными и незаконными женами, племянницами и детьми, о которых начальники заботятся больше, чем о подведомственных им частях. Что солдаты заброшены, что штабы доносят заведомую неправду, что при эвакуации Уфы раненых бросили на красные муки, а штабы уходили, увозя обстановку, мебель, ковры, причем некоторые лица торговали вагонами и продавали их за большие деньги богатым уфимским купцам. Что за последнее время грабеж населения вошел в обычаи и вызывает глухую ненависть самых спокойных кругов населения. Что общая апатия и чувство безнаказанности родили и развили чисто формальное исполнение своих обязанностей, лишь бы не попасть под ответ. Что постепенно гибнут последние остатки того самопожертвования и великого подвижнического служения идеи, с коими было начато сибирское белое движение и без которых невозможно торжество того, за что мы боремся. Указал на дряблость и бессилие власти, признаваемой фиктивно поскольку постольку, но реально беспомощной и убиваемой атаманщиной. Указал на разброд, вялость, бесцветность, бессистемность и никчемность правительственной программы, на отсутствие каких-либо основных и твердых идей в строительной и созидательной работе правительства, пытающегося взгромоздиться на всероссийские ходули и неспособного удовлетворить примитивные нужды населения. Высказал, что в такой обстановке я не в состоянии нести обязанности его помощника. Ибо я привык работать, а не кипятиться в соусе подозрительной по качеству омской политики, совещаний, комиссий и быть рабом каких-то голосований, компромиссов и таинственных комбинаций, глубоко противных мне по их внутреннему содержанию лиц. видимо, разговор произвел на Лебедева большое впечатление. Он как-то осунулся и потерял свой лоск и самоуверенность. Обещал разобраться в сообщенном мною материале и принять нужные меры. 20 июня Под влиянием омских кругов, настроенных в последние дни очень решительно, адмирал решил покончить с Гайдой и уволил его от командования, разрешив отправиться в заграничный отпуск. 21 июня Труднее всего с подвозом, так как восстание в Красноярско-Ташетском районе остановили почти на два месяца ночное движение поездов и восточнее Красноярска скопилось около 140 груженных товарных составов с интендантским и артиллерийским снабжением. Большие станции забиты чешскими эшелонами, что еще более затрудняет транспорт и не позволяет рассортировать задержанные составы и пропустить вперед наиболее для нас нужные. Наш нищенский график сильно страдает еще и от того, что хозяевами дороги являемся не мы, а многочисленные союзные опекуны, и в первую голову идут поезда чешские, польские, междусоюзные, а восточнее Байкала японские и семеновские. Нам же достаются одни только объедки. Написал министру финансов письмо, в коем ориентирую его в настроениях фронта, крайне враждебных всему, что делается в тылу, и особенно острых к состоятельной буржуазии и спекулятивным кругам, жиреющим от доходов и барышей, но не желающим ничем жертвовать и реально помочь армии. Указал, что в теперешнее больное время такое настроение может привести к очень печальным результатам и что необходимо какие-нибудь особые меры, чтобы заставить состоятельные классы понять, что фронт спасает их жизнь, достояния и привилегии и имеет право рассчитывать, чтобы подумали о его нуждах и ему помогли. Но так как горький опыт показывает, что нет никакой надежды на то, что богатые буржуи раскачаются и откроют свои туго затянутые жадностью и узкомыслием кошели, то я очень прошу обсудить мое предложение о принудительном обложении богатых классов и крупных доходов большим прогрессивным налогом в пользу инвалидов и семей убитых и умерших на службе государству и на устройство инвалидных домов, ферм, учебных заведений для сирот и прочее и прочее. Я полагаю, что в распоряжении министра финансов имеются данные для определения суммы, которую можно будет назначить. Эту сумму надо разложить затем между биржевыми комитетами всей Сибири и Дальнего Востока, а те пускай уже разбираются, сколько с кого взять. Печально идти по этой части по стопам комиссаров, но нет иных способов расшевелить нашу богатую буржуазию, не испытавшую еще как следует всех прелестей большевистской выиски. Я помню так называемые дни армии в Харбине, когда путем благотворительного выжимания собрали около полутора ста тысяч рублей, а между тем в Харбине имели сотни обывателей, сделавшихся во время войны миллионерами и многие сотни богачей, наживших за это время десятки миллионов. Люди близкие торговли говорили мне, что прибыль Владивостока и Харбина за время войны и смуты можно подвести к миллиарду рублей. Такой же жалкий сбор был произведен и во Владивостоке, когда же полтора года тому назад там установилась большевистская власть и ей понадобились деньги, то она их получила немедленно и в количестве нескольких миллионов, причем давшие эти деньги сейчас же об этом забыли и никогда более не вспоминали. 23 июня Изъятие из моего ведения всех перевозок, перешедших в одно общее для фронта и тыла управления военных сообщений Ставки, сказалось сразу очень печальным образом. Просматривая ведомости о движении грузовых эшелонов, обратил внимание на резкое падение числа прибывающих на станции Иркутск и Омск, несомненно, что отчасти тут сказывается влияние тайшетской пробки, но была очевидна и другая причина. Произведенное по телеграфу расследование причин этого явления выяснило, что китайская дорога перестала подавать порожняк к Владивостоку и это остановило погрузку владивостокских срочных нарядов. Оказывается, что все это подстроено дальневосточными спекулянтами для того, чтобы получить побольше вагонов для местных перевозок и спасти рыбные грузы харбинских и благовещенских купцов продвижением их за Байкал ценой сокращения воинских перевозок. Дело было обляпано мастерски. Заявили Междусоюзному комитету, что Забайкалье умирает без рыбы, но зато ее много в Харбине, почему для спасения Забайкалья надо разрешить продвинуть ее на запад в местном сообщении, где в графике есть свободный запас. Разрешение было дано и спекулятивная рыбешка поползла на станцию Манжурия, где таинственно переползла границу и попала на Забайкальскую дорогу. Там же тоже воспользовались преимуществами местного сообщения и добралась до Иркутска и так далее. Вагоны для этого брались из того порожняка, который мы усиленно гнали с запада и который фатально заболевал в пределах китайской дороги. Лица, обязанные блести интересы боевого транзита, оглохли и ослепли. Всего у нас слезнули свыше четырехсот вагонов, которые пошли под рыбу и другие спекулятивные грузы, подсосавшие наше сквозное движение. Наши вагоны идут без подмазки, побочных доходов с них никому не сыщется, а потому они и подвержены постоянным заболеваниям. Семеновские же и спекулянтские вагоны болеют очень редко, ибо с ними едут доктора, обращающиеся своевременно за помощью к сцепщикам, составителям и иным сведущим по вагонным болезням лицам. Обходится это лечение недешево. Один харбинский коммерсант истратил на лечение двух вагонов пути от Харбина до Омска около ста тысяч рублей, и на последней остановке отдал за пропуск их дальше последнее, что у него оставалось, золотые часы. сообщил это ставки, но та ограничилась приказанием выбросить бочонки с рыбой из вагонов и отправить вагоны во Владивосток. В просьбе разгромить всех виновных лиц мне отказали, потому что при этом придется затронуть между союзный контроль и его служащих. А это очень не кстати ввиду происходящих теперь серьезных переговоров по поводу признания и материальной помощи. Взамен я уведомил довольствующее министерство, что я готов предоставить в распоряжении крупных биржевых комитетов некоторое количество наших вагонов, в которых по нарядам этих комитетов могли провозиться неспекулятивные грузы, необходимые для населения и здоровой торговли. Во время доклада адмирал сообщил мне, что ночью арестованы шесть военных летчиков и начальник воздушного флота за провоз частных грузов под видом военного снаряжения и что он хочет, чтобы над ними разразилась вся строгость правосудия, но не уверен в осуществлении своего желания и боится вмешательства юристов и адвокатов. 24 июня Вечером в Совете министров большие горячие дебаты по поводу законопроекта о легализации Союза городов и земств. спорили в температуре самого острого напряжения. Причем для меня выяснилось полное разноголосице мнений и основных политических взглядов, как-то не вяжущиеся с солидарностью Совета министров. Мне, новому и случайному человеку, было чрезвычайно неприятно убедиться, до чего резко расходятся во взглядах на внутреннюю политику члена кабинета, именуемого объединенным правительством. Вина в этом лежит, несомненно, на самом председателе Совета министров, которого держат на столь ответственном посту, как какую-то драгоценную реликвию, неизвестно только, какой секта и толка, уверяя, что в его имени и личности кроется прочный залог демократического правительства и уверенности союзников и общественного мнения всего Запада в демократичности омской власти. Очевидно, что весь этот миф создается теми, кому выгодно возглавление правительства этой сношенной и безвольной тряпкой, совершенно потухшим человеком, негодным и неспособным уже на руководство, делом самого мелкого масштаба. Очевидно, что и тут главную роль играет боязнь наиболее честолюбивых членов настоящего кабинета потерять власть и уйти в политическое небытие. Раз только будет сменен этот дряблый папаша времен ноябрьского переворота, и новый председатель станет подбирать себе сотрудников по своему вкусу. Горько то, что несчастная судьба России подсунула совершенно неподготовленному к возглавлению верховной власти адмиралу какой-то обмылок, по-видимому, даже мало интересующийся и часто не знающий, что делают подчиненные ему правительственные министерства и возглавляющие их министры. В сегодняшнем заседании министрам пришлось высказать свои политические взгляды. И меня поразила реакционность, неискренность и умышленная недоговоренность некоторых речей. Общее заключение из того, что я сегодня услышал, сводится к выводу, что большинство совета настроено враждебно против всяких общественных организаций и боится их критики, контроля и агитации, но в то же время боится поставить точки над И и получить упреки вне демократичности. Видно было, что противники легализации союзов боятся создать в их лице опасного для власти крокодила и были бы рады, если бы сей крокодил благополучно подох, но только так, чтобы их участие в его удачной смерти не было. Искреннее и прямее других был демократичный по внешности и по репутации министр земледелия Петров, который очень резко высказался против легализации союзов как учреждений, опасных для государственного строя и органически созданных для того, чтобы его подрывать. Определенен, точен и искренен был министр внутренних дел Пепеляев, высказавшийся самым резким образом против союзов как фиктивной по названию, но антиправительственной по сущности организации. Остальные виляли, старались и демократическую невинность соблюсти и упрека в реакционности избежать. Вернулся раздраженным и настроенным, так сказать, антиправительственно, ибо убедился, что с данным составом министерских упряжек нам не выехать на хорошую дорогу. Слишком уж мелкие, эгоистичны и не способны на творчество и подвиг все эти персонажи, случайные выкидыши омского переворота. Вставки уверяют, что контрразведка раскрыла огромный заговор и имеет определенное указание на то, что в самом Омске должно произойти на днях вооруженные восстания. Главные деятели контрразведки приняли вдохновенный и озабоченный вид и на все расспросы таинственно помахивают своими провокаторскими главами. Глубоко убежден, что это очередная фабрикация этих потомственных и почетных провокаторов, которым надо усугубить важность своего охранительного значения и получить еще несколько миллионов на темный расход. Полупочтенные всегда учреждения контрразведки, впитавшие в себя функции охранного отделения, распухло теперь до чрезвычайности и создало себе прочное и жирное положение, искусно использовав для сего атмосферу гражданской войны, политических заговоров и переворотов и боязни многих представителей, придержащей власти за свою драгоценную жизнь и за удержание власти. Все это сделало главарей контрразведки большими и нужными людьми, телохранителями многих сильных мира сего и открыло самые широкие бесконтрольные горизонты для их темной, грязной и глубоко вредной деятельности. Здесь мне нет времени углубляться в деятельность этих господ, но в Харбине я видел достаточно, как распухло это гнусное учреждение и как крепко оно опутало верхи власти, грязня их своей грязью. Здесь контрразведка это огромнейшее учреждение, пригревающее целые толпы шкурников, авантюристов и отбросов покойной охранки, ничтожное по производительной работе, но насквозь пропитанное худшими традициями прежних охранников, сыщиков и жандармов. Все это прикрывается самыми высокими лозунгами борьбы за спасение Родины и под этим покровом царят разврат, насилие, растраты казенных сум и самый дикий произвол. И во всем этом нет ничего удивительного, ибо давлеет дневи злоба его. Контрразведка и охранка всегда требовали особого контроля и умелого наблюдения, ибо при малейшем ослаблении надзора они делались скопищем всякой грязи и преступлений. Кто-то сказал, что во всей охранной деятельности нужно, чтобы чистые головы руководили грязными руками и сдерживали преступные похоти этих грязных рук. Теперь чистых голов уже не осталось. И наверхи контрразведки залезли выскочки или разные авантюристы, развращенные теми возможностями, которые им дает современная неурядица. Если мое краткое соприкосновение с чинами прежней охранки дало мне такие случаи, как подполковник Заварицкий и ротмистер Фиотин, посылавшие людей на виселицу и на каторгу ради отличия и получения внеочередной награды, то что же должно быть теперь, когда ослаб да нельзя контроль и наблюдение? 28 июня видел прибывшего с фронта командующего западной армии генерала Ханжина, заменяемого генералом Сахаровым. Говорят, что это назначение проводится Лебедевым и поддерживается генералом Ноксом, который в решительности Сахарова видит исход из того положения, в котором находится сейчас западная армия. Потому что я слышал о Сахарове, он подходит больше всего к начальнику карательной экспедиции или командиру дисциплинарного батальона. Ханжин подтвердил мне, что число ртов, показываемое в войсковой отчетности, превосходит приблизительно вдвое действительное их наличие. Подтвердил также и отсутствие разумного эшелонирования запасов и накапливания огромных складов при частях войск. Как пример, он указал, что в одном полку, выдвинувшемся при наступлении далеко вперед, было разных запасов свыше 150 груженных вагонов. По полученным мною от контроля сведениям, в сибирской армии были части, имевшие всегда при себе не менее двух с половиной месячного запаса продовольствия всех видов. Пепеляев слал с фронта угрожающие телеграммы о недостатке довольствия, а при проверке на его базе оказалось свыше 300 вагонов, груженных всеми видами довольствия. Та же сибирская армия вопила о недостатке медикаментов и перевязки и обвиняла тыл в гибели раненых, а при проверке оказалось, что рядом с полевой аптекой армии стояла 16 вагонов с нужными медикаментами и перевязочными материалами, и что штаб армии был своевременно об этом извещен. Все посылаемое на фронт в скромных, но все же достаточных при разумном использовании количествах, тонет в море хаоса своеволия и безудержной атаманщины. Вот уже два месяца я заваливаю штабы армии телеграммами, прося установить порядок в эшелонировании и расходе снабжения. Но все это глаз вопиющего в пустыне. При таких условиях расходования и при наших нищенских средствах заготовки и подвоза регулярное снабжение распухших численно армии становится невероятно трудным делом. Все попытки внести в это дело систему порядок и контроль вызывает и глухое и открытое сопротивление. Причем двигающие этим эгоизм и распущенность прикрываются интересами дела. Государственный контролер показал мне донесение контролера при речной флотилии о том, что когда он опротестовал какой-то шалый расход на постановку особых вентиляторов в каюте начальника флотилии контр-адмирала Смирнова, он же опереточный морской министр, то ему пригрозили поркой. 29 июня Не проходит и нескольких дней, чтобы не было каких-нибудь донесений с Востока о безобразиях и насилиях Семеновской опричнины. Мне, как представителю военного ведомства, приходится хлопать глазами, когда другие министры обращаются ко мне с требованием прекратить эти безобразия. Каждый раз заявляю, что военное ведомство бессильно справится с Четинской вольницей, умышленно укрываемой японцами, и что я могу только просить председателя Совета и министра иностранных дел устранить это покровительство дипломатическим путем. 30 июня Скверные известия с фронта достоверные, но не официальные, ибо штабы армии не любят доносить о скверных вещах. Несомненно только, что по моей снабжательской части при стремительном отходе потеряны огромные запасы продовольствия и снабжения, нерасчетливо и безумно выброшенные вперед, несмотря на грозную неустойчивость положения фронта. В одном Уфимском районе мы потеряли до 2 миллионов пудов зерна и до 200 тысяч пудов крайне необходимой нам гречневой крупы. Эвакуация фронта производилась возмутительно преступно. Было время многое спасти, но сначала шли многочисленные штабные хозяйственные эшелоны с бабами, няньками, детьми и прочими бебихами. Затем уезжали в купленных вагонах богатые обыватели. Прибывшие с фронта офицеры трясутся от негодования, рассказывая, как производилась эта эвакуация. Надо еще удивляться прочности нашей дисциплины, которая позволила офицерам и солдатам спокойно смотреть на эти мерзости и не разорвать в клочья тех, кто это делал или допускал делать. 2 июля Главнокомандующим фронта назначен генерал Дитерихс. Наши порядки вообще так неудовлетворительны, что переходящие к нам с Красного фронта офицеры говорят, что у красных больше порядка и офицерам легче служить. Инспектор ремонтов показал мне свидетельство на освобождение от конской повинности на правах кровного и незаменимого производителя лошади одного омского богача. При проверке лошадь оказалась мереным. Порекомендовал убедить Ставку доложить этот случай адмиралу для применения моего проекта высылки в Красную Россию всех причастных к этой мелкой, но характерной гадости лиц. Четвертого июля Для меня ясно, что в неуспехе фронта виноваты те, которые позволили армии распухнуть до 800 тысяч ртов при 70-80 тысячах штыков. Те, которые допустили хищническое расходование наших бедных средств снабжения, те, которые по безграмотности и по чистолюбию гнали армии от Урала к Волге, забыв о возможности красного контрнаступления и не учитывая усталости, раздетости, растрепанности армии, те, которые по чистолюбию не сумели вовремя оценить обстановку, созданную переходом красных в наступление и продолжали цепляться за авоську, пожертвовав ради этого последними и неготовыми для боя резервами. Как бы уверенно мы могли смотреть сейчас на будущее, если бы в тылу расстроенных и катящихся на восток армии стояли достаточно подготовленные к бою и маневру резервы Капеля и Екатеринбургской группы, погубленные нашими горе-стратегами в судорожных потугах спасти заведомо безнадежное положение. 7 июля На всех больших станциях стоят и благоденствуют чешские эшелоны. Устроились они отлично, поставив свои вагоны в лесах и рощах на особо проложенных тупиках. Все красиво убрано и разукрашено. Кругом идеальная чистота. Временами видно, как немецкие пленные в чистых передниках и колпаках готовят для своих бывших вассалов пищу в ослепительно опрятных и блистающих полированной медью кухнях. Щеголевато одетые чехи, жирные и гладкие, важно гуляют по платформе. обидно смотреть на наши новенькие вагоны в три тысячи пудов грузоподъемности, захваченные чехами под жилье. В вагонах выломанные стенки, сделаны окна и двери. Временные хозяева с русским добром не церемонятся. Восьмого июля. Не везет адмиралу по части ближайшего антуража. Он взял к себе личным адъютантом ротмистра Князева, который девит кутящий Омск своими пьяными безобразиями много хуже то, что этот гусь злоупотребляет своим положением и позволяет себе разные распоряжения именем адмирала. Девятого июля. Получил полные перечневые ведомости армейских магазинов. Понадобилось пять недель напряженной переписки, чтобы вытащить от армии эти сведения. Данные ведомостей показали, что в этих магазинах разбросано столько обмундирования и снаряжения, что им можно одеть все боевые части. По имеющимся же у меня негласным сведениям, в вагонных эшелонах некоторых ночхозов кроется еще более крупные склады разного снабжения. Повторяется то, что угнетало нашу армию в 90-х годах и против чего начал борьбу догомиров. То есть безумное накопление имущества в складах при раздетых и оборванных солдатах. 10 июля. По ставке бродит прибывший от Деникина генерал Карцев, для которого выдумали какую-то экзотическую командировку с грамотой к Таранчам и в Кульджу. Непонятны эти гастрольные поездки. По-видимому, нигде ненужных персонажей. Лебедев опять собрался на фронт. Ему нет дела, что дорога перегружена эвакуации и что, идя навстречу эвакуационному потоку на одноколейном участке, он приносит существенный вред ее успеху. Для него составляли поезд и его прислуги понравился вагон, занятый офицерами управления дежурного генерала ставки. Немедленно комендант ставки приказал офицерам очистить вагон и искать себе помещение. В результате начальнические халуи сели в классный вагон, а ответственные работники ставки отправились искать себе приют. Ругают старые порядки, а ведь при них такие мерзости были даже немыслимы. Адмирал так и не может понять нелепости постоянных поездок своего на что верха на фронт, где он никому и ни для чего не нужен, и где кроме путаницы в распоряжениях и задержки в движении поездов, он ничего не делает. Сейчас, например, прямо преступно лезть со своим поездом на фронт, когда от Екатеринбурга и Челябинска тянутся Комску сплошные ленты эвакуированных составов и эшелонов, и движение навстречу им экстренного поезда остановит все движение. Но очевидно, наш вундер на штаб вверх считает, что какая-то эвакуация это пара пустяков сравнительно с чудодейственным влиянием его появления в штабе какой-нибудь армии. 13 июля Идет стремительная эвакуация Урала. Омск, несмотря на самые грозные воспрещения, переполнен уральскими беженцами, которые своими паническими рассказами значительно ухудшают и без того скверное настроение перепуганного населения. Особенно панические сплетни расползаются из союзных миссий французской и из канцелярии совета министров, при которой болтается порядочная стайка разных балбесов. 14 июля Гайда с особым поездом отбыл в заграничный отпуск, получив от адмирала 70 тысяч франков золотом. Его хотели отправить обычным пассажиром экспресса, но он заартачился, создался целый конфликт, в который вмешался Дутов и в конце концов Омск скис и разрешил Гайде ехать своим поездом и со своим конвоем. Злые языки говорят, что вся собака зарыта в том, что вагоны Гайды нафаршированы золотом, платиной и уральско-сибирскими сувенирами, которые невозможно и небезопасно везти прямо в экспрессе, да еще с проездом мимо Семенова, у которого насчет мимоедущих ценностей особый нюх для учуяния и станции Даурия для освобождения владельцев от этих ценностей. Знающие Гайду говорят, что он не простит адмиралу своей отставки и что адмирал делает большую ошибку, разрешив ему ехать через Сюсибирь вольным человеком. 16 июля Разговаривал с полковником Зубковским, только что прибывшим с фронта. По его мнению, положение совсем скверное. Огромная часть личного состава прямо не хочет воевать, не хочет рисковать жизнью и терпеть разные невзгоды и лишения. Набранные наспех уральские пополнения во время отхода армии разошлись по домам, унося с собой все снабжение частью винтовки. В частях остались штабы, офицера и очень немного солдат, преимущественно из стариков и из тех, кому некуда уйти. Вся эта редкая паутина ползет на восток, не оказывая уже никакого сопротивления. Отходит на забираемых у населения подводах, что и объясняет быстроту отката. Красные ведут преследования тоже на подводах. Происшедшие с нашими дутыми армиями характеризуются тем, что в Сибирской осталось около шести тысяч штыков, а еще в июне эта армия требовала денег и снабжения на 350 тысяч человек. Все отправленное за последние два месяца на фронт снаряжения, снабжения, вооружения погибло и перешло в руки красных. Какой великий грех лежит на нашем наштоверхе и его помощниках, которые истерически шало ради честолюбия и шумихи вышвырнули на разлагающийся и уже безнадежный фронт наши последние резервы. Особенно тяжела потеря с великим трудом добытых и доставленных на фронт винтовок. Штабы армии слали нам ультиматумы, требуя винтовок для десятков тысяч готовых и рвущихся в бой пополнений. И все это погибло. Честолюбивые мальчишки, облеченные в генеральскую форму и ведавшие подготовкой резервов, бессовестно лгали, когда доносили об их готовности и обманывали ничего не понимающего в этом деле адмиралов. То заключение, которое я вынес на Екатеринбургском смотру ударных частей сибирской армии, оказалось вполне верным. Эти отлично пародировавшие части разбежались при первом же столкновении с красными и почти сразу же прекратили свое существование. 17 июля В соборе состоялась панихида по царской семье. Демократический хор отказался петь и пригласили монахинь соседнего монастыря, что только способствовало благолепию служения. Из старших чинов на панихиде были я, Розанов, Хрещетицкий и Уралец генерал Хорошохин. Остальные постарались забыть о панихиде, чтобы не скомпрометировать своей демократичности. После панихиды какой-то пожилой человек, оглядев собравшихся в соборе несколько десятков преимущественно старых офицеров, громко произнес «Ну и немного же порядочных людей в Омске». 19 июля Голова идет кругом от работы. Эвакуация перемешала все тылы. Все многочисленные штабы и управления утекают на восток, потеряв связь со своими частями. И последнее, особенно по части довольствия, брошено на произвол судьбы. Бывшая система снабжений, если только ее можно назвать этим именем, рухнула. всякий оборот запасов прекратился, и войска перешли на существование за счет местных средств, причем во многих случаях происходит самый бесцеремонный грабеж. По словам одного раненого офицера, крестьяне говорят, что красные, что свои, одинаковая сволочь. Теперь же на нашу невыгоду красноармейцам на фронте отдан строжайший приказ не трогать население и за все взятое платить по установленной таксе. Адмирал несколько раз отдавал такие же приказы и распоряжения, но у нас все это остается писанной бумагой и кимвалом брецающим, а у красных подкрепляется немедленным расстрелом виновных. 23 июля В тылу разрастается восстание. Так как их районы отмечаются по сороковерстной карте красными точками, то постепенно их расползание начинает походить на быстро прогрессирующую сыпную болезнь. Какой толк нам в стоянии вдоль линии разных союзников, когда весь организм охватывается постоянно этой красной сыпью. 25 июля только сегодня узнал в Ставке, что Лебедев при сотрудничестве Сахарова вырвал у адмирала согласие на какую-то сложную наступательную операцию в районе Челябинска, обещая совершенно ликвидировать красных. В эту операцию вовлечены все три дивизии, вытащенные в последнее время из Омского округа, то есть последние наши резервы, и при том для боя совершенно не готовые. Очевидно, что вся эта операция задумана уже давно, и все полеты на штаверх и на фронт были с нею связаны. уверяют, что красные совершенно выдохлись, но то, что я слышу от пребывающих с фронта, совершенно противоречит оптимизму нашей разведки. Это несомненно, что наши выдохлись окончательно и к боевым действиям временно не способны. При таком положении всякая наступательная авантюра может привести к полной катастрофе. Из краткого доклада, прочитанного в оперативном отделении, узнал, что задумана чрезвычайно сложная операция окружения Челябинской группы красных, требующая испытанных и надежных войск лучшего старого кадрового типа. Операция сложна и искусственна даже для старых войск, так как требует идеального исполнения и малейших где-нибудь неустойка, все рвет и может привести к полному краху. Такие операции можно производить только на карте или на больших показных маневрах. Состояние войск, их неспособность к маневру, их неспособность выдерживать прорывы и обходы заставляют считать, что для этой операции 95% за то, что она кончится полной катастрофой. По грубой схеме, показанной мне в Ставке, некоторым дивизиям придется вести бой на два и на три фронта, то есть дана такая задача, которую современные наши войска выполнить не в состоянии, ибо не выдерживают флангового огня и даже признаков нахождения неприятеля в тылу и на флангах. Несомненно, это безумная ставка Лебедева для спасения своей пошатнувшейся карьеры и для доказательства своей военной гениальности. Очевидно, что все обдуманное подстроено совместно с другим стратегическим младенцем Сахаровым, жаждущим тоже славы великого полководца. 26 июля За день три комиссии, отнявшие вместе пять с половиной часов рабочего времени. Узнал в ставке кое-какие подробности сумбурной операции, рожденной мудрыми главами Лебедева и Сахарова. Оказалось, что они задумали повторить Мамаева побоище с заманиванием красных в ловушку при помощи добровольного очищения Челябинского узла. Считаю, что красные бросятся на эту приманку, после чего их там захлопнут при помощи очень сложного маневра, в котором главная роль захлопывающих крыльев отведена совершенно сырым в боевом отношении дивизиям Омского округа и конным частям. С бумажной теоретической точки зрения все это очень красиво и заманчиво, так что не мудрено, что ничего не понимающий в сухопутном деле адмирал согласился на эту операцию. Но с точки зрения реального выполнения и оценки средств выполнения операции совершенно безумные и возможно только при условии, что красные представляют стадо баранов и скиксуют при первом же обнаружении нашего гениального плана. А так как на сие нет никаких надежд и так как мы замахиваемся совершенно негодными для исполнения средствами, то у меня, по крайней мере, весь шанс на успех заключается в авоське и заступничестве Николая Чудотворца. Уходя с оперативного доклада в Ставке, я сказал «Господа, помните, что у вас идет не Челябинское наступление, а Челябинское преступление». 28 июля По приходе в министерство был долго мучим Ивановым Риновым. Он объехал часть станиц своего войска, развез и роздал привезенные с Дальнего Востока товары и теперь вернулся триумфатором, любимцем населения и внеконкурсным кандидатом на переизбрание в войсковые атаманы. Он привез с собой новинченные болтовней, водкой и подарочным настроением приговоры станичных сходов о поголовном выходе на службу всех сибирских казаков и сейчас горд и важен, изображая из себя единственного спасителя во всем создавшемся здесь положении. Его носят на руках, ему остается только приказывать. Все это очередной казачий бум. Ни на минуту не верю всем этим приговорам. Не таковы сибирские казаки, чтобы поголовно встать на борьбу с большевиками. Тот, кто хотел бороться, сам пошел в ряды армии. Свидетели такого же поголовного выхода оренбургских казаков рассказывают, что все кончилось получением пособия и расходом по станицам, как только тем стала угрожать опасность. Полицейской душе Иванова-Ринова хочется блестящей рекламы, великой шумихи и удовлетворения своему обиженному честолюбию. Сейчас Иванов-Ринов сделался первым лицом в Омске. Ему предоставлено право непосредственного доклада адмиралу, которому он приносит уже готовые к подписи проекты указов и распоряжений. Он все ведет к тому, чтобы сформировать отдельный казачий корпус, сделаться его командиром и заработать с ним победные лавры. Адмирал забыл все старое, обворожен рисуемыми ему блестящими перспективами, когда геройские казачьи полки погонят красных за Урал. Все поправится и вновь расцветут все надежды, связанные с военными успехами. Желание Ринова теперь закон. Приказано, чтобы его заявление и требования удовлетворялись вне очереди. Обнаглевшие от неожиданного успеха казак требуют деньги, обмундирование и все виды снабжений в самых геометрических размерах, в двойной и тройной запас. Армия, потерявшая все свои запасы, этим обездоливается, но на это не хотят обращать внимание. 29 июля состоялось совместное заседание министров правительства и высоких союзных комиссаров по вопросу разверстки между союзниками, оказываемой нам материальной помощи. Со стороны союзников прибыли Эллиот, Морис, граф Мартель и Мацусима, генералы Нокс, Грефс, Жанен и Таканаги. Мы сидели в очень жалком положении бедных родственников персидской категории, ожидающих решения своей участи. Нокс высказался очень резко, что, собственно говоря, нам не стоит помогать, так как у нас нет никакой организации, и большая часть оказываемой нам материальной помощи, делается в конце концов достоянием красных, Нокс очень обижен, что после разгрома капелевского корпуса, одетого в новые с иголочки английское обмундирование и снаряжение, перешедшее к красным, тупоумные омские зубоскалы стали называть его интендантом Красной Армии и сочинили пасквильную грамоту на его имя от Троцкого с благодарностью за хорошее снабжение. Сукин очень сдержанно, но с достоинством ответил Ноксу, что, конечно, это дело союзников решать, стоит ли нам помогать, но данное совещание собрано не для этого, а с определенной целью получить от нас определенные сведения, что нам нужно для продолжения борьбы по восстановлению русской государственности, и мы готовы дать эти сведения. По очереди все министры доложили нужды своего министерства, причем я уменьшил требования ставки вдвое, ибо нелепо, смешно и даже вредно заявлять потребность снабжения на армию в один миллион человек. Нас выслушали и заявили, что высокие комиссары рассмотрят наши заявления. Вернулся домой взбешенным, все более и более начиная верить, что нас нарочно водят за нос и кормят завтраками. С нами все беседуют и нас щупают, а через полтора месяца зима, и у нас нет ничего суконного. Мы все надеялись на заморских дядюшек, заваливших нас обещаниями и теперь близко к тому, чтобы очутиться в самом скверном положении. Вечером в Совете Министров у нас совершенно даром отняли несколько часов времени и кормили протухлым Екатеринодарским рагу в виде сообщений приехавших оттуда гастролеров, на сей раз гражданского происхождения, Волкова и Червен Водоли. 30 июля Челябинская операция проиграна. Лебедев пытается в своих донесениях замаскировать неприятную правду, но она ясна. Начались уже розыски виновных в неуспехе стрелочников, подлейшие занятия наших верхов. И так великое преступление совершилось, последние резервы погублены ради самолюбия двух безграмотных выскочек и задержать откат обрывков армии на восток уже нечем. Одновременно поставлено в исключительно тяжкое положение и южная армия, которую упорно держали на уступе вперед ради участия ее в челябинской авантюре, а теперь бросают на произвол судьбы. 31 июля тяжкая обстановка грозит разрушить последние остатки нормальной системы государственного управления. Появились разные кандидаты в спасители отечества, лезущие к адмиралу с готовыми указами. Я сторонник единовластия, единоличного управления. в такое исключительное время, но надо, чтобы единовластие находилось в талантливых руках, осуществлялось планомерно. Но то же, что сейчас у нас творится, хуже всяких совдепов и комиссарщины. Адмиралу преподносится и им одобряется и утверждается всевозможная разнокалиберщина, несогласованная, непродуманная. В результате получается невероятная неразбериха. Отзывчивость адмирала и судорожное исканием лучших и действительных средств при его непрактичности и неподготовленности по большинству вопросов государственного и военного управления только ухудшают положение. Иванов-Ринов добился экстренного ассигнования сибирским казакам 100 миллионов рублей. Ожил, рыщет, нюхает и пробирается в дамки дальневосточный спиртовоз Хрещитицкий. Казачья конференция в полной силе. 2 августа Сведения от привезенных с фронта раненых офицеров даже с поправкой на неизбежное обострение пессимизма самые тревожные. Пока был успех солдаты шли вперед довольно охотно. Но после первых недель поворота военного счастья в пользу красных настроение резко переменилось и началось массовое дезертирство набранных приволжских и уральских мобилизованных. Сейчас большинство не желает воевать, не желает обороняться и пассивно уходит на восток, думая только о том, чтобы не нагнали красные. Этот отступательный поток увлекает с собой немногие сохранившие порядок и боеспособность части и отдельных с непоколебленным духом солдат и офицеров. Наполнение рядов негодным мобилизационным элементом оказалось роковым. В потоке шкурятины растворились геройские остатки истинных борцов за идею и за спасение Родины. Офицеры не скрывают, что многие части по неделям не видят красных, которые идут за ними в нескольких днях расстояния. У тех тоже мало охотников воевать, но там это нежелание парализуется расстрелами и применением сзади коммунистических револьверов и пулеметов. Много нареканий на офицерские укомплектования, состоящие по преимуществу из насильно набранных и укрывавшихся от призыва офицеров и из вновь выпущенных юнкеров краткосрочных школ очень неудовлетворительного качества. Жалуется, что при малейшей неустойке первыми сдают офицеры. Объясняет это боязнью красного плена и недоверием к своим солдатам, обостряющимся всегда, когда часть попадает в опасное положение и надвигается вероятность ее плена или перехода на красную сторону. 3 августа Смотрю на карту и наизлющим образом злюсь. Если бы вместо преступной авантюры Лебедева мы стояли бы теперь за укрепленной линией Табула, сохранив все резервы, подняв материальное и моральное состояние отдохнувших войск и предоставив красным нападать, как бы выгодно было наше положение. А сейчас наше положение много хуже того, что было год тому назад. Ибо свою армию мы уже ликвидировали. А против нас вместо прошлогодних совдепов и винегрета из красноармейской рвани наступает регулярная красная армия, не желающая вопреки всем донесениям нашей разведки разваливаться. Напротив того, она гонит нас на восток, а мы потеряли способность сопротивляться и почти без боя катимся и катимся. Год тому назад население видело в нас избавителей от тяжкого комиссарского плена, а ныне оно нас ненавидит, так же, как ненавидело комиссаров, если не больше. И что еще хуже ненависти, оно нам уже не верит, от нас не ждет ничего доброго. Весь тыл в пожаре мелких и крупных восстаний, и большевистских, и чисто анархистских, против всякой власти, и чисто разбойничих, остановить которые силой мы уже, очевидно, не в состоянии. Вот годичные результаты работы ставки на фронте и правительства в стране. От таких итогов можно не то, что пессимистом сделаться, а выть от отчаяния. Стоим опять перед разбитым корытом с задачей начинать все снова в самых тяжелых условиях. 7 августа Лебедев пытается проявлять кипучую деятельность, собрал, как военный заместитель адмирала продолжение последнего совещания. Просидели мы около шести часов, занимаясь невероятными пустяками. Началось создание Белой гвардии, и первым оратором выступил сам наш Таверх, понесший какую-то детскую околесицу. На этот раз не выдержал, перебил его доклад и коротко выявил всю его несостоятельность. Важный наш Таверх натопорщился и попробовал встать в положение повелевающего, но я закусил у дела. Единодушная поддержка большинства участников заседания, мне выявленная, сбила Лебедева с гордой позиции. Вглядываясь все чаще во внутреннее содержание этой большой понаружности, но ничтожной по содержанию фигуры, завидуешь удаче большевиков и неблагосклонности к нам фортуны, выбросившей во главу распоряжения сибирскими войсками такую безнадежную ограниченность. Бетонно-головый, но очень решительный Сахаров пытался опять наступать, причем окончательно расквасил последние сохранившиеся остатки своей армии. При этом произошла какая-то частичная катастрофа, которую усердно скрывают. В Барнаульском районе начались крупные восстания. Результат хозяйничания разных карательных экспедиций и отрядов особого назначения. К Вологодскому приезжал из Славгорода какой-то крестьянин из бывших членов Государственной Думы и жаловался, что в их округе нет деревни, в которой по крайней мере половина населения не была бы перепорота этими тыловыми хунгузами, очень жидкими по части открытой борьбы с восстаниями, но очень храбрыми по части измывательства над мирным населением. 9 августа Вчера состоялась публичная лекция полковника Катомина, бежавшего из Красной Армии. Присутствующие не поняли горечи лектора, указавшего на то, что в комиссарской армии много больше порядка и дисциплины, чем у нас, и произвели грандиозный скандал с попыткой избить лектора, одного из идейнейших работников нашего национального центра. Особенно обиделись, когда Катомин отметил, что в Красной Армии пьяный офицер невозможен, ибо сейчас же застрелит любой комиссар или коммунист. У нас же в Петропавловске идет такое пьянство, что совестно за русскую армию. 10 августа новая серия картин омского кинематографа. Лебедева решили убрать, а на его место по должности нашта верха военного министра назначается Дитерикс, остающийся вместе с тем и главнокомандующим Восточным фронтом. Сначала вздваивали должности, а теперь начинает их встраивать. Неужели же думают, что единство и стройность управления достигается сваливанием в одну кучу трех совершенно несовместимых должностей командной, штабно-оперативной и административно-тыловой? Нет людей, чтобы хорошо справиться с каждой из этих трех должностей в отдельности и в то же время валят на одного человека все их три вместе. Лебедева назначили командующим Южной Степной группой, выдумав это абсолютно ненужное новое соединение, только для того, чтобы спустить куда-нибудь ставшего уже не втерпешь всем на штаверха. Нам надо уничтожить десятки ненужных штабов и управлений. Мы комичны с нашими бесчисленными штабами и, несмотря на это, создаем новый штаб армии, то есть целые грандиозные по личному составу учреждения только ради того, чтобы устроить золотой мост выгоняемого по негодности и принесшему столько вреда ничтожеству. Иванов Ринов развертывается все шире и шире, гребет деньги и материалы обеими лапами, грозно машет руками и сулится не только все выручить, но и неукоснительно покорить поднозе всех противящихся. Исследование удравших в район Новониколаевской, даже Красноярско-армейских и войсковых тыловых учреждений дало ничуть меня неудивившие открытия в виде 30 тысяч пар сапог в одном эшелоне, 20 тысяч пар суконных шароваров в другом, 29 тысяч пар белья в третьем и прочее, прочее. Нашли вагоны с револьверами, биноклями и разным снаряжением, над которым мы распластывались, стараясь возможно скорее подать его войскам. Все это попадало в руки разных начхозов, не в меру заботливых о будущих нуждах своих частей, и складывалось ими про запас на будущее время. А фронт и армия вопили, что у них ничего нет, не пытаясь даже заглянуть в хранилище своих же частей и учреждений. Случай на почте дал мне возможность познакомиться с какой-то таинственной бухгалтерией между чехами и Жаненом. Ко мне попал конверт, шедший от какой-то чешской комиссии к Жанену с требовательной ведомостью текущих ассигнований. Дежурный офицер вскрыл конверт и положил мне в очередную почту. Я наткнулся на эту бумагу, удивился, почему она ко мне попала, но, пробегая ради любопытства ведомость, узрел, что вслед за разными рубриками на разные виды довольствия указывается к зачету круглой суммы в 9 миллионов франков за спасение для русского народа Каслинского завода. Выходит, что чехи не только нагребли у нас сотни вагонов нашего имущества и разбогатели на нашем несчастье, но и ставят на какой-то таинственный счет разные спасения, связанные с их вооруженным выступлением против большевиков. 11 августа родилась новая организация ставки Гиттерихс в тройной короне своих должностей с тремя помощниками Андокским Бурлиным и мною. Причем опять заявлено, что это только на несколько недель до начала наступления, которое назначено в начале сентября. Затем все будет так, как решит едущий сюда генерал Головин, назначаемый начальником штаба верховного главнокомандующего. Наступления будут вести Сахаров и Лебедев, причем последнему дадут всех казаков. Совершенно не понимаю, какое наступление возможно с остатками наших развалившихся армий и при полном отсутствии каких-либо резервов. Имел двухчасовой разговор с Диттерихсом. Он понимает недостатки существующей организации фронта, но недостаточно решителен в вопросе сокращения старших штабов. К сожалению, он усвоил себе сибирскую точку зрения на то, что гражданская война требует старших начальников, входящих в атаку с винтов и в руке. Положение армии он учитывает неправильно, но считает себя непогрешимым авторитетом, подчеркивая, что все последнее время он провел самый гущий войск и отлично знает их состояние и настроение. Приходил ко мне порядочно выпивший Иванов Ринов и в пьяной болтливости высказал несколько весьма характерных мыслей из своей системы управления. Первое предать суду и публично расстрелять некоторое количество спекулянтов. Конечно, жена его казачьего превосходительства, привозившая с Дальнего Востока товары вагонами, ничего не платя за провоз, а потом публично продававшая их в Омске по кубическим ценам к числу спекулянтов не относится. Второе устраивать постоянные облавы на офицеров и чиновников, причем известный процент захваченных тут же расстреливать. Третье объявить поголовную мобилизацию, ловить уклоняющихся и тоже расстреливать. Симпатичная идеология, непредвиденная даже щедреным изобразившим в истории одного города самые разномастные типы российских помпадуров. Несомненно, что в лице этого отставного держиморды совнарком потерял замечательного председателя чрезвычайной комиссии, который затмил бы славу Дзержинского и компании. И однако этот городовой вылез на амплуа общего спасителя, и на него с надеждой и упованием взирает вся посеревшая от страха буржуазная слякоть, и ждет, что сей рыкающий лев наверняка избавит ее от красного кулака. 12 августа аппетит Иванова-Ринова по части денег и материалов не знает предела. Он чувствует себя полновластным хозяином положения, и не стесняется, хватка у него по этой части настоящая казачья. Сначала говорилось, что казакам нужны только одни винтовки, но это было повторением рассказа о приготовлении щей из топора. За винтовками посыпались требования, подкрепляемые весьма недвусмысленными угрозами на случай неисполнения, и ко вчерашнему дню сибирскому войску выдано 102 миллиона рублей, все снабжение летнее и зимнее на 20 тысяч человек, седла, упряжь, значительная часть обоза и обозных лошадей. Все наличие идет казакам. Снабжение полураздетой и потерявшей свои запасы армии фактически приостановлено. На мои заявления получаю приказание прежде всего удовлетворить казаков. Исполняю приказы и вспоминаю рассказы свидетелей такого же поголовного выхода оренбургских казаков, получивших всякое пособие и снабжение, а потом расплывшихся по своим станицам. Кроме казны Иванов-Ринов не забыл и буржуев. Биржевым комитетом Сибири почти приказано дать деньги для вспомоществования казакам. 13 августа Вернулся домой в 4 часа утра. В 11 часов ночи началось знаменательное закрытое заседание Совета Министров. Грозность положения смыла сразу весь глянец искусственно-дружеских отношений и началась грызня обвинения и уязвления. Гинс обрушился на заместителя председателя Совета Министров Тельберга и на Совет Верховного Правителя с яркими обвинениями в олигархии, в проведении указов задним числом и тому подобное. Это развязало языки. 10 месяцев Совет Министров был только фиктивной властью, исполняя все то, что было угодно Михайлову, Сукину и компании. Все насущные вопросы государственной жизни решались в секретных заседаниях пятерки министров-переворотчиков, членов Совета Верховного Правителя, причем остальные члены Совета Министров, совершенно не знали, что делается в этом тайном совете и какие решения там принимаются. Это была настоящая дворцовая комарилья, пленившая представителя Верховной власти, помыкавшая им по своему желанию и управлявшая его именем. В своем нападении Гинс воспользовался тем, что Тельберг, недовольный, что Совет Министров не принял его редакции проекта Совета Обороны, а утвердил его в иной, неугодной Тельбергу редакции, добился подписания адмиралом указа, утверждающего Совет в Тельберговской редакции, причем для получения права, первенства, преимущества на доставшееся таким образом за флангом редакции Совета Министров, указ Верховного Правителя был помечен задним числом 7 августа по сравнению с днем соответственного заседания Совета Министров. Трудно найти название этому поступку, совершенному заместителем председателя Совета Министров, министром юстиции и генерал-прокурором ради удовлетворения своего самолюбия и ради того, чтобы настоять на своем. При этом очень характерно, что по Тельберговской редакции права Совета Обороны передавались Совету Верховного Правителя, то есть той же олигархической пятерки. Я вполне разделил мнение Преображенского и других уважающих себя министров о необходимости всему составу Совета Министров немедленно же подать в отставку, ибо происшедшим Совет Министров доведен до последней степени унижения и дальше идти некуда. Тельберг всячески вывертывался, но факт настолько ясен, что было неловко слушать эти жалкие оправдания. Гинс поставил на голосование, доверяет ли Совет Министров Совету Верховного Правителя, который ведет свою собственную политику, не считаясь совершенно совсем правительством. Это предложение, конечно, не получило большинства, ибо за Михайловым всегда стоит квалифицированное большинство в нашем Совете. Предложение Преображенского о выходе правительства в отставку было также смазано под предлогом, что это отразится на настроении страны и флота. Думаю, что и та, и другой встретили бы наш уход с ликованием, хотя бы потому, что в этом крылась бы надежда на перемену неудачного курса и на улучшение. государственный контролер внес предложение обратиться непосредственно к Верховному Правителю с запросом по поводу участившихся за последнее время единоличных указов, выпускаемых по таким случаям, в которых нет ничего спешного, чрезвычайного, и что может быть проведено нормальным порядком через Совет Министров. Предложение это так же большинства не получило. Постепенно страсти разгорелись, свалились все фиговые листы, во всей безнадежности представилась разрозненность, хилость и дряблость правительства, пестрота его членов, искусственность состава ничтожества председателя. Вообще заседание было на редкость колючее, в начале его Устругов заявил, предъявив документальные доказательства, что Сукин передал союзным комиссарам, как уже подписанные всеми русскими представителями, официальные копии им самим Сукиным составленного протокола совещания по железнодорожным делам, в котором, вопреки нашим интересам и вопреки известному ему несогласию тех лиц, подписи которых он поместил, союзному комитету представлялось полное право распоряжения всеми нашими железными дорогами. Сукин нагло вывертывался, но, видя, что против очевидности идти дальше нельзя, и даже не покраснев, самым нахальным образом заявил, что протокол уже в руках союзников, изменить его нельзя, и поэтому надо искать какой-нибудь компромиссный выход. заявление у Стругова замяли, молча выслушали наглое заявление Сукина и ничем дальше на него не реагировали. Сегодняшнее заседание это апофеоз всей деятельности нашего совета. Упали все ризы и стали видны все кости, все изъяны и язвы. Когда возвращались домой, я весь трясся от негодования, а мой спутник Преображенский меня успокаивал и повествовал о том, что все у нас управлялось организованной компанией из восьми министров, возглавляемых Михайловым, делавших все, что нужно было им самим, их честолюбию и поддерживавшим их кругам, кружкам, союзам и организациям. Дикими в Совете оказывается считались я, Устругов, Шумиловский и Преображенский. Пошел в министерство, не ложась даже спать, после такого заседания не до сна. Меня как с головой окунули в помойную яму. Несчастный слепой безвольный адмирал, жаждущий добра и подвига и изображающий куклу власти, которой распоряжается вся та компания, с внутренними достоинствами которой я сегодня познакомился. В армии развал, ставки безграмотность и безголовье, в правительстве нравственная гниль, разлад и засилие чистолюбцев и эгоистов, в стране восстание и анархия, в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость, наверху плавают и наслаждаются разные проходимцы, авантюристы. Куда же мы придем с таким багажом? 14 августа был в ставке, видел много офицеров, прибывших с фронта, с разными поручениями, преимущественно по части снабжений. Встретил нескольких старых знакомых по немецкому фронту и послушал их рассказы о состоянии армии. Общее заключение, что присылаемые укомплектования могут при умелом обращении дать весьма сносных солдат, но зато большинство присылаемых офицеров ниже всякой критики. Наряду с небольшим числом настоящих дельных офицеров пребывает целые толпы наружно дисциплинированной, но внутренне распущенной молодежи, очень кичащейся своими погонами и правами, но совершенно не приученной к труду и повиновению долгу. Умеющий командовать, но ничего не понимающий по части руководства взводом и ротой в бою на походе и в обычном обиходе. Очень много уж приучившихся к алкоголю и кокаину. Особенно жалуются на отсутствие душевной стойкости, на повышенную способность поддаваться панике и унынию. Свидетельствует, что мне говорили и раньше, и что отмечено в донесениях, посылаемых мною на фронт офицеров, что очень часто неустойчивость и даже трусость офицеров являются причинами ухода частей с их боевых участков и панического бегства. Мне показывали донесения начальника Ижевского гарнизона, в коем отмечалось, что задолго до прихода на Ижевский завод, отходивших через него войск, он наполнился десятками бросивших свои части офицеров, которые верхом и на повозках удирали в тыл. Дитерихс добился наконец, что армии доставили сведения о действительной их численности. Оказывается, что у нас около 50 тысяч строевых чинов при 300 тысячах ртов. В армиях боевого элемента не больше 12-15 тысяч человек в каждой, то есть примерно около дивизии хорошего состава. Я очень удивлен малой решительности Дитерихса по части уничтожения ненужных высших войсковых соединений. Нелепо иметь на 50 тысяч бойцов несколько десятков штабов армии, групп, дивизий, бригад. Реорганизацию армии надо было начать с беспощадного уничтожения излишних штабов. Говорят, что это однако невозможно, ибо подлежащее упразднение начальства этого не хочет и не допустит. 16-го августа Иванов-Ринов обобрал все наши склады и я бессилен помочь фронту. Я делаю наряды для отправки на фронт, но о них узнает этот пронырливый казак и все попадает в его обширные лапы. Малейшая задержка вызывает жалобы адмиралу с угрозой, что это отражается на выходе сибирских казаков на испепеление красных. В результате на каждого выходящего казака взято по пять и по шесть комплектов и летнего и зимнего обмундирования, а на фронте войска голы и боссы. В организацию снабжения казаков пущена полная автономия с демократическим соусом в виде дружбы и совместной работы с общественными организациями. В известные времена наши полицейские администраторы всегда любили такие демократические соусы, как средство сдобрить непрезентабельный вкус их привычных основных блюд. 17 августа В Совете министров Сукин сделал первый доклад о деятельности своего министерства. Между прочим, доклад подтвердил то, о чем я мельком слышал раньше от Преображенского и что казалось ужасным по своим последствиям. Это было самодовольное, с подчеркиванием его величия и значения, заявление нашего дипломатического руководителя о том, что два месяца тому назад генерал Маннергейм предлагал верховному правителю двинуть на Петроград стотысячную финскую армию и просил за это заявить об официальном признании нами независимости Финляндии. Сияющим и гордым видом Сукин заявил, что Маннергейму был послан такой ответ, который отучил его впредь обращаться к нам с такими дерзкими и неприемлемыми для великодержавной России предложениями. По сияющей физиономии по всему тону сообщения было видно, что главную роль в этом смертельно гибельном для нас ответе сыграл наш дипломатический вундеркинд. Я не выдержал и громко сказал, какой ужас и какой идиотизм, чем вызвал изумленные взгляды своих соседей. Теперь для меня стала ясна Таня Разбериха, которая была в начале лета с вмешательством Финляндии и занятием Петрограда и о которой я смутно слыхал в оперативном отделе ставки. Ведь если бы не кучка безграмотных советников, вырвавших у адмирала то решение, коим гордо хвастался сегодня Сукин, то теперь Россия была бы свободна от большевиков. Не было бы Уральского погрома и над нами не висели бы те грозные тучи, которые временами застилают последнюю надежду на благоприятный исход. Ярко характерно то, что такое решение принято даже без осведомления о нем Совета Министров, то есть того, что по букве закона считается правительством и несет на себе всю ответственность. Видно, до чего доходила наглость этой пятерки, захватившей власть и не считавшей даже необходимым соблюдать хотя бы внешние приличия по отношению ко всему Совету Министров. Ужас, злоба и негодование охватывают по мере того, как раскрываются внутренние язвы того, что является нашим правительством и что позволяет себе брать в свои руки управление страной в такие тяжкие времена. Смешно говорить о каких-то законах истории, когда всю эту историю может свернуть такое жалкое ничтожество, как какой-то очень юркий краснобайный секретарь Вашингтонского посольства, как назло швырнутый судьбой в Омск, быстро пришедшийся ко двору при омском градоначальстве и феерично выбравшийся в руководители всей нашей иностранной политики. 20 августа Адмирал за последнее время несколько раз был в Третьей Армии и это очень усилило положение Сахарова, которое очень импонирует Адмиралу своей решительностью, категоричностью, наступательными тенденциями и оптимизмом. Это обстоятельство мешает работе Дитерихса, который довольно решительно реорганизует остальные армии, но как-то избегает касаться Третьей Армии, продолжающей до сих пор состоять из десяти дивизий. Часть этих дивизий не насчитывает и пятисот штыков, но при всех неукоснительно состоят обозы по четыре и четыре с половиной тысячи повозок и при шести восьми тысячах нестроевых. Подъезжая к Лебяжьей, видели вереницы этих обозов, отходившие на восток. На подводах бабы, дети, масса домашнего скарба, масса тарантасов с дамами и детьми. Все это тщательно вывезено, а артиллерия, пулеметы и средства связи потеряны. По данным начальника инженеров, при отступлении брошены десятки тысяч верст телеграфного и телефонного кабеля, обычная картина безудержного отступления, когда бросается все предназначенное для боя и сохраняется все ценное для брюха и для кармана. Ведь и на большой войне мы видели, как сначала бросалась лопата, потом патроны и винтовки, но бережно сохранялся вещевой мешок. Недалеко от штаба армии расположен полевой госпиталь, находящийся в самом ужасном состоянии. Больные и раненые валяются в пакгаузах, стоящих среди луж зеленой жижи, которые все время пополняются производимыми тут же естественными надобностями больных, половины которых тифозны. Раненые валяются на грязных и колючих досках без всякой подстилки. Единственные на весь госпиталь доктор и две сестры сбились с ног от непосильной работы. Вместо чая дают какую-то жидкую грязь, хлеб черствый. Зато рядом в штабе помещается санитарный инспектор армии с порядочным штатом докторов и фельдшеров, пишущих на машинках. 21 августа За завтраком у адмирала видел весьма юного генерала Касьмина из недавних поручиков, убежденного сторонника того, чтобы все старшие начальники сами ходили с винтовками в штыковые атаки или прикрывали отступление. Этот абсурд самым прочным образом укрепился на фронте. Им так нафаршировали адмирала, что он сам готов взять винтовку и драться наравне с солдатами. Я уверен, что он проклинает омскую работу, которая мешает ему устремиться на фронт и показать тот идеал начальника, который ему рисовали и рисуют. Это объясняет его частые поездки на фронт, ибо он боится, чтобы его не упрекнули в отсиживании в тылу. Вечером адмирал разговорился на политические темы и выказал свою детскую искренность, полное непонимание жизни и исторической обстановки и чистое увлечение мечтой о восстановлении великой и единой России. Он смотрит на свое положение как напосланный небом подвиг и непоколебимо убежден, что ему или тому, кто его заменит, удастся вернуть России все ее величие и славу и возвратить все отпавшие и отторженные от нас земли. 22 августа 20 августа автор вместе с Колчаком выехал на фронт. По дороге встретили массы отходивших обозов, шедших в большом внешнем порядке. На каждой повозке по одному два здоровенных солдата с винтовками. Это многочисленные обозные и не строевые. Физиономии у всех весьма пухлые и никаких военных тягот и лишений на них не видно. В этом резкая разница с подтянутыми сухими и обожженными лицами ижевских стрелков и офицеров. Точно так же большинство обозных одето щеголями сравнительно с ижевцами. Войсковые части тоже злоупотребляют подводами, требуя их от населения. Это очень раздражает местных жителей, так как их отрывают от полевых работ по уборке сена и хлебов, уродившихся в этом году так, как не бывало уже много лет. Лошади и повозки остро нужны самим крестьянам, так как обычная здесь уборка машинами сейчас невозможна вследствие неполучения запасных частей, шпагата и машинного масла. Убедился, что сведения о гомерических размерах войсковых обозов не преувеличены. Есть полки с обозом свыше тысячи повозок, и армейское начальство бессильно бороться с этим злом. Можно по этой части отдавать любые распоряжения о сокращении, но никто их не исполнит. Все обозные и толовые должности переполнены сверхштаты, что самым тяжким образом отражается на довольстве и снабжении строевого состава. Все это результат деятельности 25-28 летних генералов, умеющих ходить в атаку с винтовкой в руке, но совершенно не умеющих управлять своими войсками, придавать им правильную организацию и не позволять им обращаться в сплошные обозы. То, что увидел и узнал за эти три дня, вполне подтвердило те выводы, которым пришел еще в Омске по отношению к невозможности для нас наступления. Нельзя наступать, не имея пехоты, ибо в так называемых дивизиях по 400, 700, 900 штыков, а в полках по 100, 200 штыков. Нельзя забывать, что надо занимать широкие фронты, а наши дивизии равны по численности батальонов. Нельзя наступать с растерянной артиллерией, почти без пулеметов и с остатками технических средств связи. Сюда надо добавить совершенно расстроенный армейский тыл, не способный правильно довольствовать войска, даже при отходе их, на свои запасы. Как же мы будем довольствовать при наступлении, когда вступим в район разрушенных железных дорог и истощенных инами и красными местных средств? То есть попадем в такую обстановку, в которой правильная и налаженная работа тыла приобретает исключительно важное значение. Те обозы, которые я видел в эти дни, не могут работать правильно по кругообороту правильного подвоза, ибо это не военные обозы, а кочующие таборы. Они нагружены разным добром, продовольственного груза принять не могут, и, кроме того, так непомерно велики по сравнению с боевыми частями, что сами слопают все подвозимые. Для валяй Сахаровых и им подобных полководцев все это пустяки. У них горизонты и масштабы не выше ротного командира, и им все это кажется так просто. Такие типы не новость для нашей армии. Сколько мы видели их и в японскую, и в немецкую войну. Для них тыл, снабжение и зависимость военных операций, массовых армий от вопросов подвоза и снабжения не существует. Они считают, что их дело приказывать и командовать, а об остальном обязаны заботиться интенданты и всякая тыловая шушера. При посещении ижевцев впервые видел адмирала перед войсками. Впечатление большого начальника он произвести не может. Говорит с солдатами он не умеет, стесняется, голос глухой, неотчетливый, фразы слишком ученые, интеллигентные, плохо понятные даже для современного офицерства. Говорил он на тему, что он такой же солдат, как и все остальные, и что лично для себя он ничего не ищет, а старается выполнить свой долг перед Россией. Он роздал много наград, произвел десятки офицеров и солдат в следующие и офицерские чины, привез целый транспорт разных подарков, но сильного впечатления не произвел. Он не создан для таких парадных встреч. Вместе с тем я уверен, что если бы он объехал стоянки частей, посидел с солдатами, запросто пообедал, удовлетворил бы несложные запросы и просьбы, то впечатление осталось бы глубокое и полезное. 25 августа. Свита адмирала позволяет себе делать очень печальные для авторитета власти распоряжения. Сегодня утром остановили оба эшелона адмиральского поезда на забитом разъезде только потому, что иначе адмирал не успеет побриться до прихода поезда на станцию Петропавловск. Адмирал этого и не подозревал, а между тем это на полтора часа задержало всю эвакуацию заваленного эшелонами и грузами Макутинского узла. 26 августа. «Неприятно смотреть на висящую в моем кабинете огромную карту, на которой заведующий сводками офицер наносит красными точками пункты и районы восстаний в нашем тылу. Эта сыпь делается все гуще и гуще, а вместе с тем все слабее становится надежда справиться с этой болезнью». Говорил на эту тему с Пепеляевым. Он очень озабочен затруднениями по части организации отрядов особого назначения и не скрывает, что нравственный уровень их личного состава очень невысокий. Все лучшее забрано фронтом и центральными управлениями. Пепеляев составил себе очень хороший, но очень запоздалый план объезда наиболее важных областей Сибири для того, чтобы на месте путем непосредственного общения с населением выяснить причины недовольства и восстаний и меры необходимые для успокоения края. По его сведениям, главными заправилами всех восстаний являются новоселы, преимущественно столыпинские аграрники, плохо устроившиеся в Сибири и мечтающие о том, как бы пограбить богатое старожильческое население Сибири, достаток которого разжигает их большевистские аппетиты. Вкладывать персты в раны дело хорошее, но надо было заняться этим еще зимой. Теперь заниматься диагнозом столь очевидной болезни уже поздно. 27 августа состоялось мое назначение на должность военного министра с подчинением прямо верховному правителю. Просил адмирала смотреть на меня как на временного заместителя, так как здоровье мое совсем плохо и я могу скоро совсем свалиться. Фронт продолжал ползти назад. Настроение в Омске несмотря на все казачьи завывания за последние дни сильно сдало. Дутый подъем начала августа начинает падать и сменяться растерянностью и пессимизмом. Тяга на восток делается все сильнее, так как служебные и коммерческие дела того требуют. Много охотников получать разные командировки в восточном направлении для разрешения накопившихся там вопросов. Отбыли на Дальний Восток и далее к Деникину недавно приехавшие оттуда генералы Лебедев Второй и Нагаев. Первый набирать служащих, а второй для еще более анекдотического поручения провести сюда через Закаспий и Туркестан дивизию из уроженцев Сибири, которые он собирается сформировать у Деникина. Для последней цели экстренно ассигновано около 80 миллионов рублей романовскими и керенками. Кредит этот проведен через Совет Министров уже постфактум. Впервые я не выдержал и отбросив все приличия высказал Совету свой взгляд на такие командировки. Высказал свое негодование по адресу Ставки и авторов этого нелепого и невыполнимого проекта, ибо они, как офицеры Генерального Штаба, не могут не знать истории наших туркестанских походов и всех исключительных условий движения и военных действий в тех краях. Сказал, что только высокое место, в коем я присутствую, удерживает меня от того, чтобы назвать все это дело и его авторов тем названием, которого они заслуживают. Тем не менее, ассигнование было утверждено, и два превосходительных гастролера, отряся омский прах от своих ног и получив 2000 фунтов стерлингов на расходы плюс обобранные из всех казначейств десятки миллионов романовских, изволили отбыть обратно на юг. 30 августа имел длинную беседу с Головиным, доказывал ему необходимость принять исключительные меры по реорганизации фронта и по сокращению штабов и тылов. Мы представляем колоссальное туловище, пухлое и бессильное, с маленькими руками. Достаточно указать, что на красной стороне против нас работает один штаб армии, состоящий из трех-четырех дивизий и двух-трех конных бригад. На нашей стороне штаб главнокомандующего, пять армейских штабов, одиннадцать штабов корпусных групп и, кажется, тридцать пять штабов дивизий и отдельных бригад. Думается, что комментарии к этим цифрам излишни. Думается также, что, не справившись с этим штабным злом, мы будем бессильны сделать вообще что-либо путное. 31 августа. Вечером состоялось заседание Совета Министров с участием адмирала. Выяснилось, что казачья конференция, делавшаяся в последнее время все наглее и наглее, явилась к адмиралу и предложила ему принять на себя полную диктаторскую власть, подкрепив себя чисто казачьим правительством и оперевшись преимущественно на казаков. Сначала создалось очень острое положение, смягченное затем вмешательством соединенных общественных организаций. В результате все требования свелись к необходимости сокращения министерств, упрощения и ускорения правительственной работы и созыва совещательного собрания. Требования эти заявлены казачьей конференции и всеми группами государственного экономического совещания, то есть представителями внушительной и наиболее государственной части населения. Я лично согласен со всеми этими заявлениями, но боюсь, что положение фронта и восстание в тылу делает их очень запоздалыми. Обращаясь к Совету Министров, Верховный Правитель высказал свое неудовольствие по поводу разноголосицы в мнениях членов Совета по многим важнейшим государственным вопросам. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы решение принималось большинством одного голоса и перевесом голоса председателя. Сказал он очень резко, затем сообщил о неудовлетворительном настроении и состоянии армии, объяснив это довольно до меня неожиданно тем, что армия пропитана большевизмом. Государственный контролер просил адмирала передать Совету Министров, какие именно требования были заявлены ему казачьей конференции, так как об этом ходят по городу разные слухи и версии. Адмирал, не давая ответа по существу, указал только, что он ответил казакам, что сейчас уже не время производить какие-нибудь реформы и перемены в составе Совета Министров, так как это может отразиться на настроении армии. Первого сентября. Несмотря ни на что на фронте началось наступление. Дитерихс взял на себя великую ответственность и поставил на карту последние сибирские ресурсы белой идеи. Я видел его у Головина перед самым его отъездом на фронт и повторил ему тот же вопрос, который задал при первом с ним разговоре по поводу наступления. А что же будет, если наступление не удастся? И он опять повторил, что тогда придется разделиться на партизанские отряды и вновь начать то же, что было в 1918 году. Я с удивлением посмотрел на этого главнокомандующего, так легко и просто решавшего судьбу России и армии, и решавшего ее легкомысленно и ложно. ибо теперь уже не 1918 а осень 1919 года и вся обстановка резко изменилась не в нашу пользу. Теперь для нас, белых, уже немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас. Немыслима она и потому, что на Сибирь надвигается регулярная красная сила и идут красные комиссары, уже специализировавшиеся на подавление наших белых восстаний. Где же мы найдем оружие, патроны и прочее, прочее? 3 сентября Вставки уверяют, что Дитерикс, Хрещатитские компании задумали под видом стратегического резерва восстановить гвардейский корпус как основание будущего монархического переворота. Потому-то все назначения в этот резерв делаются из бывших гвардейских офицеров. При желании сварить жирные щи из старого топора в выдумках не стесняются. Для чешско-русского хамелеона новый монархический вольт не представляет ничего особенного. В Киеве он именовал себя республиканцем, а в Сибири стал монархистом. Тяжелое положение Омска делает Семеновщину все более и более наглой. Мой судный отдел и канцелярия Комитета по охранению законности председатель министр юстиции наполнены жалобами на грабежи и насилие чинимые семеновскими агентами. Китайский консул жалуется на постоянные случаи ограбления китайских купцов при осмотре их чинами контрразведки на станции Даурия. Американский консул заявил многомиллионный иск от фирмы Вульфсон за захваченные Семеновым два вагона ценной пушнины. Телеграфирую Прошу Сырбоярского повлиять на Читу Но все бесполезно Такие язвы выжигаются только каленым железом Из Владивостока прислана краткая сводка деятельности Хорвата Очень характерно как сам верховный уполномоченный и его ближайший антураж разобрали себе свободные земли посьетского района Самому Хорвату отведен куз в 18 тысяч десятин земли Одному из деятелей Дальневосточного комитета Тютикову в 12 тысяч десятин А остальному антуражу по важности и по способности К сожалению это не выдумки контрразведки нового состава опорочивающей старых владык ибо подтверждено документами и официальными справками Четвертого сентября подняли большую шумиху с поголовной мобилизацией бывших пленных из Карпата Руссии К этому делу примазался Иванов Ринов заявивший что этим путем он получит пехоту вдобавок к своему конному корпусу Бедных Карпата Русов стали хватать с помощью облав Иванов Ринов по этой части Дока Благодаря этому Омск остался без хлебопеков и ассанизаторов так как миролюбивые и неприхотливые Карпата Руссы специализировались по черному труду Узнав о принудительной мобилизации они разбежались из Омска и в Риновские сети попала только часть Озлобления среди них страшные их собрали на станции Куламзино рядом с бараками в которых помещаются семьи ижевских рабочих На днях у меня были старики ижевцы и сообщили что озлобленные Карпата Руссы ругает их за верную службу своей родине и не стесняясь говорят что им только бы попасть на фронт а там они расправятся с теми кто их туда погнал а сами уйдут к красным те же отправят их домой сообщил это третьему генквару прося обратить внимание что это идет не из контрразведческих сфер а сообщается стариками рабочими не способными на выдумку в результате новая глупость и новый вред до сих пор у нас был добровольческий карпато-русский батальон очень хорошего состава очень добросовестно несшие на себе тяжелые наряды и караулы теперь эта надежная и прочная горсточка растворена в массе насильно согнанных и не хотящих воевать людей а в газетах моря платных восторгов по поводу изумительного по своему единодушию поголовного подъема героев подъемной карпатской руси на спасение родного русского народа платные перья всегда были особо подлы а в теперешней гнилой атмосфере они побили все старые рекорды 5 сентября вечером в совете министров узнал Ацукина что он по поручению адмирала был у генерала Токанаги чтобы узнать правда ли что японское правительство требует обязательного назначения инспектором формирования Дальнего Востока генерала Хрещетицкого связывая с этим назначением вопрос об оказании нам дальнейшей помощи по словам Сукина Токанаги был до нельзя удивлен этими вопросами и ответил что ни о чем подобном они никогда и не думали и что они не считают себя вправе вмешиваться в такие дела таким образом открылась вся провокаторская махинация превосходительного спиртовоза но тем не менее Хрещетицкий остается в распоряжении Дитерихса и предназначается на должность инспектора формирований в Омском округе спрашивается сколько же мерзостей надо сделать чтобы над вами поставили наконец крест 6 сентября капризное настроение Омска опять потемнело присяжные оптимисты продолжают еще находиться под угаром фронтовых побед но тревожные нотки начинают проскальзывать уже даже у заправил ставки мелкие успехи есть но разгрома красных не только нет но они сами начали нас кое-где теснить лучше наши части уже израсходованы резервы подходят к концу а красные не желают даже начать отступление спрашивал ставку о причинах бездеятельности до сих пор конного корпуса по секрету сообщили что наступление начато не дожидаясь не то что развертывания а даже сбора частей конного корпуса это так ужасно что не хочется даже верить возможности столь чудовищной оплошности ведь ничто не требовало начать наступление в столько-то часов такого-то дня отказываюсь понимать поведение Дейтерихса сам адмирал конечно тут ни при чем как мог допустить это Андокский который по званию профессора военной академии обязан понимать что значит подготовка операции и удачное для нее развертывание конец третьей дорожки пятой кассеты для дальнейшего прослушивания переверните кассету это тут ни при чем как мог допустить это Андокский который по званию профессора военной академии обязан понимать что значит подготовка операции и удачное для нее развертывание ставки сознаются что сбор казаков шел очень медленно угар станичных постановлений навеянных риновскими ситцами подарками и пособиями рассеялся как только пришлось выходить на службу но зато вылезли во всей будничной остроте жалость потерять хороший урожай боязнь за семьи страх за жизнь и прочее и прочее некоторые казачьи части сели в вагоны забрав с собой жен и обильные запасы водки по пути казачьего движения идет разгром наших продовольственных магазинов Иванов Ринов очень много шумел о том что у него будет автономное и демократическое снабжение но когда дело дошло до реального снабжения продовольствием и фуражом то оказалось что кроме пустопорожнего названия у нашего наполеонистого держиморды ничего не имеется скверно то что все это свалилось на нас неожиданно все берется по казачьей ухватке в двойной и тройной запас забираются склады и вагоны приготовленные для армии для пополнения магазинов интендант ходит как очумелый но я приказал все давать и все разрешать дабы хоть чем-нибудь не помешать быстрейшему сбору казаков немало затруднений в деле заготовки снабжений чинят нам милые наши интервенты любящие плотно и хорошо покушать сейчас они навалились на ограниченные запасы средней сибири и изрядно их подсасывают конкурировать с ними мы не можем ибо они выменивают необходимое им довольствие у населения на разные товары и этим привлекает к себе весь сбыт очень много жалоб на безобразие и насилие чинимые польскими войсками в районе новониколаевска эти не стесняются грабить производить насильственные фуражировки расплачиваться по ничтожным ценам и захватывать наши заготовки эшелоны и баржи с грузами на наши жалобы обращенные к Жанену не получаем даже ответа польское хозяйничание особенно для нас обидно чехам мы все же обязаны и часть их дралась вместе с нами за общее дело польские же войска создались у нас за спиной из бывших пленных и наших поляков взявших с России все что было возможно а затем заделавшихся польскими подданными и укрывшихся от всех мобилизаций и военных неприятностей в рядах польских частей очень много нареканий на безобразие учиняемые весьма экзотическими морскими командами речной флотилии они разрушили нам весь план тюменской эвакуации забрав приготовленные для нее пароходы теперь они плывут по Аби возмущая своими безобразиями местное население и забирая разные запасы 11 сентября штаб Преамурского военного округа прислал заключение военного прокурора о деяниях хабаровского разбойника атамана или как он назван в прокурорском заключении мещанина Ивана Калмыкова заключение составлено на основании документов и свидетельских показаний написано оно обычным для таких заключений кратким языком причем одно изложение учиненных Калмыковым преступлений занимает около 20 страниц я давно добивался этого документа чтобы дать адмиралу оружие для начала борьбы с атаманами сейчас все это запоздало ибо хозяевами положений являются казаки и их конференция определенно поддерживающие дальневосточных атаманов доложил заключение адмиралу дал прочесть головину и послал помощнику военного министра по казачьей части для сообщения казачьей конференции вечером мне сообщили частым образом что по мнению казачьих лидеров делу надлежит не давать никакого хода так как нельзя дискредитировать калмыкова ввиду его государственных заслуг при этом сказано что такое решение будет поддержано конференции и будет окончательным так как ввиду автономии казаков и выборного звания атамана никто не может привлечь калмыкова к ответственности десятки страниц этого заключения дают яркую картину преступного разгула наших белых большевиков сухое но наполненное ужасом и кровью перечисление злодеяний и гнусностей совершенных хабаровским исчадием младшим братом он себя так всегда именовал читинского атамана было бы очень хорошо послать этот документ в Японию для непосредственного доклада императору думаю что тогда не поздоровилась бы тем японским генералам которые добивались посылки хабаровскому убийце и разбойнику приветственной телеграммы от имени наследника японского престола 16 сентября наступление выдохлось и замерло кое-где продолжаются небольшие стычки и мы еще сохраняем свое положение боюсь что это продолжится недолго и тогда вымотанный в конец части покатится вновь назад остановить их и поддержать будет уже нечем честолюбивые игроки израсходовали все ресурсы уложили все резервы то что начали Лебедев и Сахаров докончили Дитерихс и Андокски и если грядущая катастрофа разразится и белое движение начатое в Сибири полтора года тому назад окончится полным крахом то красные окажутся очень неблагодарными если не поставят благодарственного памятника этим белым генералам и не наградят их заочно всеми красными наградами за деятельную помощь по сокрушению сибирских армий Иванов Ринов получил от адмирала Георгиевский крест за первый успех своего корпуса а затем почил на лаврах по сведеням ставки он не исполнил шести повторных приказов Дитерихса и адмирала двинуться на курган в тыл красных 17 сентября на фронте мы выдохлись окончательно и не без труда отбиваем переход красных к активным действиям сводка отмечает усиление красных частей больно и противно читать в ведомостях сводки про такие красные части которые по фронтовым реалляциям показаны совершенно уничтоженными Иванов Ринов отказался окончательно исполнить приказ главнокомандующего о движении в тыл красных здесь считают ошибкой что Дитерихс не вызвал его к себе как бы для получения инструкции и не отдал приказа его заместителю говорят что дивизиями конного корпуса командует молодцы которые повели бы за собой свои части Иванов Ринов крепко базируется на свое звание выборного атамана в этом много скверного для настоящего и более еще опасного для будущего то положение которое занял сейчас Иванов Ринов в Омске заставляет особенно желать чтобы правительство уехало в какое-либо более безопасное от таких влияний место правительству надо быть подальше от разных честолюбий особливо же военных и казачьих Омские перевороты достаточно это доказали 18 сентября под чьим-то влиянием и ничего мне не говоря адмирал не сдержал данных мне обещаний по моему докладу о невозможности ломать управление округами и дал согласие на проект Дитерихса и на назначение Хрещетицкого инспектором формирования на Дальний Восток выяснено что между дальневосточными атаманами идут оживленные сношения в связи с тяжелым положением Омска и правительства атаманы считают что наша песня спета в чите уже несколько раз праздновали взятие красными Омска и бегское правительство тоже было и в красных кругах Харбина и Владивостока и приготовляется делить остающиеся бесхозными ризы пока намечена полная автономия всего Дальнего Востока под главенством Семенова и под негласным протекторатом Японии сейчас идет захват всех идущих с Востока грузов захват Семеновым первого эшелона золотого запаса отправленного на Владивосток обильно снабдил Читу золотой валютой и поднял атаманское настроение 20 сентября Ставка совершенно ошалела и проводит разные командировки причем трудно даже сказать какая из них наиболее нелепая На днях ко мне явился присланный Ставкой очень бравый полковник измысливший для себя командировку в Хиву и Бухару для руководства свержением большевиков и совместных затем действий против их тыла приказано ассигновать ему несколько десятков пудов серебряной монеты и выдать разное снабжение В связи с этой командировкой в Совет Министров внесен проект правительственных грамот на имя Эмира Бухарского и Хана Хивинского с тем чтобы эти грамоты были вручены всему бравому полковнику для передачи по назначению Вместо упрощения организации у нас идут все новые формирования за последнее только время родились штабы Южной группы создана для устройства Лебедева отдельного конного корпуса создан ради чистолюбия Иванова Ринова инспектора добровольческих формирований для пропитания Голицына инспектора стратегического резерва для пропитания Хрещетицкого но ничего не слышно по части сокращений При каждом штабе пышно расцветает контрразведка и осведомление последней почти обязательно собственной газеты 23 сентября получены сведения что в ночь на 19 во Владивостоке была произведена первая попытка устроить переворот но неудачно Розанов несмотря на протест союзников ввел в город надежные русские войска и заговорщики скиксовали ведь если подсчитать наш актив и пассив то получается самый мрачный вывод за нас офицеры да и то не все ибо среди молодежи много неуравновешенных колеблющихся и честолюбивых готовых поискать счастье в любом перевороте и выскочить наверх на манер многих это уже проделавших за нас состоятельная буржуазия спекулянты купечества ибо мы защищаем их материальные блага но от сочувствия мало реальной пользы ибо никакой материальной и физической помощи от него нет все остальное против нас частью по настроению частью активно даже союзники кроме японцев от нас как-то отошли чехи же определенно настроены против нас настолько что ничто не гарантирует возможности их активной помощи эсеровскому перевороту вопреки всяким гарантиям Жанена и приказам Массарика 24 сентября я имел случай беседовать с несколькими старшими священниками фронта и они в один голос жалуются на пошатнувшиеся нравственные основы офицерства преимущественно молодого сильно тронутого переживаниями войны и революции по мнению главного священника западной армии из восьми случаев насилия над населением семь приходится на долю офицеров за исключением казачьих частей где пользование местными средствами составляет общий и непреложный закон особенно возмущает население отбор офицерами лучших крестьянских коней и при том не для войск а для торговли двадцать пятого сентября вставки узнал подробности о причинах бездействия конного корпуса Иванов Ринов после первого удачного дела на курган не пошел и посланных ему шести директив и телеграм из них две за подписью адмирала не исполнил дитерихс отрешил Иванова Ринова от командования но тогда когда уже было поздно и когда общее положение на фронте исключило возможность успешного набега на тыл красных Иванов Ринов прибыл немедленно в Омск поднял всех своих сторонников и по ультимативному требованию казачьей конференции его отрешение было отменено и он сопломбом вернулся на фронт к своему корпусу Яркое проявление импотентности и дряблости власти засосанной Омским болотом и находящейся в пленении у разных безответственных всесильных организаций во все мешающихся но ни за что не отвечающих Такая власть не может существовать ибо необходимое условие всякой власти это ее сила Удивляюсь как Дитерикс на это согласился Он ведь тоже реальная сила и имел право и возможность принять такой тон с которым должны были бы считаться омские лягушки 26 сентября После обеда Сукин передал мне полученное им из английской миссии известие что агенты Калмыкова убили во Владивостоке полковника Февралева его схватили на улице среди белого дня увезли за город и там застрелили Таким образом исполнилась угроза которая висела над несчастным Февралевым больше полугода и отвратительный хабаровский разбойник вывел в расход специальные выражения Читы Хабаровска опасного кандидата на звание атамана Нокс возмущен до глубины души и заявил что он готов открыто отказаться от поддержки такой власти которая не в состоянии предупредить такие гнусные убийства всецело разделяю его негодование сообщил об этом убийстве казачьей конференции телеграфировал Розанову о розыске и предании виновных военно-полевому суду телеграфировал Семенову выразив надежду что он по званию походного атамана дальневосточных казаков примет все меры чтобы не осталось без примерного наказания убийства одного из старших и лучших уссурийских казаков кем бы оно не было совершено печальное положение той власти которая не может расправиться с такой гнусностью а именуется всероссийской и заботится о великодержавии России 29 сентября автор дневника заболел и пролежав две недели уехал в Томск а затем в Харбин для лечения возвратиться к своему посту ему не было суждено так как уже 15 ноября Омск был занят Красной Армией конец книги октябрь 1991 год звукорежиссер Игорь Апарин читал Владимир Сушков КОНЕЦ